Том 3. Теория познания. Часть 1. Природа и возникновение духа. Глава 1. Дух и тело. Дух неотделим от тела. Функции психические – суть функции мозга, который является органом самых сложных взаимоотношений животного с внешним миром. Первая форма осознанного познания вещей – ощущение – возникает в результате развития условных рефлексов. Ощущение животного – система сигналов о его взаимоотношениях с внешним миром. У человека выработалась вторая сигнальная система – речь, которая осуществляет абстрагирующую и обобщающую функцию, из которой связана вся высшая психическая жизнь, свойственная лишь человеку. Материя и дух. Материалистическое понимание духа противоположно идеалистическому. Идеализм исходит из того, что, как бы тесно дух ни был связан с телом, в котором он обитает, он, тем не менее, существует раздельно от тела и отделим от него. С точки зрения идеализма, дух одушевляет тело и использует органы тела как для того, чтобы получать впечатление от внешнего мира, так и для того, чтобы воздействовать на внешний мир. Однако он существует независимо от существования тела. Более того, идеализм считает, что, хотя при некоторых формах своей деятельности дух использует тело, есть и такие формы его деятельности, в которых он тело не использует. Например, дух пользуется телом в своей чувственной деятельности, но не пользуется им в чисто интеллектуальной или духовной деятельности. По существу это очень древняя концепция. Так, некоторые первобытные народы считают, что душа – тончайший пар. Именно такое значение и имело первоначальное слово «дух», который обитает в теле, но может покидать его и вести независимое существование. Например, душа покидает тело во время сна, уходя через рот. Кроме того, душа может попасть не в то тело, из которого она вышла, как у одержимых. Лунатизм и эпилепсию объясняют тем, что в тело больного вселился злой дух, и как момент этого первобытного понимания души вырастает представление о том, что душа существует после смерти человека, а также до его рождения. Идеалистические философские теории относительно духа представляют собой в конечном итоге те же суеверия, только в более утонченной и рационализированной форме. Среди таких утонченных и рационализированных суеверий существует учение о том, что дух и тело — две различные субстанции. Субстанция духовная и субстанция материальная. Материальная субстанция или тело имеет протяженность, вес, передвигается в пространстве. Духовная субстанция или дух мыслит, познает, чувствует, желает. Такая точка зрения все еще очень распространена. Полагают, что такие свойства, как способность мыслить, чувствовать и так далее, настолько абсолютно отличны от свойств материи, что как бы тесно наше мышление и чувства не были связаны с состоянием нашего тела, они относятся к нематериальной субстанции, духу, абсолютно отличному от тела. Идеализм, который исходит из того, что дух отделим от тела, считает так же, что мысли, чувства и так далее отнюдь не являются продуктом какого бы то ни было материального процесса. Например, если мы мыслим и чувствуем, если мы действуем разумно, то это объясняется не условиями нашего материального существования, а независимой деятельностью нашего духа. Допускается, правда, что дух использует органы тела, однако разумное поведение – результат того, что тело одушевляется, проникается и контролируется нематериальным началом или духовным существом, то есть духом. Однако таким идеалистическим теориям, как ни широко они распространены, издавна противопоставлялись материалистические взгляды. С точки зрения материализма, дух не только неотделим от тела, но все психические функции зависят от соответствующих органов тела и не могут без них осуществляться. Анализируя любые сознательные и разумные действия людей, можно выявить материальные причины, которыми они были вызваны. Стало быть, не только эти действия не являются исключительно продуктом духа, но и самый дух есть продукт, высший продукт материи. Современный материализм, вооруженный результатами научных исследований в области различных форм органической жизни и эволюционным учением, в состоянии решительно опровергнуть идеалистическое представление о духе. Дух — продукт эволюционного развития жизни. У живых организмов, достигших известной ступени развития нервной системы, например, у животных, могут развиться и развиваются определенные формы сознания. В ходе эволюции сознание в конечном итоге достигает стадии мышления, являющегося деятельностью человеческого мозга. Психические функции — от высших до низших — суть функции организма, функции материи. Дух — продукт материи на высшей ступени ее организации. Признание этого факта кладет конец представлению о том, что дух или душа отделимы от тела, могут покидать его и существовать после него. Дух без тела — просто абсурд. Дух не существует отдельно от тела. Говорить, что дух не существует отдельно от тела, не значит, однако, отрицать наличие психических процессов или утверждать, что человеческий дух — миф. Конечно, дух, сознание, мысль, воля, чувства, ощущения и так далее реальны. Материализм не отрицает реальности духа. Он отрицает лишь, что фактор, который называют духом, существует отдельно от тела. Дух не представляет собой фактора или субстанции, существующих отдельно от тела. Это положение можно проиллюстрировать обычным употреблением слова «дух». Философы и богословы воображали, будто дух существует сам по себе, будто ему присущи особые качества и деятельность, не связанные с телом. Но когда мы в практической жизни употребляем слово «дух», то вовсе не вкладываем в него такого смысла. Предположим, например, что вас спросили, что у вас на уме? Это просто означает, о чем вы думаете. Иными словами, это вариант вопроса «что вы делаете?». Это вовсе не означает, что существует вещь, называемая духом, независимая от тела. И точно так же, если вам скажут, вы имеете первоклассный ум, или у вас непросвещенный ум, или вы должны развить свой ум, все это воспринимается как замечание, относящееся к некоторым вашим обычным действиям. Если вы умерли, или, скажем, получили ушиб головы, или же деятельность вашего мозга нарушена по каким-нибудь другим причинам, то подобные высказывания о вашем духе теряют смысл, поскольку деятельность духа, о которой в них говорится, больше невозможна в связи с тем, что средства ее осуществления уничтожены. Таким образом, человек наделен духом постольку, поскольку он мыслит, чувствует, желает и так далее. Однако вся эта деятельность, деятельность и функции человека, материального существа, организованного тела, зависящие от соответствующих органов тела. При наличии соответствующим образом организованного тела и соответствующих условий жизни, эта деятельность возникает и развивается. Если уничтожить тело или его органы, то вместе с ними будет уничтожена и эта деятельность. Всякие психические функции и всякая психическая деятельность, которые будто бы представляют собой продукт духа, существующего отдельно от материи, в действительности являются продуктом материи. Дух есть продукт материи. Сознание и нервная система Мыслить и чувствовать способны не все тела, а лишь органические живые тела. И не всякое живое тело проявляет эти формы деятельности, связанные с развитием духа. Фактически, появление духа связано с эволюцией центральной нервной системы у животных. Когда у живых тел развилась нервная система и когда развитие центральной нервной системы привело к появлению мозга, возникли элементарные функции духа, сосредоточенные вокруг ощущения. С дальнейшим развитием головного мозга, коры и ее высших центров, которые имеются у человека, возникают высшие функции духа, функции мышления. Мозг — орган мысли, мышление — функция мозга. В наше время мало кто станет оспаривать эти твердо установленные факты. Тем не менее, широко распространены верования, противоречащие им. Такова, например, вера в личное бессмертие. Люди, верящие в загробную жизнь, обычно полагают, что в нашем будущем сознательном существовании, после смерти многое станет нам яснее, чем сейчас. Другими словами, они верят, что наш дух может достигнуть полного развития лишь после смерти. Они считают, что поскольку мозг вовсе не является органом мысли, наше мышление достигнет совершенства лишь тогда, когда у нас больше не будет мозга, чтобы посредством его мыслить. Владимир Ильич Ленин считал, что для анализа и объяснения психических процессов, для понимания их характера и происхождения необходимо прямо взяться за изучение материального субстрата психических явлений, нервных процессов. Ленин, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Основы их изучения заложили труды великого физиолога Ивана Петровича Павлова. Каковы же основные выводы Павлова, имеющие отношение к данной проблеме? Организм и окружающая среда. До Павлова принято было считать, что нервная система выполняет прежде всего функцию координирования действий различных частей организма. Чарльз Шерингтон назвал это объединяющим действием центральной нервной системы. Павлов, однако, подчеркивал необходимость изучения второй, чрезвычайно важной стороны физиологии нервной системы, ибо он считал, что нервная система устанавливает связь прежде всего не между отдельными частями организма, которой мы главным образом занимались до сих пор, а между организмом и окружающей средой. Первейшая функция центральной нервной системы заключается не просто в том, чтобы регулировать деятельность различных частей организма в их взаимоотношении друг с другом, а в том, чтобы регулировать функционирование организма в целом в его взаимоотношении с окружающей средой. В результате функционирования нервной системы животный организм в ходе своей жизнедеятельности устанавливает сложные взаимоотношения с окружающей средой, благодаря чему он способен существовать в этой среде, удовлетворять свои потребности и определенным образом реагировать на определенные условия. Таким образом, взаимоотношение животного с окружающей средой заключается в том, что оно активно познает окружающую среду, соответствующим образом реагирует на происходящее и, в свою очередь, предпринимает ответные действия. Для осуществления всего этого животное использует органы чувств и различные части организма, а органом, контролирующим весь процесс, является мозг. Самый простой вид рефлекса, при котором раздражитель, действуя на органы чувств, вызывает ответное действие мускулатуры, представляет собой взаимоотношение или связь между животным и окружающей средой. Тот или иной раздражитель вызывает то или иное ответное действие. Это и есть активное взаимоотношение животного с внешней средой. Павлов показал, что активное взаимоотношение животного с окружающей средой начинается с некоторых устойчивых и постоянных связей между животным и внешним миром, которые он назвал безусловными рефлексами, и развивается далее путем образования временных и меняющихся связей, которые он назвал условными рефлексами. Чтобы изучить развитие рефлексов, Павлов использовал тот широко известный факт, что животные, готовясь принять пищу, выделяют слюну слюнными железами. Так, если собаке дается пища, у нее выделяется некоторое количество слюны. Это простой, безусловный рефлекс. Животному дается пища, и во рту его появляется слюна. Затем Павлов установил, что если кормление собаки каждый раз сопровождать звоном колокольчика, то через некоторое время у нее станет выделяться слюна всякий раз, как она услышит звук колокольчика. Даже в том случае, если пищу ей еще не дали. Этот рефлекс он назвал условным, поскольку в результате определенных условий, например, постоянного сопровождения звука колокольчика кормлением, собака приучается реагировать на звук колокольчика. В то время, как реагировать на пищу, ее приучать не приходится. Другими словами, собака научилась ассоциировать звук колокольчика с кормлением, и, услышав колокольчик, она ждет еду и уже готова к принятию пищи, даже до того, как ей фактически дали есть. В то время, как безусловные рефлексы принадлежат к числу наследственных признаков животного, развившихся в ходе эволюции видов, условные рефлексы вырабатываются в течение жизни данного индивидуума и, возникнув, могут быть также изменены или уничтожены. Так, если через некоторое время звук колокольчика больше не будет сопровождаться кормлением, собака перестанет на него реагировать. Можно также приучить ее реагировать не на всякий звон колокольчика, а лишь на звон определенного тона и так далее. Механизм рефлексов обнаруживается в мозге у животных в связях между его чувствительными и двигательными центрами. Чувствительные центры отличаются от двигательных. Функция первых заключается в том, чтобы воспринимать сигналы, а вторых — в том, чтобы посылать их. Они связаны между собой таким образом, что когда сигнал поступает от органов чувств в чувствительные центры, он переходит далее в двигательные центры, которые затем передают его мышцам, железам и так далее. Так что данное раздражение вызывает соответствующее ответное действие. Таким образом, безусловный рефлекс основан на устойчивой и постоянной связи между чувствительными и двигательными центрами мозга. Условные же рефлексы основаны на временных, изменчивых и обусловленных связях, образующихся между чувствительными и двигательными центрами на протяжении жизни животного. Эти связи между воспринимающими и двигательными центрами в мозге животного осуществляют связи между животным и внешним миром. Функция связей, существующих в мозге животного, состоит в том, чтобы связывать животное с внешним миром, то есть с окружающей средой. Так, безусловная связь между едой и отделением слюны, существующая в мозге собаки, связывает собаку с окружающей средой таким образом, что когда собака получает пищу, она уже готова принимать и переваривать ее. Условная же связь между звуком колокольчика и отделением слюны, возникшая в мозге собаки, связывает ее с окружающей средой таким образом, что когда звонит колокольчик, который собака приучилась ассоциировать с кормлением, она опять-таки готова к приему пищи. Животное может существовать лишь благодаря связям с окружающей средой, то есть внешним связям, которые устанавливаются через посредства внутренних связей в его мозге. Павлов показал, что эти связи животного с внешней средой создаются путем развития условных связей из безусловных, то есть путем развития условных рефлексов из безусловных. Резюмируем. Безусловная связь есть относительно постоянная, унаследованная связь между животным и окружающей средой. Например, если перед глазами животного что-нибудь неожиданно промелькнет, веки его быстро сомкнутся. Это безусловная связь, которая обеспечивает защиту глаз. Животное, совершенно независимо от меняющихся условий, в которые оно попадает, вступает во взаимоотношения с окружающим миром благодаря таким рефлексам. Оно уже рождается с этими рефлексами, выработавшимися в ходе эволюции вида. Условная же связь есть временная, весьма изменчивая связь между животным и окружающей средой, которая возникает в течение жизни данного индивидуума и может исчезнуть так же, как и появилась. Например, собака может бегать за получением пищи в определенное место. Эта связь устанавливается в ходе ее жизни. Она привыкла искать пищу в определенном месте, ее к этому приучили. Если же условия меняются, соответственно, можно изменить и условные связи. Собака может научиться искать пищу в другом месте. Павлов показал, что функция нервной системы высших животных заключается в приобретении и установлении между животным и внешней средой временных и меняющихся связей, посредством чего животное приспосабливает свои реакции к меняющимся условиям окружающей среды, а также, действуя на окружающую среду, приспосабливает ее к своим потребностям. Эта функция осуществляется в мозге, и поэтому Павлов назвал мозг органом сложнейших отношений животных к внешнему миру. Деятельность и сознание. Ощущение. Павлов утверждал, что психическая деятельность не что иное, как высшая нервная деятельность, и что различные стороны психической жизни должны быть объяснены данными, полученными в результате исследований высшей нервной деятельности. Павлов говорил, что мы еще слишком глубоко заражены дуалистическим представлением о том, что душа и тело – это совершенно разные вещи. Ученый не должен проводить такое разграничение. Психическая деятельность – есть деятельность мозга, а если мозг – орган самых сложных отношений животного к внешнему миру, то мы должны считать психическую деятельность частью той деятельности, посредством которой животное вступает в отношение к внешнему миру. Основой ее является создание условных рефлексов. Психическая жизнь животного начинается тогда, когда вещи принимают для него какое-то значение, а это, в свою очередь, происходит именно тогда, когда животное в результате образования условных рефлексов начинает учиться устанавливать связь одного фактора с другим. Тот или иной фактор приобретает для животного значение лишь тогда, когда оно приучается связывать его наличие с другими факторами. Например, собака приучается связывать определенного вида раздражения, испытываемое органами обоняния, с наличием определенной пищи или с присутствием другой собаки, или же с присутствием хозяина и так далее. Животное постоянно подвергается бесчисленным раздражениям, действующим на его внешние и внутренние органы чувств и научается связывать разнообразные раздражители с разнообразными факторами. Таким образом, различные раздражители становятся для животного не просто раздражителями, автоматически вызывающими неизменную реакцию, а системой сигналов о внешнем мире и о его отношениях к внешнему миру. Причем эти сигналы вызывают у животного самые разнообразные ответные действия. Так, животное начинает активно познавать окружающее, а это есть по существу активное состояние, а не пассивное. Познавать окружающее значит не только подвергаться его воздействию, но и отвечать на него определенным образом. Познание означает прежде всего, что животное с помощью органов чувств выделяет некоторые особенности окружающих его предметов из внешней среды в целом и отвечает на них определенными действиями. Например, оно выбирает себе пищу с помощью обоняния, осязания и зрения, а затем съедает ее. Далее, если животное узнает окружающее, это значит, что оно придает значение различным чертам окружающих предметов, то есть связывает их с другими предметами. Например, определенные факторы становятся для животного сигналами о наличии пищи или о приближении опасности и так далее, и животное отвечает на это соответствующими действиями. Таким образом, активное познание животным окружающего, возможное благодаря образованию условных рефлексов, означает, что животное научается связывать раздражение, которое оно фактически получает с другими факторами, не оказывающими на него в данный момент непосредственного воздействия. Таким образом, у животных появляется способность ожидать и учиться на опыте. Следовательно, образование условных рефлексов кладет начало различию между субъективным и объективным. Это различие, которое вызывало у философов столько умозрительных предположений и было так мистифицировано, объясняется естественным путем. Дело в том, что различие между субъективным и объективным появляется в тот момент, когда животное начинает познавать предметы. Это просто различие между всей суммой фактически существующих материальных условий и отдельными их сторонами, которые животное познает с одной стороны и тем значением, которое оно им придает, с другой. Значит, противопоставление субъективного, объективному, психического, физическому, познания тому, что познается, возникает в результате развития высшей нервной деятельности животного путем установления через посредство условных рефлексов еще более сложных отношений животного к внешнему миру. Субъективное отличается от объективного, ибо а. Животное познает лишь отдельные части или отдельные стороны окружающей среды, а не всю окружающую среду в целом. б. Значение, которое оно придает предметам, может быть неправильным. Это значит, что субъективно между предметами могут быть установлены не те связи, которые существуют между ними объективно в действительности. Объективное первично по отношению к субъективному, ибо а. Существование вещей есть условие познания их, тогда как познание вещей не есть условие их существования. б. Вещи существовали задолго до того, как у животных организмов возникло или могло возникнуть их познание. Поэтому источником сознания является деятельность нервной системы, выражающаяся в создании сложных и изменчивых связей с внешним миром, когда, благодаря образованию условных рефлексов, раздражения, которые получает животное, начинают играть для него роль сигналов, когда оно научается распознавать эти сигналы и регулировать в соответствии с ними свое поведение, в нервной деятельности животного возникает новое качество, а именно сознание. Сознание не есть мистическое нечто, возникающее параллельно с процессом материальной жизни мозга наряду с ним. Оно представляет собой новое качество, которое отличает этот жизненный процесс. Деятельность мозга становится сознательным процессом в результате того, что мозг функционирует как орган сложнейших отношений животных к внешнему миру. Сознание есть качественно новое отношение животного к внешнему миру, осуществляемое в процессе жизнедеятельности мозга. Это отношение приобретает такой характер, при котором животное познает окружающее в результате возбуждения различных мозговых центров и установления в мозге различных связей. Поскольку животное живет, имея такие отношения с внешним миром, оно сознательно, и его существование есть существование сознательное. Простейшей формой сознания животных является сознание чувственное или ощущение. Оно возникает на той ступени, когда в результате образования условных рефлексов различные раздражения, которые воздействуют на органы чувств животного, приобретают для него значение и начинают играть роль сигналов. Внешнему наблюдателю эти раздражения представляются просто изменениями в органах чувств, на которые животное отвечает определенными действиями. Но существование животного между тем приобретает характер чувственно-сознательного существования. Процесс, совершающийся в мозге животного, или, вернее, часть этого процесса, становится процессом сознательным, в котором раздражение, воздействующие на органы чувств, становятся ощущениями. Когда в процессе жизни для животного возникает различие между объективным и субъективным, его ощущения становятся фактическим содержанием субъективной стороны его существования, другими словами, содержанием его сознания. Все ощущения животного играют для него роль сигналов о различных факторах и связях с этими факторами. Поэтому Павлов называл ощущения субъективными сигналами объективных отношений организма к внешнему миру. Он указывал, что ощущения составляют сигнальную систему животного, то есть систему таких субъективных сигналов. Приобретая такую сигнальную систему, животное тем самым приобретает опыт и способность усваивать этот опыт. Это важная новая сторона его существования появляется вместе с чувственным сознанием и развивается в процессе постепенной эволюции животных организмов от низших форм к высшим. В ходе развития чувственного сознания у высших животных ощущение переходит в восприятие. Термином ощущение мы обозначаем определенные сигналы о связях между животным и внешней средой, возникающих из различных раздражений различных органов чувств. Таким образом, ощущение света или цвета суть результат раздражения глаза. Звук уха, запах носа и так далее. Многие психологи и философы рассматривали ощущение как просто пассивное получение раздражений органами чувств. По этой причине они часто называют ощущение впечатлениями, подразумевая под этим, что ощущение просто след внешнего объекта, запечатляемый в органе чувств. Однако, напротив, ощущение является по существу деятельностью мозга, активной ответной реакцией воспринимающих частей мозга на раздражение органов чувств. Раздражение, получаемое органом чувств, только тогда становятся ощущениями, когда они включаются в область деятельности мозга и становятся сигналом определенных связей с внешним миром. Ощущение развивается в восприятии, когда в этой воспринимающей деятельности мозга имеет место объединение в одно целое ответных реакций на многие чувственные раздражения. Непрерывно реагируя на сигналы, получаемые от ощущений и узнавая их, животное учится связывать ощущения воедино, так что в единстве они дают комплексное представление о сложных объектах в сложных отношениях, именно то, что мы называем восприятием, как отличное от ощущений. Под восприятием мы подразумеваем познание сложных объектов в сложных отношениях, которые у высших животных являются продуктом их ощущений. Таким образом, восприятие представляет собой дальнейшую ступень в использовании сигнальной системы ощущения. Развитие высшей психической деятельности человека. Павлов заложил основы исследования высшей психической деятельности человека, речи и мышления. Для высших животных, включая человека, ощущения служат сигнальной системой, системой сигналов об объективных отношениях между организмом и внешним миром. Из этой системы проистекают и восприятия животных. Павлов указывал далее, что кроме этой сигнальной системы, общей для человека и животных, человек обладает также второй сигнальной системой, присущей только ему. В развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности, писал Павлов. Для животного окружающая среда и его взаимоотношения с ней сигнализируются раздражениями, получаемыми органами чувств, через посредство активного ответа на эти раздражения в воспринимающих участках мозга. Другими словами, животное познает внешнюю среду с помощью ощущений, и этот вид познания переходит в восприятие. Это относится также и к человеку, ибо мы чувственно познаем внешние предметы через посредство наших ощущений и восприятий. Это первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными, писал Павлов, но слово составило вторую, специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. Итак, Павлов считает человеческую речь второй сигнальной системой, развившейся в результате деятельности человеческого мозга, в дополнение к первой сигнальной системе, ощущениям. Он видит в развитии второй сигнальной системы основу развития всей высшей психической деятельности человека. Павлов рассматривал ощущения, первые сигналы действительности, общие у человека с животными, как конкретные сигналы. Это сигналы о тех или иных конкретных предметах и непосредственных связях с этими конкретными предметами. Предположим, например, что я что-нибудь ищу, ну, скажем, запонку, упавшую на пол. Определенные зрительные ощущения служат для меня сигналом о том, что я нашел то, что искал. Это определенное ощущение служит для меня сигналом о том, где находится в настоящий момент определенный конкретный предмет. Слова же действуют как сигналы по-другому. Слова, говорил Павлов, действуют не как первая сигнальная система или ощущение, являющееся сигналом о тех или иных конкретных предметах, а скорее как сигналы первых сигналов. Например, если я скажу какому-нибудь человеку, помогите мне, пожалуйста, найти запонку, то слово запонка будет для него и для меня сигналом о характере ощущения, ассоциирующегося с той вещью, которую мы ищем. Конечно, человек, к которому я обратился, не понял бы меня, и слова не смогли бы в данном случае сыграть роль сигналов, если бы они не являлись сигналами первых сигналов, то есть, если бы они не ассоциировались с определенными ощущениями, с определенным опытом. Раз речь возникает как система сигналов первых сигналов, то значит, то, что мы говорим, зависит от наших намерений. Получаемые нами ощущения зависит от того, какими внешними предметами или внутренними процессами организма они вызваны. Наши ощущения зависят от того, что фактически наличествуют именно в данном месте и именно в данный момент, но возможность употребления слов не ограничивается такими пределами. Отсюда следует, что вторые сигналы, какими является речь, представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее специально человеческое высшее мышление. Павлов. Поскольку слова действуют как сигналы первых сигналов, а не как конкретные сигналы, они обозначают не только данные конкретные предметы, которые непосредственно дают знать о своем присутствии через ощущения, а предметы вообще, вызывающие ощущения определенного рода. Говорящий обозначает словами не только данные конкретные предметы и связи, а роды предметов и связи с предметами, о которых сигнализируют ощущения. Стало быть, слова выполняют абстрагирующую и обобщающую функцию, ибо ими можно обозначать предметы вообще и общие связи между предметами. Из этой абстрагирующей и обобщающей функции второй сигнальной системы речи вытекает вся высшая психическая деятельность, присущая лишь человеку, формирование понятий, мышления. Вторая сигнальная система речь возникает и функционирует лишь в неразрывной связи с первой, из которой она развилась и от которой она ни при каких обстоятельствах не может быть отделена. Две сигнальные системы в человеческом мозге находятся в постоянном взаимодействии. Поэтому было бы совершенно неправильно считать, что вторая сигнальная система может развиваться отдельно от первой, что мышление человека развивается независимо от его ощущений, от конкретных условий его материальной жизни. Без ощущения не может быть ни речи, ни мысли, ибо вторые сигналы развиваются лишь как сигналы первых сигналов. В то же время развитие первой сигнальной системы у человека в свою очередь обусловлено развитием второй. Развитие у человека восприятия предметов обуславливается и направляется его идеями о них. Это можно проиллюстрировать, например, тем фактом, что у детей называние предметов является необходимым моментом развития органов чувств. Чтобы понять связь между второй сигнальной системой и первой, а также функцию абстрагирования и обобщения, выполняемую второй сигнальной системой, мы должны вспомнить, что уже животное путем создания условных связей с предметами через посредство ощущений приучается реагировать на них и различать то общее, что присуще различным предметам, то есть это уже есть распознавание универсального или общего в частном. Например, у собаки различные запахи ассоциируются с различными предметами, а это означает, что она узнает один и тот же определенный запах в различных случаях. Другими словами, она распознает общее в частном. Ясно, что от двух фонарных столбов пахнет по-разному. Однако собака может узнать в их запахах один, уловить в их запахах нечто общее. То общее, что будет в двух аналогичных ощущениях, которые возникнут у собаки при обнюхивании двух столбов, послужит для нее сигналом о том, что у обоих столбов побывала другая собака. Когда человек пользуется словами как второй сигнальной системой, он использует различные слова, чтобы выделить, абстрагировать и обобщить то, что есть одинакового в различных ощущениях. Все слова выполняют эту функцию абстрагирования общего от частного. Человек не только распознает общее в частном, как это свойственно животным, но и абстрагирует общее от частного, находя для него определенное слово. Сначала должны быть ощущения и познания всеобщего в частном с помощью ощущений. Лишь затем может следовать абстрагирование всеобщего от частного через посредство слов. Развитие у человека второй сигнальной системы из первой определяется особыми условиями. Оно объясняется тем, что человек вступает во взаимоотношения с окружающей средой не только так, как другие животные, а в человеческом обществе иными и совершенно новыми способами. Нечто качественно новое появляется в поведении человека, и тем самым нечто новое появляется и в деятельности человеческого мозга. Создавая с помощью рук орудия производства, люди построили человеческое общество и совершенно изменили свой образ жизни. От образа жизни, свойственного животным, они перешли к образу жизни, свойственному человеку. В ходе этого процесса, в общественной жизни и в качестве ответа на ее потребности и возникла речь. Вторая сигнальная система, речь, создана человеческим мозгом, в результате производственной деятельности и социального общения людей. Глава вторая. Дух как продукт и отражение материи. Существенная черта психических процессов состоит в том, что в их ходе и через их посредства организм беспрестанно устанавливает сложные и меняющиеся связи с окружающей средой. Поэтому процессы сознания суть процессы отражения внешней материальной действительности. Сознание есть отражение материального мира в процессе жизнедеятельности мозга. Психические процессы суть процессы деятельности мозга, путем которых устанавливаются взаимоотношения между организмом и окружающей средой. Исследования Павлова подтверждают, расширяют и развивают взгляды о взаимоотношениях между материей и духом, которых придерживались основоположники марксизма. В этой главе мы кратко изложим суть этих взглядов и противопоставим их точке зрения идеализма. Первое. Идеализм считает, что психические функции суть функции духа, который может существовать отдельно от тела. Марксизм, однако, считает психические функции функциями высшего продукта развития материи, а именно мозга. психические процессы, процессы мозга, процессы вещественного, телесного органа. Существенная черта психических процессов заключается в том, что в их ходе и через их посредства животное непрерывно устанавливает самые сложные и изменчивые связи с окружающим миром. Воспринимая предметы, мы вступаем во взаимоотношения с внешними объектами благодаря перцептивной деятельности мозга. Думая же о тех или иных предметах, мы вступаем во взаимоотношения с внешними объектами благодаря мыслительной деятельности мозга. Считая сознание функцией духа, существующего отдельно от материи, идеализм выдвигает интроспективный метод как средство ознакомления с явлениями нашего сознания. Это является, так сказать, методом внутреннего наблюдения за собственным сознанием и попыток анализировать то, что в нем обнаруживается. Характерным примером применения интроспективного методов современной психологии может служить психоанализ. психоанализ развился как специальный прием контролируемого самонаблюдения, осуществляемого пациентом совместно с психоаналитиком. Психоаналитик утверждает, что побуждая пациента говорить все, что тому приходит в голову, рассказывать свои сны и так далее, он тем самым выявляет под сознанием целое царство бессознательного. Была разработана весьма сложная теория о различных сторонах духа, об их взаимоотношениях и функциях, осознательном и подсознательном, об эгоид и суперэго. Это не что иное, как дальнейшее распространение метода, к которому прибегают все стоящие на позициях идеализма философы и психологи, когда они пытаются анализировать составные части человеческого сознания, классифицируя их, устанавливая между ними связь и прослеживая их развитие, всегда рассматривая при этом сознание как самостоятельный мир, оторванный от мира материального. Применяя подобный метод, многие философы-идеалисты пришли к выводу, что восприятие и идеи, составляющие содержание сознания, представляют собой особые объекты, обладающие психическим существованием, не связанным с материальным существованием объектов, находящихся за пределами нашего сознания. По мнению таких философов-идеалистов, все окружающие предметы, которые мы познаем в нашей сознательной жизни, вовсе не являются материальными, и нам известны лишь наши представления о вещах, но не вещи в себе. Так английский философ Джон Локк, делая явные уступки идеализму, писал, «У души во всех ее мыслях и рассуждениях нет непосредственного объекта, кроме ее собственных идей, которые одни она созерцает и может созерцать». Отсюда идеалисты заключают, что свойства вещей в себе известны только Богу, ибо по их мнению наши ощущения и идеи представляют собой нечто вроде стены в нашем сознании, отделяющей его от внешнего мира. Некоторые идут еще дальше и утверждают, что вообще нет никаких оснований верить в существование внешних материальных предметов. Существует только наш дух, его ощущения и идеи. «Если существуют внешние тела, писал Джордж Беркли, то мы никоим образом не можем приобрести знания о том, а если их нет, то мы имеем такие же основания, как и теперь допускать их существование». Однако есть иной метод изучения нашего сознания, а именно научный метод, изучающий живые организмы, которым присуще сознание, в их активных взаимоотношениях с окружающей средой. Этот метод был принят Марксом и Энгельсом, а впоследствии Павловым. Этот метод не рассматривает сознание как особый объект интроспективного наблюдения. Напротив, он, выражаясь словами Маркса и Энгельса, исходит из того, что сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. Итак, он не изучает сознание так, словно оно существует абстрагировано от жизнедеятельности живых организмов, которым присуще сознание. Напротив, он изучает их сознательную деятельность. Как мы уже говорили, суть сознательной деятельности состоит в установлении сложных и меняющихся активных взаимоотношений между организмом, которому присуще сознание и окружающей средой, а эту функцию выполняет мозг. Следовательно, процессы сознания есть те процессы, через посредства которых мы устанавливаем взаимоотношения с внешним миром. Наши ощущения и представления вовсе не препятствуют познанию нами внешних предметов. Напротив, они являются средствами их познания. Ощущения есть непосредственная связь сознания с внешним миром, писал Ленин. Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего мира. Ленин. Материализм и эмпериокритицизм. Придерживаясь научного подхода к природе сознания, марксизм отрицает идеалистическую теорию, которая считает, что когда мы воспринимаем, чувствуем или мыслим, происходят два независимых процесса – материальная деятельность мозга и психическая деятельность сознания. Марксизм же считает, что происходит только один процесс, а именно материальная деятельность мозга. Психическая деятельность – всего-навсего одна из сторон деятельности мозга как органа самых сложных взаимоотношений с внешним миром. Маркс писал, что мышление есть процесс жизнедеятельности человеческого мозга. Сознание есть продукт развития материи. Второе. Идеализм считает, что такие явления, как восприятие, чувствование и мышление, не могут быть результатом деятельности какой-либо материальной системы. По мнению идеалистов, особое качество сознания, которое отличает психические процессы, не есть результат какого бы то ни было возможного сочетания материальных условий, а есть качество, абсолютно несовместимое со всеми качествами материальных систем. Идеализм приходит к выводу, что такое качество может быть присуще лишь чему-то нематериальному, а именно духу. Марксизм, однако, считает, что сознание есть продукт развития материи, а именно живых организмов с центральной нервной системой, и что ощущения, чувствования и мышления являются, по сути дела, высшим продуктом материи. Но если поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, писал Энгельс, то мы увидим, что они продукты человеческого мозга, и что сам человек продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместе с ней. Энгельс антидюринг. «Тот вещественный, чувственно воспринимаемый мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир, и, писал далее Энгельс, наше сознание и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни казалось, является продуктом вещественного телесного органа, мозга. Материя не есть продукт духа, а дух сам есть лишь высший продукт материи». Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Когда по мере развития нервной системы животное вступает в активные взаимоотношения с окружающей средой, благодаря образованию условных связей, процесс нервной деятельности становится процессом сознательной деятельности, процессом ощущения, а у человека процессом мышления. Следовательно, ощущения и мышления суть особые продукты процесса нервной деятельности. Ощущение, писал Владимир Ильич Ленин, является одним из свойств движущейся материи. Материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущения. Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и так далее, то есть от определенным образом организованной материи. Ощущение, мысль, сознание есть высший продукт особым образом организованной материи. Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Сознание есть отражение материального мира. Идеализм, который исходит из того, что дух существует независимо от тела и что восприятие и мысли не могут являться продуктом какого-либо материального процесса, считает, что восприятие и мысли представляют собой порождение духа, что они заполняют наше сознание независимо от существования внешних материальных объектов. Однако марксизм считает, что восприятие и мысли представляют собой не что иное, как отражение материальных объектов. Процессы сознания суть процессы отражения внешней материальной действительности и все порождения сознания представляют собой не что иное, как отражение материального мира. Маркс писал, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Маркс капитал. Он считал, что в процессе мышления, да и сознания вообще, происходит отражение различных сторон материального мира в ходе особого материального процесса, а именно в процессе жизнедеятельности мозга. В нашем сознании различные стороны материального мира преобразуются в формы сознания, восприятия и мысли. Они воспроизводятся в процессе жизнедеятельности мозга в формах, свойственных его жизнедеятельности. Так, например, свойства различных тел, поглощающих свет или отражающих его, воспроизводятся в ходе воспринимающей деятельности мозга в форме ощущений цвета. Далее взаимоотношения между предметами и их общие черты воспроизводятся в ходе мыслительной деятельности мозга в форме понятий. Что мы понимаем под отражением, когда говорим, что сознание есть отражение материальной действительности? Мы должны обратить особое внимание на следующие четыре черты этого процесса. Материальная действительность первично, а ее отражение в психике вторично или производно. А. Процесс отражения включает в себя такую взаимосвязь между двумя особыми материальными процессами, при которой особенности первого процесса воспроизводятся в соответствующих особенностях второго. Первый процесс первичен, а его отражение во втором вторично или производно. Ибо первый процесс развивается совершенно независимо от второго, тогда как воспроизведение особенностей первого процесса путем отражения его во втором не могло бы иметь места, не будь прежде всего этих особенностей, которые могут быть воспроизведены или отражены. Эту основную черту любого процесса отражения можно проиллюстрировать на примере отражения в зеркале. Хотя, как мы увидим, активное отражение внешней действительности в сознании существенно отличается от пассивного отражения, которое дает зеркало. Так, когда те или иные объекты отражаются в зеркале, то ни самое существование объектов, поставленных перед зеркалом, ни характерны их особенности, не зависят от того, отражает ли их зеркало. С другой стороны, отражение в зеркале зависит от того, что перед ним поставлено, и в зеркале не отражается ничего такого, что не воспроизводило бы так или иначе характерных особенностей предметов, поставленных перед зеркалом. Стало быть, предмет первичен, а его отражение вторично или производно. Точно так же существование материальных предметов не зависит от того, сознаем ли мы, что они есть. С другой стороны, в нашем сознании нет ничего такого, что не воспроизводило бы так или иначе нечто существующее в материальном мире. Есть много характерных особенностей предметов, не воспроизводимых в наших ощущениях. Однако нет ни одного нашего ощущения, которое не соответствовало так или иначе какой-то определенной характерной особенности предметов. Есть много связей между предметами и общих черт этих предметов, которые не воспроизводятся в наших понятиях. Однако в нашем уме не может сложиться никакое понятие, которое не воспроизводило бы так или иначе, пусть даже в фантастической форме, как в кривом зеркале, каких-нибудь особенностей предметов или взаимоотношений между предметами. Конечно, в отношении многих понятий создаются впечатления, что они не имеют основы в отражении материальной действительности. Это объясняется просто-напросто тем, что понятия, коль скоро они возникли, можно беспрепятственно сочетать самым фантастическим образом. Например, всем известно, что в понятии «русалка» не отражено какое-то реальное живое существо, но что это понятие образовалось путем сочетания идей о реальных живых существах, а именно женщинах и рыбах. Материалисты могут с полным основанием доказывать, что никакой реальный объект не соответствует понятию «бог», как троицы лиц, обладающих беспредельным могуществом и беспредельным знанием, но что несколько представлений о личности, могуществе, знании и бесконечности сложились как отражение материальной действительности. Поэтому, когда мы говорим, что материальная действительность отражается в сознании, мы подразумеваем, что черты материальной действительности воспроизводятся в сознании, что материальная действительность первична, а ее воспроизведение в сознании вторично или производно. «Наше сознание есть лишь образ внешнего мира», писал Владимир Ильич Ленин, и понятно, само собою, что отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от отображающего. Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Материальная действительность отражается в сознании в формах, определяемых деятельностью мозга. Б. То, что существует в первичном процессе в одной форме, воспроизводится во вторичном процессе, в процессе отражения, в другой форме. То, что существует независимо в одной форме, так сказать, преобразуется в другую форму в процессе отражения. Следовательно, процесс отражения есть процесс преобразования или превращения из одной формы в другую. Причем форма отражения, конечно, зависит от природы процесса отражения. Итак, когда мы говорим, что материальная действительность отражается в сознании, мы подразумеваем при этом, что черты материальных процессов воспроизводятся в другом материальном процессе, а именно в процессе жизнедеятельности мозга, в особых формах, а именно в формах восприятий и мыслей. Эти формы создаются в ходе процессов, совершающихся в мозге, а именно в ходе действия первой и второй сигнальных систем мозга. Таким образом, материальная действительность воспроизводится или отражается в сознании, в формах, которые вызваны практическими потребностями живых, сознательных существ и приспособлены к этим потребностям. Например, наши ощущения – суть отражения в процессе сознания, происходящем в мозге, особенностей материальных предметов. Однако эти особенности сами по себе не есть ощущения, а отражаются в ощущениях, и наши ощущения – та форма, в которой мы их чувственно сознаем и тем самым можем на них реагировать. Например, воспринимая различные цвета, мы видим не предметы, существующие якобы лишь в нашем сознании, как это утверждали некоторые философы, а предметы, которые существуют вне нашего сознания и независимо от него, и свойства которых отражаются в нашем ощущении цвета. Свойства, присущие действительным объектам, например, свойства поглощения и отражения света, отражаются в нашем чувственном сознании в форме ощущений цвета. Владимир Ильич Ленин писал, если цвет является ощущением лишь в зависимости от сетчатки, как вас заставляет признать естествознание, то, значит, лучи света, падая на сетчатку, производят ощущение цвета. Значит, вне нас, независимо от нас и от нашего сознания, существует движение материи, скажем, волны эфира определенной длины и определенной быстроты, которые, действуя на сетчатку, производят в человеке ощущение того или иного цвета. Так именно естествознание и смотрит. Различные ощущения того или иного цвета, оно объясняет различной длиной световых волн, существующих вне человеческой сетчатки, вне человека и независимо от него. Ленин – материализм и эмпириокритицизм. Мышление, опять-таки, более абстрактно, более общее отражает действительность, чем восприятие. В какой форме действительность отражается в нашем мышлении? Она отражается в форме предложений. Мышление выражается в предложениях, в которых, например, подлежащее согласуется со сказуемым, образуя нечто целое. Материальный мир существует не в форме согласования подлежащих и сказуемых. Это согласование есть продукт второй сигнальной системы, мыслительной деятельности мозга. И через его посредства действительность отражается в мышлении. Вот каким образом материальный мир преобразуется в формы мысли. Возьмем любой предмет. Ну, скажем, красный карандаш. Думая об этом предмете, мы выражаем свои умозаключения о нем в предложениях. Например, этот карандаш – красный. Это предложение состоит из подлежащего и сказуемого, которые в нем согласуются. Однако в реальной действительности предмет не делится на такие составные части. Красный карандаш не делится на разные части. Карандаш – подлежащее, и красный – сказуемое. Тем не менее ясно, что если мы говорим «этот карандаш красный», то предложение отражает объективную реальность, карандаш, которая таким образом правильно преобразована в формы мысли. Отражение материальной действительности в сознании происходит через посредство активного взаимоотношения между живым организмом и окружающей средой. В. Отражение всегда представляет собой продукт взаимоотношения и взаимодействия того процесса, в котором происходит отражение, и первичного процесса, который отражается. Источником его является первичный процесс. Таким образом, процесс жизнедеятельности мозга воспроизводит или отражает в своих продуктах, восприятиях и мыслях, окружающую материальную действительность, которая является источником всех восприятий и мыслей, причем отражение происходит в ходе и в результате взаимодействия сознающего организма с окружающей средой. Это взаимодействие регулируется мозгом как органом самых сложных взаимоотношений живого организма с окружающей средой. Мозг непрерывно действует в процессе отражения, непрерывно отражая внешние предметы в сознании. Следовательно, тот способ, которым материальный мир отражается в сознании, определяется активным взаимоотношением между живым, сознательным организмом и окружающей средой, условиями жизни живого существа, как внутренним его состоянием, так и взаимоотношениями с внешним миром. Если учесть это, становится очевидным, что в процессе отражения внешней действительности в нашем сознании отражаемые предметы могут оказаться сильно измененными в их отражении. Отражение в сознании вовсе не похоже на отражение предметов в зеркале. Оно является продуктом сложного процесса взаимодействия, в ходе которого беспрерывно действует мозг. Этим объясняется тот хорошо известный факт, что наше восприятие предметов очень часто вводят нас в заблуждение. Они могут создавать ложные представления о предметах или даже, как при некоторых иллюзиях и галлюцинациях, заставляют нас предполагать присутствие таких предметов, которые в действительности вовсе не присутствуют. Многие философы выступали против материалистической точки зрения, согласно которой сознание отражает внешнюю действительность. Один из доводов, выдвигаемых ими в противовес материалистической точки зрения, основан просто на характере наших восприятий. «Возьмем пени», — говорят они. «Вы считаете, что этот материальный предмет имеет определенную форму и размер, и что, когда вы смотрите на этот материальный предмет, он отражается в ваших восприятиях». Прекрасно. «Если смотреть на пени издалека, он кажется маленьким, а если поднести его близко к глазам, он кажется большим. Если смотреть на него так, он кажется круглым. Если смотреть на него иначе, он кажется эллиптическим». На самом деле, ваше восприятие этого пени отличаются друг от друга самым различным образом, тогда как материальный предмет, образами которого в вашем сознании якобы являются ваши восприятия, не меняется совсем. Как же можно говорить, что восприятия отражают внешнюю действительность, если они меняются, когда последнее остается неизменной? На этот вопрос, который выдвигают с такой самоуверенностью, считая его неопровержимым доводом против теории отражения, очень легко ответить. Философы, рассуждающие таким образом, попросту забыли, что отражение есть активный процесс, обусловленный фактическими взаимоотношениями между организмом и окружающей средой. Таким образом, если мы смотрим на один и тот же предмет с различных расстояний или под разными углами, он, конечно, будет по-разному отражаться в наших восприятиях. Его размер и форма будут меняться. Далее, если мы смотрим на предмет через различные среды, он, конечно, будет выглядеть по-разному. Например, прямая палка, погруженная в воду, кажется согнутой. Далее, отражение неизбежно меняется в зависимости от фактического состояния наших органов чувств. Нажмите на угол глаза, и все предметы, которые вы видите, начнут двоиться. Нагрейте одну руку и охладите другую, а затем опустите обе в миску с водой. Одна рука будет ощущать воду как более холодную, а другая как более горячую. Наконец, поскольку восприятие есть процесс деятельности мозга, неудивительно, что если объекты были раз отражены в ходе этой деятельности, мозг при определенных обстоятельствах может воспроизводить отражение этих объектов, даже если они в данный момент отсутствуют. Мы имеем в виду сны, иллюзии и галлюцинации различного рода. В процессе мышления мы можем еще больше заблуждаться относительно свойств предметов, приписывать им свойства, которыми они не обладают, и думать о предметах, которых вовсе не существует. Посредством мышления мы зачастую устраняем иллюзии, создавшиеся в результате восприятия, но нередко также создаем новые, еще более обманчивые иллюзии. Г. Тот факт, что отражение в сознании есть продукт жизнедеятельности, деятельности организма во взаимоотношении с окружающей средой, означает, что сознание человека, как его восприятие, так и мысли, постоянно обусловлено его опытом и общественной деятельностью. То, что люди воспринимают и то, что они думают, возникает не как непосредственное воспроизведение внешней действительности в восприятии и мысли, а обусловлено их опытом, образом жизни и общественными отношениями. Так хорошо известно, что разница в опыте и образе жизни людей определяет разницу в восприятии ими предметов. Например, восприятия квалифицированного инженера, осматривающего сложную машину, отличаются от восприятия человека, незнакомого с такой машиной, хотя их органы чувств могут быть возбуждены тем же самым способом. Один и тот же сельский пейзаж по-разному воспринимается фермером и горожанином, а художник воспринимает этот же пейзаж и вовсе по-другому. Еще больше разнятся понятия и мысли о тех или иных предметах в зависимости от классовых различий, различий в опыте и воспитании. Более того, у людей идеи о вещах, в свою очередь, оказывают обратное влияние на восприятие. Тот факт, что мы не просто воспринимаем вещи, а составляем себе идеи о них, влияет на восприятие. Другими словами, у человека деятельность второй сигнальной системы, которая первоначально возникает из деятельности первой сигнальной системы, оказывает обратное воздействие на первую сигнальную систему. Это разъяснялось на примерах, приведенных выше. Если у квалифицированного инженера восприятие машины более полное, чем у других людей, то это объясняется тем, что у него больше идей об этой машине, чем у них. Далее, если у художников восприятие предметов может быть более полным, чем у людей, далеких от искусства, то различные художники, в свою очередь, воспринимают вещи по-разному, в зависимости от своих идей о них. Например, это видно из того, что у художников, придерживающихся различных воззрений, совершенно разная манера писать портреты. Одни отображают силу и благородство людей, а другие не воспринимают этих качеств в людях, с которых они пишут портреты. Отражение в нашем сознании окружающей среды и наших связей с окружающей средой является весьма активным фактором в определении нашей деятельности, направленной на изменение окружающей среды. Тот факт, что сознание есть отражение, не означает, что сознание не является активным фактором в жизни. Сознание прежде всего продукт жизнедеятельности, а затем уже продукт, играющий важную роль в управлении той самой деятельностью, продуктом которой оно является. Сознание есть созданное жизнью средство для направления жизни к определенным целям. В самом деле мы можем сказать, что именно поэтому сознание неизбежно должно было возникнуть в ходе эволюции живых организмов. Сознательное существование есть жизнедеятельность, управляемая отражением внешних условий в мозге. Это отражение прежде всего является продуктом активных взаимоотношений организма, обладающего сознанием с окружающей средой. В свою очередь оно активно влияет на дальнейшее развитие этих взаимоотношений через посредство практики людей, меняющих окружающую среду. Сознание человека есть продукт его практики, направляющий эту практику. Наконец, анализируя активную роль сознания, мы должны помнить, что отражение материального мира в сознании принимает не только форму восприятия и мыслей. В своем активном сознательном существовании человек испытывает также эмоции. По мнению многих идеалистов, источником эмоций является внутреннее духовное бытие человека. Однако для материалистов эмоции также представляют собой форму отражения материальной действительности в сознании человека. Они отражают активные взаимоотношения человека с окружающей средой, проявляя активность, подвергаясь в ходе своей деятельности воздействию предметов и занимая определенную позицию по отношению к предметам и возможным их изменениям, человек испытывает эмоции в отношении предметов, причем эти эмоции служат стимулом для его деятельности. В своем сознательном существовании человек не только познает предметы путем восприятия и мышления, но также эмоционально воспринимает активные взаимоотношения с вещами. Таким образом, эмоциональное сознание есть необходимая сторона жизни. Человек вступает в связь с окружающей действительностью, воспринимая ее и составляя представление о ней. Однако эти взаимоотношения должны дополняться эмоциями, которые она у него возбуждает. В свою очередь, эмоции должны определяться и направляться восприятиями и представлениями. Материя и ее отражение. Подведем итоги. Не существует сознания в отрыве от живого мозга. Источник всякого сознания, всего того, что поступает в сознании, есть материальный мир. В сознании происходит отражение материального мира в процессе жизнедеятельности мозга. Именно это отражение и составляет содержание сознания. Поэтому нет двух раздельных и особых сфер существования, материальной и духовной. Нет двух миров, материального и духовного. Существует только материальный мир, только материальные процессы. В ходе материального развития возникает отражение материальных процессов в одном особом материальном процессе – в процессе жизнедеятельности мозга. Когда же мы проводим различия между материальным и духовным, материей и духом, мы проводим различия просто между материальным бытием, его движением в пространстве и во времени, с одной стороны, и его отражением в процессе жизнедеятельности мозга с другой. Оба процесса, и тот, который порождает отражение, и тот, в ходе которого отражение происходит, являются материальными. Однако отражение носит не материальный характер, а психический, то есть оно не материальный фактор, а отражение материи. «Материалистическое устранение дуализма духа и тела», писал Ленин, «состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух есть вторичное, функция мозга — отражение внешнего мира». Ленин — материализм и эмпериокритицизм. «Противоположность материи и сознания», — писал Ленин далее, «имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области, исключительно в пределах основного гносиологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным». За этими пределами относительность данного противоположения несомненна. Глава 3. Общественный труд и общественное мышление. Развитие психических функций человека происходит из его общественной деятельности, эволюционируя от восприятия к мышлению. Способность думать и говорить берет начало в процессе общественного труда, который представляет собой основу общественной деятельности человека. Человеческий мозг, который один способен образовывать общее представление, который один обладает понятийным сознанием, мышлением, представляет собой продукт длительной эволюции форм жизни. Человеческий мозг есть кульминационный пункт эволюции мозга в отношении размеров и структуры. В частности, кора полушарий мозга у человека намного больше, чем у других животных. И значительная часть коры в ходе развития приобрела специальную функцию управления руками и органами речи. Правда, наука только начинает познавать деятельность мозга. Однако известно уже достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что мозг является органом мысли, что мышление осуществляется мозгом, и что мозг в ходе эволюции обязательно должен был достичь определенных размеров и структуры, чтобы он мог стать органом мысли. Биологическое развитие мозга в орган, способный мыслить, произошло на стадии эволюции, предшествовавшей появлению человека. На той стадии, на которой эволюционным путем происходило очеловечение высокоразвитых обезьян. Решающим шагом в эволюции человека явился, пожалуй, тот момент, когда эти животные усвоили прямую походку. В результате высвободилась рука, с помощью которой совершалась вся производственная деятельность человека. Вместе с использованием руки шло ее физическое развитие, превращение в человеческую руку, а вместе с этим и развитие мозга, направляющего деятельность руки в человеческий мозг. Уже у первых людей был такой же мозг, как у нас, подобно тому, как у них были такие же руки, ноги, глаза, носы, зубы, желудки и так далее. Наши органы, включая мозг, не отличаются от их органов, хотя за истекший период мы научились многому, чего они не умели делать. Таким образом, как только в результате биологической эволюции появились человеческий мозг и руки, человек начал новую, особенную эволюцию, свою собственную эволюцию. Эволюция человека — это не биологическая эволюция. Человек развивает свою общественную организацию, технику, культуру и знания, сознательное господство над самим собой и внешней природой. Что касается мозга, то после появления человека развивался не его мозг, а использование человеком своего мозга, шло развитие возможностей, заложенных в мозге. Человек развивал свою материальную деятельность, восприятие и мысли. Тем самым он непрерывно коренным образом преобразовывал жизненные условия и умножал свои возможности и силы. От восприятий к идеям. Мышление возникает только из чувственного восприятия, которое должно ему предшествовать. Для того, чтобы думать о мире, мы должны сначала его воспринимать. Мы не можем составить себе никакого понятия, которое не было бы основано на восприятии, не было бы побуждаемо им. В общем и целом идеи не могут возникать без восприятий, являющихся необходимым материалом, на котором строится деятельность мышления. Например, если бы какой-нибудь человек с детства жил в уединенном месте, то у него мог бы быть такой же полноценный мозг, как и у любого другого, но ему почти не о чем было бы думать, и его идеи и круг этих идей были бы очень ограничены. Точно так же круг идей первобытных народов ограничен по сравнению с кругом идей цивилизованных людей, хотя мозг их ничем не уступает мозгу последних. Наши идеи развиваются по мере того, как обогащается наше восприятие в результате расширения деятельности и общественных связей. Таким образом, мышление развивается из восприятия. Это развитие происходит только в процессе и через посредство активного взаимоотношения с внешним миром, которое люди устанавливают в ходе своей практической общественной деятельности. Само восприятие – не просто пассивное получение впечатлений от внешних предметов. Развитие ощущения в восприятии есть продукт развития активных взаимоотношений с внешним миром. Чем разнообразнее и сложнее активное взаимоотношение организма с окружающей средой, тем разнообразнее и сложнее будет содержание восприятия им этой окружающей среды. Действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений. Писали Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Человеческое восприятие намного шире по масштабам, чем восприятие любого другого животного. Это объясняется тем, что деятельность и интересы человека шире, и что, развивая эту деятельность и интересы, он соответствующим образом развил свои чувства. Благодаря тому, что человек развивал свою деятельность и восприятие, он смог мыслить и развивать идеи, а это, в свою очередь, вызвало дальнейшее развитие его деятельности и восприятий. «Орел видит значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла», – писал Энгельс. «Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей. А чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду». Энгельс. Диалектика природы. «Основа усовершенствования и расширения круга восприятий человека была заложена нашими отдаленными предками, когда они начали приобретать прямую походку, осматриваться вокруг и применять руки не для того, чтобы раскачиваться на ветках деревьев и хватать пищу, а для того, чтобы изготовлять орудия и приспособления. По мере того, как развивалась деятельность человека, расширялись богатства его связей с окружающим миром. У человека усилилась способность к восприятию и шире стал круг его восприятий, а затем появилась вторая сигнальная система – речь, которая знаменует переход от конкретных чувственных восприятий к абстрактным общим идеям. Взаимодействие второй сигнальной системы человека с первой в ходе его деятельности привело к еще большему развитию восприятий, а тем самым и к дальнейшему развитию идей. Способность человеческого мозга к восприятию, а затем и к мышлению, реализовалась и развилась в процессе человеческой деятельности. Труд. Человек живет в обществе и действует сообща с другими людьми. Поэтому, подобно тому, как в ходе общественной деятельности он обогащает свои восприятия, он также в ходе общественной деятельности, исходя из восприятий, начинает формировать идеи, мыслить и развивать идеи. Основой общественной деятельности человека является труд. Именно в процессе труда и через его посредства человек прежде всего расширяет круг своих восприятий и начинает использовать свой мозг для мышления, формирования идей и их сообщения, развития мысли и языка. Таким образом, в труде следует видеть источник и происхождение мышления и языка. «Труд — первое основное условие всей человеческой жизни», — писал Энгельс. «И при том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать, труд создал самого человека». Энгельс — диалектика природы. «В ходе эволюции человека», — указывал Энгельс, «первый решительный шаг был сделан, когда была усвоена прямая походка. Это высвободило руку. Когда же человек начал с помощью руки создавать орудия и приспособления, чтобы использовать их для изменения внешних предметов и производить себе средства к существованию, то это и было подлинным появлением человека и человеческого общества. Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов, писали Маркс и Энгельс. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация этих индивидов и обусловленная ею отношение их к остальной природе. Но установив этот факт, необходимо установить, что же они делают, какова их деятельность, каков их образ жизни. Люди начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни. Шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самую свою материальную жизнь. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Производя средства к существованию и тем самым косвенно производя свою фактическую материальную жизнь, люди в силу своей физической организации начинают действовать именно как люди, развивать общественную организацию и творить свою историю, а тем самым формировать идеи, мыслить и говорить. Отличительные особенности человеческого труда. Каковы же отличительные особенности человеческого труда по сравнению с теми способами, которыми другие животные обеспечивают себе средства к существованию? Первая. Первая отличительная особенность заключается в том, что люди изготовляют орудия производства, изменяя предметы природы с тем, чтобы использовать их свойства для достижения желаемой цели. «Средства труда, писал Маркс, есть вещь или комплекс вещей, которые рабочий помещает между собою и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет. Он пользуется механическими, физическими, химическими свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей целью заставить их действовать в качестве орудия его власти». Маркс, капитал. Животное же собирает и перегруппировывает предметы, находящиеся в непосредственной близости от него, но не преобразует их и не использует их свойства и заложенные в них естественные силы для производства средств к существованию и широкого преобразования окружающей среды в соответствии со своими нуждами. «Орудие означает специфически человеческую деятельность, преобразующая обратное воздействие человека на природу, производство», – писал Энгельс. «И животные, в более узком смысле слова, имеют орудие, но лишь в виде членов своего тела. Муравей, пчела, бобр. И животные производят, но их производственное воздействие на окружающую природу является по отношению к этой последней равным нулю». Лишь человеку удалось наложить свою печать на природу. Он не только переместил различные виды растений и животных, но изменил также внешний вид и климат своего местожительства, изменил даже самые растения и животных до такой степени, что результаты его деятельности могут исчезнуть лишь вместе с общим омертвлением земного шара». Энгельс – диалектика природы. «Животные тоже изменяют своей деятельностью внешнюю природу, хотя и не в такой степени, как человек», – писал Энгельс. «Но когда животные оказывают длительное воздействие на окружающую их природу, то это происходит без всякого намерения с их стороны и является по отношению к самим этим животным чем-то случайным. Чем более, однако, люди отдаляются от животных, тем более их воздействие на природу принимает характер преднамеренных, планомерных действий, направленных на достижение определенных, заранее намеченных целей. Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия. Человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней». Энгельс – диалектика природы. «Таким образом, благодаря труду, человек господствует над природой, производя орудия и используя их так, чтобы заставить природу служить своим целям. В процессе труда, писал Маркс, деятельность человека при помощи средства труда производит заранее намеченное изменение предмета труда – Маркс – капитал. Так, человек, устанавливая господство над природой и меняя ее характер, меняется сам, развивает свои человеческие свойства». Второе. Вторая отличительная особенность человеческого труда вытекает из первой и заключается в его сознательном и общественном характере. Производя орудия и применяя их, заставляя природу и ее силы служить своим целям, человек сознает свои цели, имеет представление о том результате, которого он хочет добиться. Люди работают сообща, согласно сознательному замыслу и плану, чтобы добиться осуществление тех целей, которые они наметили. Когда, например, такие общественные создания, как пчелы, строят сложные сооружения, то они делают это автоматически, следуя инстинкту. Когда же строят люди, то они действуют согласно сознательному плану. «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека», писал Маркс. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, то есть идеально. Маркс. Капитал. Труд, речь и мышление. Этими отличительными особенностями труда, а именно тем, что труд представляет собой использование орудий и приспособлений для изменения внешних предметов человеческими существами, сотрудничающими с целью добиться результатов, которые они заранее сознательно поставили перед собой, объясняется, почему труд неизбежно приводит к появлению речи и мышления и не может развиваться без помощи речи и мышления. Начинавшаяся вместе с развитием руки, вместе с трудом господства над природой расширяла с каждым новым шагом вперед кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того неизвестные свойства. Энгельс диалектика природы. Здесь Энгельс указывает, что труд даже в самой примитивной форме, как, например, создание и употребление приспособлений для охоты и рыбной ловли, заставляет человека воспринимать предметы с большим интересом, обогащает его восприятие, расширяет кругозор, заставляет открывать через посредство практической деятельности на основе восприятий все новые свойства предметов природы. И в самом деле, начиная с этих первых шагов, сменявшие друг друга поколения людей, именно путем упрощения своего господства над природой стали узнавать все новые и новые свойства предметов природы. Каждый этап их продвижения вперед означал обогащение восприятий, новые открытия, расширение кругозора. С другой стороны, пишет Далли Энгельс, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг к другу. Энгельс, диалектика природы. Это что-то, что они должны были сказать друг к другу, касалось прежде всего свойств тех предметов, которые человек может использовать, целей, которые должны быть достигнуты, и результатов, к которым люди должны стремиться в своих совместных действиях. А это можно только сказать, только просигнализировать и выразить с помощью члена раздельной речи, а не с помощью выкриков и жестов, свойственных животным. То немногое, что эти последние, даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может быть сообщено и без помощи членораздельной речи, указывает Энгельс. Диалектика природы. Животные сигнализируют друг другу о присутствии определенных предметов. Вспомним, например, так называемые танцы пчел, посредством которых они показывают, что в определенном направлении находится источник меда. Животные побуждают друг друга к совместным действиям, например, вожак подает клич всей стаи, но и только. Если бы образ жизни животных был таков, что им необходимо было бы что-то сообщать друг другу о различных свойствах предметов, о том, как их следует использовать и о целях, которые они намерены достичь при помощи различных форм совместной деятельности, то они уже не обошлись бы только жестами и выкриками, ибо им необходимо было бы сообщить друг другу не нечто частное, а общее. Однако животные не испытывают такой потребности, а у людей она возникает, как только они начинают выполнять самые элементарные формы общественного труда. Тут у них появляется потребность что-то сказать друг другу, как отметил Энгельс. Тогда они разрабатывают средства, необходимые для того, чтобы это сказать. «Потребность создала себе свой орган», пишет далее Энгельс. «Неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим». Что это объяснение возникновения языка из процесса труда и вместе с трудом является единственно правильным, доказывает сравнение с животными. Энгельс. Диалектика природы. Людям потребовалось сообщать друг другу о свойствах предметов и о том, как надлежит на практике использовать эти свойства. Энгельс показывает, как шло преобразование гортани и органов рта с тем, чтобы люди могли членораздельно произносить слова и предложения, при помощи которых должно осуществляться их общение. В мозге индивидуумов происходит нечто аналогичное этому процессу, а именно впервые описанное Павловым развитие второй сигнальной системы речевых сигналов. Эти последние, в отличие от ощущений, сигнализируют уже не только о непосредственных связях с внешними предметами, а представляют собой абстрагирование от действительности и тем самым помогают делать обобщение. Идеи Вторая сигнальная система знаменует прогрессивное развитие от мозга животного к мозгу человека, от ощущения и восприятия к идеям. Идеи не просто воспроизводят находящиеся непосредственно перед нами предметы в том виде, как они непосредственно воспринимаются индивидуумом через посредства органов чувств. В идеях свойства и взаимоотношения предметов воспроизводятся абстрагировано. Идея о предмете это не образ какого-то конкретного чувственного предмета, а идея о роде предмета. Следовательно, если воспринимаем мы только то, что непосредственно находится перед нами в зависимости от впечатления, которое данный предмет производит на наши органы чувств, то думать о данных воспринимаемых нами предметах мы можем не только в их данной конкретной связи и с данными конкретными свойствами, но и в других связях и с другими свойствами. Дело в том, что идеи о различных родах предметов и об их свойствах и связях возникают у нас в отвлеченном виде, так что мы можем продумать, что нам делать с различными родами предметов и как изменять их свойства в различных целях. В этом и заключается могущество мысли. Мы можем думать о том, что следует делать с предметами, о тех изменениях, которые мы намерены в них внести и о способах осуществления этих изменений. В ходе мышления мы производим эксперименты в голове, продумывая, что следует сделать, что должно произойти, чтобы можно было добиться желательных изменений. Выводы, к которым мы приходим в результате мысленных экспериментов, в дальнейшем проверяются результатами практики. Это и есть самая сущность процесса мышления, возникающего из процессов труда. Здесь следует отметить, что идеи не тождественны образом. Так, идея или понятие о цвете или форме не есть образ цвета или формы, который мы можем создать в своем воображении. Философы-эмпирики прошлого, в особенности Беркли и Юм обычно смешивали идеи с образами. В действительности же их следует тщательно разграничивать. Образы являются лишь продолжением ощущения первой сигнальной системы, идеи же знаменуют собой развитие второй сигнальной системы, представляющей собой абстрагирование от действительности и позволяющей делать обобщение. Без сомнения у высших животных, так же, как у человека, могут возникать в сознании чувственные образы предметов. Например, лиса, без сомнения, может представить себе, как она будет выслеживать, преследовать, загрызать и поедать кролика, а затем притворить этот образ в действительность. Она может проявить и проявляет большую хитрость и предусмотрительность при достижении этой цели. Однако человек, который пользуется хотя бы простейшим орудием производства, применяет такие методы, какие не может применить никакое другое живое существо. Для того, чтобы человек мог изготовить и применить хотя бы простейшие орудия производства, он должен не только представить себе предметы, но и создать для себя идеи о свойствах предметов, которые могут быть использованы для достижения поставленных им целей. Отсюда ясно, почему мысль является более высокой формой сознания, чем чувственное восприятие. Чувственное восприятие воспроизводит предметы в том виде, как они непосредственно предстают перед нами, в результате воздействия на наши органы чувств. Когда же у нас складываются идеи, мы можем думать о наиболее характерных признаках предметов, отвлекаясь от их конкретного существования и способа, каким они нам являются. Таким образом, мы можем представить себе мысленно, каким преобразованием предметы подвергаются в различных условиях, как они взаимодействуют друг с другом, каковы их разнообразные потенциальные возможности, взаимные связи, законы изменения и движения. Отсюда очевидно, каким колоссальным скачком в развитии сознания явилось возникновение идей. Этот скачок в развитии сознания к человеческому сознанию был просто проявлением в духовной области того скачка от образа жизни животных к образу жизни людей, который был сделан, когда человек начал изобретать орудия и применять их. Подобно тому, как человек, в отличие от животных, уже не просто собирает, меняет местами и использует предметы природы, а господствует над природой. Он в своих идеях не просто регистрирует появление тех или иных предметов, как это бывает при восприятии, а улавливает их взаимосвязь и их причины. Глава четвертая Мышление, язык и логика Развитие идей неотделимо от развития речи и языка, и без языка не может быть мысли. Слова и грамматический строй языка всегда должны удовлетворять общим потребностям того, что должно быть выражено с помощью языка, а это есть объективные потребности, независимые от конкретных условностей, присущих конкретным языкам. Эти же самые потребности порождают законы логики или законы мышления, которые являются всеобщими необходимыми законами отражения объективной реальности в мышлении. Идеи и язык Присущая идеям способность изображать предметы не просто в их непосредственном существовании, не в том виде, как они являются для органов чувств, а изображать свойства и взаимоотношения предметов абстрагировано от конкретных предметов. Эта способность является продуктом второй сигнальной системы в мозге человека. Поэтому развитие мышления и могущество мысли неотделимы от развития и могущества речи и зависят от них. Как мы указывали, ощущения являются сигналами о непосредственных связях с данными конкретными предметами. Слова представляют собой сигналы первых сигналов и относятся они не только к данным конкретным предметам, о которых сигнализируют ощущения, но вообще к предметам, которые производят ощущения определенного рода. Например, мы знаем благодаря нашим ощущениям, какой вид имеют конкретные предметы различных родов. Скажем, данные деревья. Слово «дерево» относится таким образом вообще к деревьям безотносительно к их виду. Стало быть, с помощью слов мы можем выражать выводы общего характера о предметах, об их свойствах, о том, как их можно использовать. Например, группа людей, собирающихся рубить деревья, может излагать словами методы, которые они намерены применить, и тем самым планировать и координировать свой общественный труд. Обладая сигнальной системой речи, они могут пойти значительно дальше в области обобщения, например, выделить различные свойства деревьев и установить общие условия их роста. Как мы уже указали выше, применение слов возникает в ходе общественной деятельности человека, прежде всего, как продукт и орудие общественного труда. С самого начала слово служит средством социального общения людей. Вторая сигнальная система, из которой исходит применение слов, не возникает и не развивается, да и не может возникнуть и развиться, как личное или частное достояние индивидуумов, каждый из которых применяет ее в своих собственных целях, вне связи с другими индивидуумами. Напротив, она возникает потому, что люди с самого начала своей общественной деятельности испытывают потребность сообщать друг другу общие идеи и заключения, и поэтому они создают необходимые для этого средства. Итак, вторая сигнальная система может возникнуть и развиваться только путем создания языка, общего для той или иной социальной группы. Во-первых, должны иметься слова, постоянное значение которых закрепилось в ходе общего их использования социальной группой. Во-вторых, должен иметься также ряд условностей, закрепленных опять-таки в ходе общего использования, которые определяют способы соединения слов. Развитие языка и мышления. Именно тогда, когда люди начали применять орудия для общественного производства, они начали также говорить и создавать язык, а тем самым составлять себе представление об окружающем мире. Язык возник из процесса труда и в процессе труда. Этим происхождением и объясняются существенные исходные особенности языка как средства общения и обмена мыслями. Язык, который следовательно возникает в ходе производственной деятельности человека и непосредственно служит производственной деятельности, в дальнейшем неизбежно обслуживает все социальное общение людей и всю общественную деятельность, которые развиваются в ходе производства и на его основе. Язык, писал Сталин, есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Сталин, марксизм и вопросы языкознания. Таким образом, язык есть всегда общий язык всего народа, развивается он непрерывно на протяжении всей истории народа. Поэтому, когда некоторые псевдомарксисты стали утверждать, что язык развивается как часть социальной надстройки, Сталин особо подчеркнул, что язык ни в каком смысле не является частью надстройки. Общественная надстройка по существу является продуктом данной системы производственных отношений, она служит упрочению и развитию своего особого экономического базиса и исчезает тогда, когда исчезает базис. Она отражает экономические отношения в обществе и связана с производством лишь косвенно. Язык же не является продуктом какой-то определенной системы экономических отношений. Он не обслуживает никакую определенную экономическую систему и не исчезает с исчезновением этой системы. Язык непосредственно связан с развитием производственной деятельности людей. Язык никогда не является исключительным продуктом или достоянием какого-то определенного класса. Язык возникает прежде всего в ходе производственной деятельности людей. Определенный язык обслуживает определенный народ как средство социального общения, как средство связи между людьми в производственной и всякой другой деятельности. Он служит средством общения между людьми различных классов, на которые разделен данный народ. При какой бы экономической системе люди ни жили, их язык обслуживает в равной мере как тех, чья деятельность направлена на упрощение и защиту этой экономической системы, так и тех, чья деятельность направлена на ее изменения и замену другой экономической системой. Языки развиваются по мере развития производственной деятельности народов. По мере развития производственной деятельности народов их основной словарный фонд обогащается и медленно изменяется, и их грамматика также подвергается медленному изменению. Различные языки развиваются у различных народов и в ходе общения между различными народами. Так несколько языков представляют собой ответвление от одного общего начала. Языки способствуют изменению друг друга путем взаимного влияния, и новые языки образуются путем сближения старых. Когда один народ угнетает другой, то развитие языка угнетенного народа может быть заторможено. Когда же один народ уничтожает другой, он может также уничтожить и его язык. Поэтому так важно не смешивать язык с культурой, ибо один и тот же язык, основной словарный фонд которого пополняется и изменяется, и грамматика которого изменяется еще медленнее, в ходе своего развития обслуживает данный народ на протяжении ряда периодов, в течение которых его культура неоднократно претерпевает коренные изменения. Так, например, мы говорим, что социалистическая культура является социалистической по содержанию и национальной по форме, то есть по языку, поскольку один и тот же национальный язык обслуживает как старую буржуазную культуру, так и новую социалистическую. Важно также не смешивать развитие языка с развитием взглядов, которые выражаются с помощью языка. В ходе развития общества различные классы усваивают различные взгляды, господствующие взгляды общества меняются от эпохи к эпохе и соответствуют характеру экономической системы. Естественно, что эти взгляды выражаются с помощью языка. Однако в то время как взгляды становятся отличными, меняются, язык не меняется. Выражая свою определенную классовую точку зрения, представители данного класса могут, конечно, употреблять определенные слова и обороты, характерные именно для них, и зачастую говорят со свойственным только для них акцентом. Однако они не создают другого языка с другим основным словарным фондом и другой грамматикой. Различные и противоречащие друг другу взгляды выражаются на одном и том же языке и на взглядах, для выражения которых применяется язык, не отражается его развитие. В отличие от языка, на котором выражены взгляды общества, эти взгляды являются продуктом определенной эпохи, определенной системы производственных отношений, определенных классов. Язык, на котором они выражены, развивается медленно, на протяжении ряда эпох, изменяя свой словарный состав и грамматику. В своем развитии он не претерпевает внезапных, революционных изменений. Взгляды же, выраженные на языке, претерпевают коренные изменения, когда данный этап развития общества пройден, когда производственные отношения сменяются и на первый план выдвигаются новые классы. Может ли мысль существовать без языка? Изучение природы мысли и языка, их материального базиса, функций и законов развития, приводит к выводу, что возникновение идей и обмен идеями невозможны без языка, и что идеи облекаются в форму и развиваются лишь через посредства языка. Идеи складываются и оформляются лишь через посредства слов и соединений слов. Действительность воспроизводится в мыслях через посредства слов и соединений слов в предложениях. Мысли становятся определенными лишь постольку, поскольку они регистрируются и закрепляются в словах и в соединении слов, в предложениях. «Идей без языка не существует так же, как не существует духа без тела». Значит ли это, что думать – то же самое, что произносить слова, и что процесс мышления – есть процесс разговора про себя? Нет, ибо, во-первых, можно произносить слова и предложения, не вкладывая в них никакого смысла. Во-вторых, коль скоро человек научился пользоваться языком, многие процессы мысли могут совершаться фактически без произнесения, будь то вслух или про себя, всех слов и предложений, которые пришлось бы употребить для развернутой формулировки данных мыслей. Например, хорошо известно, что людям, которые неоднократно вместе обсуждали определенную тему, достаточно нескольких слов, чтобы понять какой-нибудь очень сложный аспект этой темы, тогда как для разъяснения его постороннему человеку пришлось бы потратить много слов. Это объясняется тем, что они все выяснили друг с другом раньше, и теперь несколько слов вызывают в их памяти все эти разъяснения. Подобную же картину представляют собой мыслительные процессы в мозге того или иного индивидуума. Можно прийти к определенным заключениям, не прибегая к детальным процессам выражения мыслей словами у себя в голове. Однако в то же время человек заблуждается, если он предполагает, что у него имеются идеи о вещах, для описания которых ему не хватает слов, или что у него есть мысли, которые он не в состоянии выразить с помощью языка. Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи. Возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, не существует. Язык есть непосредственная действительность мысли. Маркс. Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении без языка. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Конечно, это не означает, что нет никакого различия между идеей и определенным словом или фразой. Это означает, что идеи существуют, только будучи облеченными в конкретные слова или фразы, которые применяются для выражения идей. Идеи не существуют отдельно, в оголенном виде, в отрыве от их выражения. Например, английское слово «red» и французское слово «rouge» выражают одну и ту же идею цвета. Итак, идею нельзя отождествить с каким-нибудь из этих слов. Однако идея о цвете не существует отдельно от слов, в которых она выражается. Подобно тому, как цвет не существует отдельно от конкретных цветных предметов. Эти два слова выражают одну и ту же идею, потому что они имеют одинаковое значение в соответствующих языках, то есть оба слова играют одну и ту же роль в установлении через посредство языка связей между человеком и внешним миром. Мыслительная деятельность мозга и состоит лишь в таком установлении связей с внешним миром, причем делается это не до языка, не отдельно от языка, а именно через посредство языка и только через его посредство. Условности языка и что они выражают Характерная особенность языка заключается в том, что он явно носит произвольный или условный характер. Определенный звук применяется в языке для определенной цели, но ведь какой-нибудь другой звук мог бы быть использован для этого с таким же успехом и, пожалуй, используется для той же самой цели в каком-нибудь другом языке. Установление того факта, что слова таким образом представляют собой произвольные или условные знаки, было важным открытием в науке, несмотря на всю свою кажущуюся очевидность. Зачастую полагали, а некоторые полагают и теперь, что определенное слово каким-то таинственным образом является правильным словом для обозначения определенного предмета, и что слова связаны с предметами какими-то внутренними узами, а не просто условностями языка. Сложившееся в древности представление о скрытом отношении между словами и предметами было тесно связано с магией и религией. Так считалось, что каждый человек имеет имя, присущее лишь ему, и что ему не могло бы подойти никакое другое имя. Настоящее имя человека часто держали в тайне, ибо существовало поверье, что если его узнают враги, то они могут проклясть его имя и тем самым причинить ему вред. Считалось также, что имена богов являются их важными атрибутами. То же самое представление распространялось и на другие слова, а не только на имена собственные. Так старая поговорка гласила, «Божественное правильно называют божественным». Смысл ее выражал, что в самом слове «божественное» заключено нечто божественное. Даже в наше время некоторые англичане, совершающие поездку во Францию, считают, что французы не знают правильных названий предметов. Однако условный характер носит не только словарный состав языка, но и его грамматический строй. В различных языках существует различный грамматический строй. Так, китайский язык по своему строю совершенно отличен от любого европейского языка. Английский язык отличен по своему строю от латинского или славянских языков. А те языки, которые нам угодно именовать первобытными, в свою очередь отличны по своему грамматическому строю от всех вышеуказанных языков. Тем не менее, одни и те же положения могут быть выражены на всех этих языках и могут быть переведены с каждого из них на любой другой. Это свидетельствует о том, что условный характер носит не только словарный состав языков, но и их грамматика. Таким образом, определенные звуки, из которых составляются слова в данном языке, и определенный строй его грамматики являются условными. Условность их надо понимать в том смысле, что эти определенные звуки и определенный грамматический строй применяются определенным народом по причинам исторического характера, тогда как те же самые мысли столь же успешно могут быть выражены с помощью других звуков и другого грамматического строя, применяемых в исторически сложившихся языках других народов. Однако они, конечно, не являются условными в том смысле, что они когда-либо были зафиксированы специальным решением в области лингвистики, принятым данным народом. В общем и целом, лингвистические условности образуются в ходе бессознательного процесса в жизни народов. Лишь на поздней стадии они фиксируются в словарях и грамматиках, и люди начинают сознательно и преднамеренно записывать и фиксировать условности своего языка. Однако в то время, как словарный состав и грамматика языка являются условными в вышеуказанном смысле, сами слова, как обозначение предметов на данном языке, не носят условного характера, а определяются объективными условиями и жизненными потребностями народа, который пользуется этим языком. Например, какие бы звуки ни употреблялись для определенной цели, в языке должны быть слова для обозначения всех предметов, свойств, связей и т.д., имеющих практическое значение в жизни данного народа. Вообще, чем выше этап развития производства, тем неизбежно богаче основной словарный фонд. Отношения и связи между предметами и людьми, выражаемые путем сочетания слов в предложениях в соответствии с грамматическим строем языка, также не являются условными, а определяются тем, что должно быть отражено в предложениях. Например, какова бы ни была грамматика данного языка, она должна иметь условности, выражающие действия одного предмета на другой, связь между предметом и его различными или меняющимися свойствами и т.д. В различных языках имеются различные грамматические условности для выражения определенных положений, но все эти условности должны удовлетворять одни и те же потребности, возникающие из того, что должно быть выражено, а это является общим для всех языков. Стало быть, хотя люди фиксируют условности своего языка как в отношении его словарного фонда, так и в отношении грамматики, эти условности выражают объективные потребности, общие для всех языков, и должны всегда удовлетворять одни и те же потребности. Язык и логика Каковы бы ни были результаты мышления, которые нужно выразить, и на каком бы языке они ни были выражены, они должны удовлетворять основным требованиям отражения действительности в мышлении. Эти требования вызывают появление законов мышления, принципов и логики. Дело в том, что мышление — отражение реального мира, а в процессе отражения, как сказал Маркс, материальный мир преобразуется в формы мысли. Этот процесс отражения и преобразования материального в идеальное имеет свои собственные необходимые законы — законы мышления, принципы логики. В число законов мышления входят, прежде всего, логические принципы построения предложений, имеющих определенное значение. Имеются, например, простые предложения и сложные предложения. Построение простых предложений включает такие логические операции, как утверждение, отрицание, отношение и так далее. Сложные предложения строятся путем сочетания простых предложений при помощи таких логических операций, которые мы выражаем словами «и», «или», «если», «то» и так далее. Итак, «это красное», «это не красное», «это становится красным», «это краснее того». Все это простые предложения. А «это красное», «а то зеленое», «это красное» или «я дальтоник», и «если это красное», «то оно скоро будет зеленым». Это сложные предложения. Построение всех таких предложений делается на основе определенных логических принципов, то есть принципов, указывающих, как термины могут сочетаться в предложениях, имеющих определенное значение. В законы мышления входят, во-вторых, логические принципы, определяющие, какие предложения логически вытекают из других предложений и какие логически с ними несовместимы. Это принципы, которые мы употребляем при доказательствах и рассуждениях. Например, если «а» приписывается всем «б», а «б» всем «в», то «а» необходимо приписывается всем «в». Это общий логический принцип, показывающий нам, что третье предложение логически вытекает из первых двух. Этот конкретный принцип был первоначально сформулирован Аристотелем, назвавшим его первой фигурой силогизма. Такой принцип, конечно, не содержит никаких гарантий относительно истинности предложений. Он затрагивает их логические отношения друг к другу, а не их истинность. Таким образом, он говорит нам, если мы нашли, что два первых предложения истинны, нам не нужно заниматься дополнительным исследованием вопроса об истинности третьего. Она вытекает из первых двух. Но если первые два предложения не истинны, тогда, хотя третье предложение вытекает из них, оно может быть или истинным, или ложным. Логика сама по себе ничего не говорит нам об истинности предложений, которое может быть обнаружено и проверено только путем эмпирического исследования. Другой пример логического принципа – это принцип невозможности противоречия, который первоначально был сформулирован Аристотелем так «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было, присуще одному и тому же и в одном и том же смысле». Аристотель, метафизика. Написав слова вместе в одном и том же смысле, он заметил далее «Пусть будут здесь также присоединены все оговорки, какие только мы могли бы присоединить, в избежании словесных затруднений». Конец примечания. Это общий логический принцип, говорящий о том, что некоторые предложения логически несовместимы с другими. «Противоречивые утверждения не могут последовательно сочетаться друг с другом». Примечание. С тех пор выставлялось много словесных затруднений против логического закона, не допускающего противоречий. И формулировки, которые дал сам Аристотель в своих аналитиках и которые повторили последующие логики, опустив все оговорки, широко открыты для таких возражений. Так этот принцип был выражен следующим образом. «А» не может быть и «А» и «не А». Эта формулировка связана с метафизикой, ибо очевидно, что если вещи существуют только во взаимосвязи и в движении, тогда вещь вполне может проявить какую-то черту только в одних аспектах и отношениях и не проявить в других. И равным образом очевидно, что если какая-то вещь находится в процессе изменения, тогда может оказаться невозможным как отрицать, так и утверждать, что уже есть какие-то твердые характерные черты. Многие грубые и ошибочные формулировки логических принципов были даны людьми, отличавшимися скорее метафизическим, чем диалектическим подходом к вопросу, хотя следует отметить, что Аристотель в своей метафизике старался их не делать. Диалектика учит нас исправлять эти ошибки, но вследствие этого диалектика вовсе не выступает против принципов логики и не меняет их. Цель диалектического метода состоит в том, чтобы позволить нам логически и последовательно выражать подлинные взаимосвязи и движения вещей. Люди с метафизическим подходом стараются выразить меняющиеся вещи в неизменных категориях и стремятся воспроизвести отношения вещей в категориях, пригодных только для рассмотрения вещей в их обособленности. Это часто приводит их к противоречиям. Когда автомобиль плохо идет, мы знаем, что что-то не в порядке с мотором, и точно так же, когда философ противоречит сам себе, мы знаем, что что-то не в порядке с его идеями. Диалектика позволяет нам избавиться от логических противоречий и быть абсолютно последовательными. Поэтому диалектика всегда соблюдает логический принцип непротиворечия, хотя метафизика часто нарушает его. Конец примечания. Все такие логические принципы суть именно законы мышления, а не законы действительности. Это не законы материальных процессов, а законы отражения материальных процессов. И поскольку законы логики представляют собой требования отражения действительности в мышлении, возникающие на основе самой природы данной формы отражения, развившейся в человеческой практике, они должны соблюдаться при выработке взглядов и их выражений. Если наше мышление нарушает законы логики, оно становится непоследовательным и внутренне противоречивым. Этим объясняется то, что иногда называют нормативным характером законов логики. И их характер логической необходимости в противоположность естественной необходимости. Наши мысли не обязательно бывают логичны, но если они нелогичны, они не могут удовлетворить требованиям, предъявляемым к отражению действительности. Вот почему законы логики представляют норму для мышления. Вот почему законы логики имеют самоочевидный и аксиматический характер в отличие от законов природы, которые должны раскрываться путем эмпирического исследования внешней действительности. Таким образом, какие бы взгляды ни вырабатывались в обществе, они подчинены тем же законам мышления, тем же принципам логики. Точно так же, как один и тот же язык используется для выражения различных взглядов, различные взгляды используют одни и те же законы мышления, одну и ту же логику. Поэтому новые взгляды не ведут к появлению новой логики, точно так же, как они не ведут к появлению нового языка. Напротив, принципы логики, внутренне присущие самому процессу мышления и его выражениям в языке, и не меняются с изменением взглядов. Конечно, некоторые люди игнорируют логику при выработке своих взглядов, тем хуже для их взглядов. Это не означает, что они создали особую логику, а скорее означает, что они нелогичны. Ни одна дискуссия, ни один спор или доказательство, никакое вообще развитие мысли не были бы возможны, если бы законы мышления изменялись и были отличны для разных людей. Всякий, кто думает, что законы мысли изменяются, что разные эпохи имеют разную логику, тем самым отрицает самую возможность мышления, как отражение объективной действительности. Логика возникает из всеобщих требований отражения действительности в мысли, а не из отдельных интересов, которые отдельные процессы мысли могут время от времени обслуживать. Поэтому марксистский материализм отрицает, что логика – надстройка, как отрицает, что язык – надстройка. Язык есть средство выражения и сообщения мысли, а логика – это законы мышления. Поэтому они неразрывно связаны, так как язык – это непосредственная действительность мысли, и законы мысли с необходимостью выражаются в языке и отражаются на развитии и употреблении языка. Язык и логика безразлично употребляются для выработки и выражения любых взглядов, какова бы ни была основа таких взглядов. Поэтому, если, например, социалист спорит со сторонником капитализма, они оба ссылаются на логику и стараются обосновать свои аргументы одними и теми же принципами логики, точно так же, как оба они говорят на одном языке. Как два плюс два равно четырем для счетовода капиталистического или социалистического предприятия, точно так же, если все А есть В, то некоторые А суть В для сторонника капитализма или социализма. Подобным же образом всякий, кто читал отчеты о деятельности христианских проповедников среди первобытных народов, может представить себе, что обе стороны в споре ссылаются на одни и те же законы логики, хотя следует признаться, что первобытные люди часто более логичны, нежели проповедники. Итак, мы заключаем. Язык развивается как средство выражения и сообщения мыслей людьми в обществе, возникшее и развившееся на основе их производственной деятельности и всякой их другой общественной деятельности. Мысли людей, выраженные в языке, подчинены логике, законам мышления, как отражения материальной действительности. В то же время общественные взгляды, выраженные в языке и вырабатываемые с помощью логики, развиваются на основе экономических отношений людей, деятельности и интересов общественных классов. То, что здесь сказано о логике, однако, неприменимо к философским взглядам людей, писавших книги о логике. Эти философские взгляды, часто называемые логикой, конечно, представляют собой взгляды конкретных классов и конкретных эпох и составляют часть общественной надстройки. Диалектика-материалистическая трактовка логики отличается от разнообразных идеалистических и метафизических философий, по крайней мере в двух важнейших отношениях. Во-первых, в противоположность идеализму диалектический материализм считает, что логика связана с отражением в мышлении реального, материального мира. С другой стороны, идеалистические системы логики пытались так или иначе выводить принципы логики из чистой мысли, а не из необходимости отражения чего-то независимого от мышления. Таким образом, диалектический материализм также считает, что наблюдение и познание в логике, постепенно приобретенные в процессе человеческого мышления, результат опыта непрерывного повторения мыслительных процессов, тогда как другие философские системы трактуют логику как нечто врожденное мышлению. Во-вторых, в противоположность метафизике диалектический материализм считает, что как мышление развивается в соответствии с необходимостью общественной практики человека из простых суждений об индивидуальных вещах в суждение относительно движения вещей, их взаимосвязи и причин, так соответственно этому развиваются логические формы мышления и возникают новые логические принципы, которые управляют конструкцией предложений и осуществлением выводов. Марксизм не остановился на формальной логике. Диалектическая логика, рассматривая вещи и их умственные отражения во взаимосвязи и развитии, раскрывает развитие форм мышления. Отсюда, как говорит Энгельс, диалектическая логика выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношения субординации, а не координации. Она развивает более высокие формы из нижестоящих. Энгельс, диалектика природы. Гегель в своей книге «Наука логики» был первым, кто ввел это представление в логику, показав, как мышление развивается от простых суждений на личного бытия к таким суждениям, которые он назвал суждениями понятий, и как каждая ступень влечет за собой свое собственное развитие логических принципов. Конец примечания. Метафизические системы логики игнорируют такое развитие форм мышления и представляют разнообразные логические формы в виде координации, ставя их в один ряд. Часть вторая Развитие идей Глава пятая Абстрактные идеи В процессе мышления мы восходим от элементарных идей, которым соответствуют предметы, непосредственно воспринимаемые нашими чувствами к абстрактным идеям. Источником последних является развитие общественных отношений, а также производственной и всякой иной деятельности, направленной на внешнюю природу, причем неведение и беспомощность человека вызывают появление мистических и иллюзорных абстрактных идей. С появлением абстрактных идей начинается разделение духовного и материального труда, а затем отрыв теории от практической деятельности, причем появляется тенденция отрыва теории от действительности. Отсюда также берет начало противоположность между идеалистическим и материалистическим направлениями в мышлении. Образование абстрактных идей Мысли и идеи подобно языку берут начало в труде. Люди развивают мышление и идеи в ходе всей своей общественной деятельности. Касаясь развития идей или человеческого сознания, ибо особенность человеческого сознания состоит в том, что человек осознает предметы не только через посредство восприятий, но также через посредство идей. Маркс и Энгельс показали, что человеческое сознание возникает и развивается лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Маркс и Энгельс немецкая идеология, глава Фейербах. Идеи не являются продуктом чисто интеллектуального процесса и не являются также автоматическим ответом на раздражение, которые вызывают у нас внешние предметы. Идеи суть продукты человеческого мозга, создаваемые в ходе общественной деятельности человека. Они отражают связи человека с другими людьми и с внешним миром, действительные условия существования людей. Маркс и Энгельс далее указывают, сознание есть в начале осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени. Это чисто стадное сознание. Маркс и Энгельс Немецкая идеология Глава Фейербах Первые и самые элементарные идеи, суть идеи, прямо проистекающие из непосредственного практического общения человека с другими людьми и окружающими предметами. Они создаются тогда, когда человек дает название общим чертам предметов, которые можно установить путем восприятия. Как указал Маркс, первоначально производство идей непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей. Маркс и Энгельс Немецкая идеология глава Фейербах Из этой деятельности и материального общения на самом его элементарном уровне уже образуется комплекс элементарных идей человека относительно внешних предметов себя самого и других людей относительно рода и свойства предметов их разнообразных связей с людьми и возможности их использования человеком. В таких идеях более или менее прямо отражаются выделяющиеся черты предметов и человеческой деятельности в том виде, как мы непосредственно познаем их в восприятии. Такие идеи составляют основное элементарное оснащение человеческого мышления и общения между людьми. Они выражаются в словах, обозначающих знакомые предметы, а также свойства и взаимоотношения предметов и повседневные занятия. Все мы обладаем богатым запасом таких идей, а это уже есть значительное социальное достижение, однако мы принимаем их за нечто само собой разумеющееся, постоянно пользуемся ими, и каждый ребенок приобретает их в раннем возрасте. Таковы наши идеи о таких окружающих нас предметах, с которыми связаны наши повседневные дела, например, о мужчинах и женщинах, столах, стульях, автомашинах, деревьях, цветах, собаках, кошках и так далее. Об ощущаемых свойствах предметов, как, например, красное, синее, твердое, мягкое, большое, маленькое и так далее. О таких действиях и относительных положениях, как бег, ходьба, падение, над, под и так далее. У нас, безусловно, гораздо больший запас элементарных идей, чем у первобытного человека, именно потому, что мы гораздо больше производим вещей и имеем дело с гораздо более широким кругом предметов и связей. Тем не менее, сознание, представленное такими элементарными идеями, по-прежнему остается, как указывали Маркс и Энгельс, осознанием ближайшей чувственной среды и осознанием ограниченной связи с другими лицами и вещами. Характерной чертой всех таких элементарных идей является то, что они имеют конкретное чувственное содержание, поскольку им соответствуют предметы, непосредственно воспринимаемые нашими чувствами. Однако развитие социального общения приводит к образованию более отвлеченных идей, которым не соответствуют никакие непосредственно воспринимаемые предметы. Могут ли у нас возникать такие идеи, которым не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый предмет? Да, конечно, могут возникать и возникают. Например, люди – суть непосредственно воспринимаемые предметы, и такие их свойства, как высокий или низкий рост, худоба или полнота и так далее, также суть непосредственно воспринимаемые свойства. Однако мы также думаем и о других свойствах людей, хотя ничто непосредственно воспринимаемое чувствами не соответствует нашим мыслям о них. Это идеи абстрактные, которым не соответствует в данном случае никакой непосредственно воспринимаемый предмет. И мы действительно беспрестанно пользуемся колоссальным кругом таких абстрактных идей. Всякого рода общественные и правовые идеи, моральные идеи, религиозные идеи, научные идеи, философские идеи – все они абстрактны в том смысле, который мы сейчас имеем в виду. Таким образом, наши идеи в ходе своего развития не ограничиваются отражением общих черт внешних предметов, непосредственно действующих на наши чувства. Идеи всегда образуются в соответствии с нуждами социального общения, с развитием производства и последующим развитием производственных отношений, общественных отношений и общественной деятельности в целом развития идей, выходят за ограниченную стадию осознания общих черт предметов, воспринимаемых нашими чувствами. У людей возникают общие понятия и взгляды о мире и об их общественной жизни. Такие более абстрактные идеи появляются в мозге человека как продукт его активных взаимоотношений с внешней природой и другими людьми и способствуют развитию социального общения, основанного на этих взаимоотношениях. Однако им не соответствуют никакие непосредственно воспринимаемые предметы. Именно к таким идеям мы будем применять термин «абстрактные», противопоставляя степень абстракции, которую они представляют относительно конкретности других идей. Ступени абстракции. В конце главы 1 мы говорили, что слова служат для того, чтобы выделять, абстрагировать и обобщать то общее, что имеют между собой различные ощущения. Важно отметить, что в этом смысле все без исключения идеи являются абстрактными, поскольку самый процесс образования идей есть процесс абстрагирования. Например, идея стула является абстракцией, возникшей из повторявшихся восприятий индивидуальных стульев и выражает то, что является общим для многих индивидуальных стульев. Когда термин «абстрактный» употребляется для различения некоторых идей от других, то он употребляется только в относительном смысле, подчеркивая этим, что одна идея более абстрактна, чем другая, или представляет более высокую ступень абстракции. Когда мы абстрагируем от индивидуальных предметов то, что является общим для них, как это имеет место при образовании идеи стула, то в этом случае непосредственные объекты еще прямо соответствуют нашим идеям. Новая ступень абстракции достигается лишь тогда, когда мы создаем идеи, которые не соответствуют воспринимаемому объекту. Так я могу сообщить вам, что я имею под понятием «человек», направляя ваше внимание на индивидуальных людей. Но если я хочу сказать вам, что я понимаю под словом «права человека», то в этом случае необходимо сложное объяснение другого рода. Итак, существуют две ступени или стадии абстракции в развитии идей, и мысль в своем развитии переходит от первой ступени ко второй. Первая ступень возникает, когда мы, исходя из чувственного опыта, составляем себе идеи о различных видах предметов, их свойствах, отношениях и движениях, воспринимаемых нашими чувствами. Вторая ступень возникает тогда, когда мы с помощью нового процесса абстракции, составляем себе идеи об этих свойствах, отношениях и движениях вещей, которые не воспринимаются непосредственно нашими чувствами. Источники абстрактных идей. Источником всех без исключения абстрактных идей является опыт в объективном материальном мире, в практических отношениях человека к предметам и другим людям. Именно определенный опыт, приобретаемый людьми в ходе общения друг с другом и с природой, приводит к возникновению у них абстрактных идей. Эти идеи служат продолжению и развитию их общения. Они отражают определенные отношения, объективно существующие между предметами, между людьми и между людьми, с одной стороны, и предметами с другой. Отношения, которые преобразовываются в сознание людей в абстрактные идеи. Одним из важных источников развития абстрактных идей является развитие общественных отношений между людьми. Так, например, первобытное родовая организация общества с его сложными правилами, регулирующими кто на ком может жениться, кто принадлежит к какому роду и вообще кто и что может делать, порождает целый ряд абстрактных идей относительно общественных отношений, которые одновременно являются продуктами этих общественных отношений и их регуляторами. Затем возникают идеи о социальном положении, о вождях и так далее. Позднее с развитием собственности возникают абстрактные идеи, связанные с имущественными отношениями. Например, когда определенные люди завладели землей, возникли идеи земельной собственности, а также идеи соответствующих обязанностей, прав и привилегий. Такие идеи собственности носят абстрактный характер, им не соответствует никакой объект, непосредственно воспринимаемый чувствами человека. Например, идея вспаханного поля есть идея о реальности, которая дается нам в наших ощущениях. Однако идея собственности на это поле является абстрактной и ей не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый объект. Точно так же плоды этого поля являются конкретно воспринимаемой реальностью. Мы можем поедать их, однако право землевладельца завладеть этими плодами не является чем-то чувственно воспринимаемым. Тем не менее, эти абстрактные идеи представляют собой отражение в духовной области чего-то реально и объективно существующего, производственных отношений, установившихся на определенном этапе развития общественного производства. Другие абстрактные идеи образуются как следствие развития производственной и другой деятельности человека, связанной с внешней природой. Именно в этом источник таких абстрактных идей, как причина и действия, а также всех абстрактных идей, связанных со счетом и измерениям, подобно идеям числа, пространства и времени. Одним из факторов, оказывающих весьма важное влияние на развитие абстрактных идей человека, является относительное невежество людей и их неспособность разобраться в своей социальной деятельности. Это порождает всякого рода мистические и иллюзорные абстрактные идеи. На очень раннем этапе развития общества люди начали задумываться над тем, какими внутренними причинами вызываются различные знакомые им процессы, от которых зависит их существование. Так, например, люди видят, что злаки растут, а животные размножаются, и они сознают, что им самим нужно делать, чтобы способствовать этим процессам. Однако они не видят и не знают внутренних причин, обусловливающих эти процессы, и обладают лишь самыми несовершенными средствами управления ими. Так у них начинают складываться понятия о невидимых силах. У большинства первобытных народов существует представление о тайной силе, обитающей в людях, животных и предметах, причем они считают, что эта сила не может восприниматься чувствами человека, но тем не менее она проникает во все доступные ощущению предметы и господствует над ними. Некоторые индейские племена называют эту силу Ваканда, а один из их старейшин, пытаясь разъяснить это представление заезжему антропологу, сказал ему «Ни один человек никогда не видел Ваканда». Из абстрактного представления такого типа, представления о невидимых силах, возникают абстрактные идеи религии и теологии. Разделение духовного и материального труда. Как мы можем видеть по этим нескольким примерам, абстрактные идеи возникают как следствие процесса развития общества. Маркс и Энгельс связывали развитие абстрактных идей с важнейшим общественным процессом – процессом разделения труда. Образование всех абстрактных идей, к какому бы типу они ни принадлежали и каков бы ни был их индивидуальный источник, предполагает известное развитие производительных сил и общественных отношений в человеческом обществе. Поэтому оно предполагает известное разделение труда. С этого разделения труда начинается выделение из единой производственной группы или стада отдельных индивидуумов, отличающихся друг от друга, не только как различные представители вида, но и как личности, обладающие своими особыми общественными функциями и положением в обществе, обладающие индивидуальностью. Это порождает деятельность, взаимоотношения и опыт, которые вызывают появление абстрактных идей, а также кладет конец стадному сознанию и открывает возможности для развития мысли индивидуума. С образованием абстрактных идей появляется разделение духовного и материального труда. Оно определенно знаменует появление духовного труда, отличного от труда материального. Вместе с этим появляются различного рода мудрецы, старейшины и вожди, являющиеся специалистами в области идей, толкующие и развивающие их. Эта специализация в области идей развивается в качестве неотъемлемой стороны общественной жизни, ибо без идей ни разделения труда, ни различные вытекающие из него производственные процессы, ни общественные отношения не могут сохраняться и развиваться. Маркс и Энгельс писали, разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фейербах. В общем и целом образование абстрактных идей соответствует возникновению новых потребностей общества. В то же время развитие идей становится особой формой общественной деятельности, особой сферой разделения труда. Вытекающие же отсюда разделение духовного и материального труда приводят к дальнейшим последствиям. Коль скоро абстрактная идея сложилась и воплощена в слова, возникает возможность того, что эти слова будут восприняты как относящиеся к особым видам предметов, существующих отдельно от предметов материального мира, отражаемых в чувственных восприятиях. Эта возможность может осуществляться тем скорее, чем больше разработка абстрактных идей приобретает характер особой формы общественной деятельности, отделенной от материального труда. Очевидно, что именно это и происходит с представлениями о невидимых силах, сверхъестественных существах и так далее. Люди, придерживающиеся этих абстрактных идей, считают, что этим идеям соответствуют некие таинственные создания и силы, существование которых отдельно и независимо от существования воспринимаемых материальных предметов. Знахари, попы и богословы, специализирующиеся в области таких идей, разрабатывают самые сложные учения в этом духе. Но такие же иллюзии могут возникать и в отношении всех абстрактных идей. Ведь абстрактные идеи носят такой характер, что им не соответствует никакой непосредственно воспринимаемый предмет. Но они связаны с воспринимаемыми предметами. Чтобы разъяснить абстрактную идею, объяснить, что означает абстрактное слово, в котором она воплощена, необходимо упомянуть об определенных воспринимаемых предметах, процессах и взаимоотношениях между ними, отражающихся в абстрактной идее. С другой стороны, можно забыть о конкретной действительности, отражаемой в абстрактных идеях, и манипулировать такими идеями так, словно они относятся к какому-то особому царству абстракций, открывающихся интеллекту, но независимых от воспринимаемого мира, от опыта и практики. Подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка понятия с нее, не есть простой, непосредственный зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. Мало того, возможность превращения, и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения абстрактного понятия идеи в фантазию, в последнем счете Бога, ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее, стол вообще, есть известный кусочек фантазии. Ленин, философские тетради. Возможность такого отлета абстрактной идеи от действительности становится тем больше, чем в большей степени духовный труд оторван от материального труда, чем больше теоретическая деятельность оторвана от практической деятельности. Таким образом, с развитием абстрактных идей мышления больше не связано с особенностями предметов и связей между лицами и между предметами, связей, которые мы непосредственно познаем на практике посредством своих чувств. Именно потому, что мышление становится особой сферой духовного труда, отличной от материального, оно все более отрывается от практики и опыта повседневной трудовой жизни. Оно получает возможность разрабатывать всякого рода общие представления и общие взгляды относительно мира и общества. Наши мысли начинают отличаться от нашего опыта и ощущений. С этого момента, писали Маркс и Энгельс, сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики, что оно может действительно представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-нибудь действительного, то есть чего-то непосредственно воспринимаемого чувствами. Примечание Корнфорта. С этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию чистой теории, теологии, философии, морали и так далее. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. Обучение мышлению. Одним из условий развития абстрактных идей является отделение духовного труда от материального, а оно чревато противоречивыми возможностями. С одной стороны, оно позволяет приобретать более глубокие знания о реальных связях предметов и об условиях человеческого существования, чем это возможно с помощью непосредственного сознания, основанного на восприятии. С другой стороны, оно открывает возможность для возникновения всякого рода фантазий и иллюзий. Вследствие этого, всему процессу интеллектуального развития общества присущи противоречивые стороны. С одной стороны, наблюдается несомненное расширение подлинного знания, другими словами, верных идей, соответствие которых действительности было подтверждено о природе, обществе и отношениях человека с природой. С другой стороны, наблюдается появление все новых иллюзорных идей и их усложнения. По мере того, как общество развивалось, в умах людей развивались иллюзии о них самих и о мире, в котором они обитают. Каждая эпоха вносила свой вклад в общую сумму человеческого познания. В то же время, каждая эпоха порождала характерные для нее иллюзии, которые ограничивали всю интеллектуальную продукцию данной эпохи, целиком пропитывали ее и придавали ей особую окраску. Таким образом, именно тут находим мы гносиологические корни противоположения материалистических тенденций идеалистическим и борьбы между ними, проходящей красной нитью через все развитие мысли. Противоположность материалистических тенденций идеалистическим является основной противоположностью в развитии познания. Она возникает с разделением духовного и материального труда. Когда духовный труд впервые начинает эмансипироваться от мира как теоретическая деятельность и становится чем-то иным, чем сознание существующей практики, немедленно возникают два взаимно исключающих друг друга теоретических направления. Одно из них стремится понять предметы в их собственных связях и объяснить все происходящее в материальном мире, исходя из самого материального мира. Это и есть материализм. Другое стремится унестись в царство чистой мысли и изображать дело так, словно материальный чувственный мир зависит от мысли и является ее продуктом. Это и есть идеализм. Другими словами, одно из них считает, что бытие предшествует мышлению, а другое, что мышление предшествует бытию. В этом свете борьба материалистического направления в мышлении против направления идеалистического понимается как борьба, которая ведется на протяжении всей истории человечества. С древнейших времен по сей день, как борьба за то, чтобы научиться мыслить правильно и достоверно. То есть так, чтобы мышление правильно отражало реальные условия человеческого существования и способствовало прогрессу человечества. Это и есть борьба за знание и просвещение против невежества и суеверия. Глава шестая Идеология Абстрактные идеи используются для формирования более или менее систематических взглядов на вещи, то есть для образования идеологии, разрабатываемых определенными социальными группами на определенных этапах развития общества. Идеологическое развитие зависит от развития материальной жизни общества. Идеология служит классовым интересом. В то же время идеология всегда должна удовлетворять определенным интеллектуальным запросам. В силу этого возникают беспрестанные противоречия в развитии идеологий и критика по их адресу. Этим и объясняется то, что в идеологиях могут сосуществовать как элементы истины, так и элементы иллюзий. Образование идеологии В ходе развития общества абстрактные идеи используются для составления более или менее систематических теорий, учений или взглядов на вещи. Общие взгляды и способы мышления системы абстрактных идей упрочиваются как характерные системы воззрений всего общества или его части. Между взглядами, которых придерживаются в различных обществах и на различных этапах общественного развития, существует значительная разница. Каждое общество и каждый этап придерживаются типичных для них социальных взглядов на политику, мораль, право, собственность, религию, философию. И эти взгляды пронизывают мнение общества по всем конкретным вопросам, определяют развитие идей всех индивидуумов и влияют на них. Например, с развитием частной собственности и государства всегда возникают абстрактные идеи юридических и политических прав. Однако на различных этапах развития собственности взгляды в отношении прав, теории о правах, систематические учения о правах весьма отличаются друг от друга. В рабовладельческом обществе считалось, что рабы не имеют никаких прав. В феодальном обществе считалось, что правами обладают все, но характер прав человека зависел от его фактического положения при феодальном строе. Так что крепостной не обладал теми правами, какими обладал землевладелец. С развитием капитализма стала появляться теория прав человека, согласно которой каждый человек просто в силу того, что он человеческое существо, обладает определенными неотъемлемыми человеческими правами, причем эти права одинаковы для всех людей. Было немало споров о том, как точно определить эти права и из чего их можно вывести. Далее, с самого появления общественного производства у людей сложились абстрактные идеи о причинности в природе. Однако на различных этапах развития общества взгляды на причинность в природе весьма сильно менялись. Самая примитивная теория, согласно которой все предметы являются одушевленными и обладают сознанием, называется анимизмом. Позднее от анимизма отказались и стали считать, что руководящим началом всего является определенная форма или принцип, который определяет характер предмета, его место в иерархии всего существующего, его особые способы воздействия на другие предметы и реагирования на них. Такой взгляд на причинность был разработан весьма подробно в средние века. Затем стал развиваться механистический взгляд на причинность, который был первоначально свойственен новому естествознанию. Согласно этому взгляду, движение всех тел направляется единой системой естественных законов, и все происходящее определяется внешним взаимодействием тел, происходящим в соответствии с этими законами. Такие более или менее систематические взгляды, исторически разрабатываемые определенными общественными группами на определенных этапах общественного развития и меняющиеся в зависимости от своего социального происхождения, называются идеологиями. Развитие же таких взглядов носит название идеологического развития. Материальный базис идеологического развития Идеология по существу общественный продукт, а не индивидуальный. При рассмотрении развития идеологии мы имеем дело с развитием идей в обществе. Нас интересует не столько вопрос о том, как идеи возникают и вырабатываются в мозге индивидуума, сколько о том, каким образом создаются общие системы идей в качестве характерной черты целого этапа развития общества. Конечно, индивидуумы вносят свой вклад в создание идеологии в зависимости от личных способностей и от обстоятельств. С другой стороны, идеологии, господствующие в обществе или возникающие в нем, всегда составляют подоплеку и условия развития мнений и взглядов каждого индивидуума в обществе. На мнения и взгляды индивидуумов всегда влияют идеологии. Индивидуумы выражают их, являются их глашатаями. В ходе развития общества происходит изменение и развитие идеологии. Одна идеология вытесняет другую. В одном и том же обществе различные и противоречащие друг другу идеологии взаимодействуют и сталкиваются друг с другом. Однако идеология не может развиваться независимо от всего. Не может быть никакой истории мысли, независимой от развития материальных условий жизни общества. Идеология всегда есть идеология конкретных людей, которые живут в определенных условиях, существование которых зависит от специфического способа производства, людей, находящихся в конкретных общественных отношениях с другими людьми и делающих определенные вещи в силу определенных желаний и целей. Их идеология не формируется независимо от процесса их материальной жизни. Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди, писали Маркс и Энгельс. И из их действительного жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзвуков этого жизненного процесса. Даже туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития. Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Маркс и Энгельс Немецкая идеология Глава Фейербах Условия возникновения абстрактных идей и потребность общества в идеологическом развитии таких идей порождаются развитием производства, вытекающим из него развитием производственных отношений и развитием социального общения, основывающегося на этих отношениях. Идеологии развиваются не в результате внутренней деятельности человеческого духа, происходящие независимо от материальной жизни общества, а как следствие развития материальной жизни общества, которое обусловливает продукты интеллектуального производства. Поэтому в обществе, разделенном на классы, идеологии принимают классовый характер. Там развиваются различные взгляды в связи с различным положением различных классов в общественном производстве, их различным отношением к средствам производства, их различной ролью в общественной организации труда, различным способом получения ими их доли общественного богатства, их различными материальными интересами. Таким образом, различные идеологии вырабатываются для обслуживания интересов различных классов. Отражение действительности в идеологии. Итак, идеологическое развитие направляется материальным развитием общества, развитием производства, производственных отношений, классов и классовой борьбы. Стало быть, причины, направляющие ход идеологического развития в том или ином направлении, в конечном итоге всегда надо искать не в сфере самого идеологического развития, а в сфере условий материальной жизни. Например, для того, чтобы объяснить, почему буржуазная идея о правах человека вытеснила феодальную идею о правах, необходимо проследить, какие изменения произошли в способе производства материальной жизни. Ибо эти изменения порождают противоречия между феодальной идеей о правах и общественными отношениями, юридическое признание которых было необходимо для ведения капиталистического способа производства и обусловило изменение представления о правах таким образом, чтобы оно пришло в соответствие с действительностью. Точно так же в сфере идей о природе эти же изменения в способе производства обусловили появление нового направления. В общем и целом феодальная идеология была вытеснена идеологией буржуазной, потому что в материальной жизни общества феодальные общественные отношения были вытеснены буржуазными. Однако в то же время идеологическое развитие, как развитие абстрактного мышления, имеет свои характерные особенности, свои внутренние законы. Его направление определяется развитием материальной жизни общества и всякая идеология развивается на основе определенных материальных общественных отношений и деятельности, служа определенным материальным интересам. Тем не менее, верно и то, что идеология всегда должна удовлетворять определенным интеллектуальным запросам, и что эти запросы постоянно возникают и удовлетворяются в ходе идеологического развития. Цель развития идеологий служения определенным классовым интересам. Они представляют собой интеллектуальное орудие, интеллектуальное оружие, создаваемые и выковываемые определенными классами в соответствии с их материальным положением и потребностями. Но именно в силу того, что они являются интеллектуальным орудием и интеллектуальным оружием, идеологии для того, чтобы быть полезными, должны удовлетворять интеллектуальным запросам. Они должны подчиняться правилам обращения с идеями подобно тому, как материальное орудие и материальное оружие должны, например, подчиняться правилам обработки металла. Откуда возникают эти внутренние интеллектуальные потребности идеологического развития? Они возникают из того факта, что идеология есть отражение реального материального мира в форме абстрактных идей. Всякая идеология есть попытка людей понять действительный мир, в котором они живут, и составить представление об этом мире или о некоторых сторонах этого мира и их собственной жизни таким образом, чтобы это могло сослужить им службу в определенных условиях их существования. Поэтому они должны всегда стремиться развивать свою идеологию как связанную систему идей, которая согласуется с фактами постольку, поскольку люди столкнулись с ними на практике и установили их. Это вызывает интеллектуальные запросы, которые должны быть удовлетворены с помощью идеологий, а их удовлетворение – закон, который действует постоянно, влияя на развитие идеологии. Идеологии должны разрабатываться так, чтобы, во-первых, удовлетворять общим потребностям отражения действительности в идеях, то есть законам логики, во-вторых, они должны удовлетворять конкретным требованиям отражения той или иной части действительности, то есть они должны согласовываться с фактами постольку, поскольку люди столкнулись с этими фактами на практике и установили их. Таким образом, идеологии развиваются на основе данной структуры общества, чтобы служить интересам того или иного класса, и в ходе этого идеологического развития постоянно прилагаются усилия к тому, чтобы сделать выработавшиеся взгляды внутренне последовательными и логичными, добиться того, чтобы они давали объяснения и связное представление об основных фактах, выявляющихся в результате практической деятельности общества на данном этапе развития. Это порождает постоянные противоречия в развитии идеологии. С одной стороны, взгляды, развиваемые представителями различных классов, оказываются логически непоследовательными и несовместимыми с очевидными фактами. С другой стороны, факты и требования логики приводят к заключениям, которые не согласуются с прочно укоренившимися взглядами. Такие противоречия порождают постоянный процесс дальнейшей тщательной разработки идеологии, поскольку идеологи стремятся найти пути и способы разрешения этих противоречий. Критика идеологии Какую бы область идей не взять, их развитие есть выражение стремления всесторонне эти идеи проанализировать, сделать их последовательными, представить их логично изложенными и приспособить к фактам, установленным в результате практической деятельности. Это стремление играет важную роль в дальнейшей тщательной разработке идеологии. В самом деле, чем более конкретно знакомимся мы с развитием определенных идеологий, то есть, чем больше внимания уделяем мы подробностям их развития, а не их наиболее общим чертам, тем необходимее учитывать интеллектуальную сторону идеологического развития. Стремление привести идеи в соответствие с упрямыми фактами устранить противоречия и создать последовательный аргументированный взгляд оказывает очень большое влияние на подлинное развитие идей. В ходе этого развития выражение экономических отношений и классовых интересов в данной сфере идей неизбежно становится менее очевидным, менее непосредственным, более туманным и окольным. Вот что Энгельс писал, например, о развитии правовой идеологии. «Право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть его выражением внутренне согласованным, которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий. А для того, чтобы этого достичь, нарушают точность отражения экономических отношений все более и более. Таким образом, ход правового развития, то есть развития правовой идеологии, примечания Корнфорта, состоит по большей части только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юридические принципы, и установить гармоническую правовую систему, а затем влияние и принудительная сила дальнейшего экономического развития опять постоянно ломают эту систему и запутывают ее в новые противоречия. Энгельс. Письмо Конраду Шмидту. 27 октября 1890 год. Тот же самый процесс происходит во всех сферах идеологии. В философии, богословии, представлениях о морали, представлениях о природе и так далее. Идеологии всегда особенно уязвимы и беззащитны перед лицом критики, когда им свойственны внутренние противоречия и когда они не опираются на факты, полученные в результате опыта. Те люди, которые в качестве интеллектуальных представителей данного класса выдвигают общую точку зрения в идеологии, всегда вынуждены по этой причине разрабатывать свою идеологию, что зачастую приводит к созданию очень сложных и далеко идущих идеологических построений. И тогда, как заметил Энгельс, эти построения опять перестают служить данным интересам в новых условиях и весь процесс начинается снова. В философии, например, это проявляется в создании множества философских систем. Если этот процесс критики происходит в ходе развития идеологии определенного класса, он принимает иную и более острую форму, когда на основе новых факторов в материальной жизни общества начинают складываться новые и противоречащие ей представления, выражающие интересы иных классов. Такие новые представления не возникают до тех пор, пока их не порождает материальная жизнь. Однако, коль скоро эти представления появились, их носители, основываясь на новой точке зрения, начинают критиковать установившиеся взгляды, приводя многочисленные примеры их непоследовательности. Они действуют с помощью логики и взывают к фактам, как к могущественному интеллектуальному оружию, дающим ему возможность дискредитировать и уничтожить старые взгляды. Историки идей по большей части впадали в ошибку, пытаясь понять идеологическое развитие исключительно в свете возникновения интеллектуальных запросов и удовлетворения их. Как указывали Маркс и Энгельс, этого нельзя делать, поскольку нельзя объяснить, почему те или иные новые взгляды возникли в то или иное определенное время, или почему выработались именно такие взгляды, а не иные, если мы не будем искать причин этого в материальной жизни общества. Однако нельзя также проследить развитие идеологии, не учитывая интеллектуальных потребностей. Марксизм никогда и не утверждал, что это возможно. Это противоположного рода ошибка, в которую впадали некоторые школы социологов, а именно те, кто признавал учение экономического детерминизма. Согласно этому учению экономическая деятельность есть единственный фактор, определяющий все развитие общества во всех его аспектах, не признавая, что в идеологии происходит процесс отражения реального мира в идеях человека, они считают идеологию исключительно результатом развития различных идей, выражающих различные материальные экономические интересы и служащих им. Это приводит последователей такой доктрины к одному из двух следующих заключений. С одной стороны, они считают, что поскольку все идеи суть лишь практические орудия, служащие различным материальным интересам, никакие идеи, в том числе и их собственные, не могут претендовать на правильное отражение действительности, и что следовательно, всякая идеология, включая их собственную, во всех отношениях столь же иллюзорна, как и все остальное. С другой стороны, они бывают склонны считать себя и свои идеи исключением, изображать из себя людей особых, которые путем какого-то интеллектуального чуда поднялись над всеми классовыми точками зрения и могут взирать на остальное человечество сверху вниз, сидя в башне и слоновой кости, олицетворяющей их полнейшую и абсолютную объективность. В обоих случаях они явно впадают в противоречие с самими собой. Однако основой для критики идеологии всегда были и остаются требования разума и данные опыта, то есть критическое сопоставление идеологий с действительностью. Это сопоставление проводилось постоянно в ходе самого идеологического развития. Оно проводилось не людьми, которые умудрились изолироваться от общественной жизни, ибо таких людей не существует. Оно осуществлялось в ходе длительного развития человеческой практики, производства, науки и классовой борьбы. Итак, в ходе развития идеологии имеет место развитие достоверного и внутренне согласованного отражения действительного мира в идеях людей. Непрерывный учет фактов и стремление к последовательности, имеющие место вопреки всякого рода интеллектуальному обману, тенденциозности, измышлениям, фантазии, софистике и непоследовательности, которые сопутствуют им на каждом этапе, неуклонно приносят положительные результаты. Эти результаты постоянно проверяются, закрепляются, критикуются и прогрессируются развитием человеческой практики. Истина и иллюзия в идеологиях. Все идеи суть отражения объективной материальной действительности, которая в конечном счете является их источником. Однако, как мы только что видели, хотя в идеологии развивается верное отражение действительности в идеях, это происходит наряду с развитием всякого рода иллюзий, искаженного фантастического отражения действительности. Столкновения и взаимопроникновения истины и иллюзии в ходе идеологического развития выражают тот факт, что отражение действительности в идеях осуществляется различными способами в результате различных процессов и различными путями. Одним из путей возникновения у нас идей о вещах и дальнейшего уточнения этих идей является процесс нашего практического взаимодействия с предметами, основой и проверкой которого служит практический опыт. Дальнейшее развитие этого процесса осуществляется путем научного изучения действительных процессов, действительных свойств предметов, движений этих предметов и их взаимных связей. Поскольку идеи о предметах создаются подобным образом, идеи и заключения о них, воплощенные в идеологиях, более или менее правильны, то есть они более или менее верно отражают действительность и соответствуют ей. Однако это не единственный путь образования идеи. Они возникают также более косвенным и окольным путем, причем идеи, возникающие более косвенным и окольным путем, оказывают весьма большое влияние на образование идеологии. Этот окольный процесс, который вторгается в образование идеологии, включает три основных этапа. На первом этапе абстрактные идеи образуются на основе различных общественных отношений и опыта людей. На втором этапе эти абстрактные идеи обособляются от фактического опыта и отношений, из которых они происходят. На третьем этапе с помощью этих абстрактных идей разрабатываются как частные заключения, так и общие представления о всякого рода предметах. Например, когда общество распадается на классы и возникает правящий класс, тогда на основе определенных общественных отношений, социального опыта и деятельности возникает абстрактное представление об отношениях между правителем и управляемыми, о власти и прерогативах правителя. Затем это абстрактное представление отделяют от фактического опыта и отношений, из которых оно первоначально возникло, рассматривают его как выражение общей истины относительно Вселенной и далее вырабатывают представление о Боге властителе Вселенной. Третий и последний этап заключается в том, что начинают рассматривать существующие общественные отношения как повеление Бога, а природу как его творение. Когда представление о предметах возникает и разрабатывается в этом направлении, это означает, что мы подходим к тем или иным предметам, с каким-то более или менее установившимся предвзятым мнением. В самом деле, такие предвзятые мнения зачастую так укоренились в нашем мозге вследствие воспитания и привычки, что нам и в голову не приходит ставить их под сомнение. Мы принимаем их за аксиомы, за естественные и очевидные способы мышления. Так и получается, что наши общие представления и частные выводы о предметах возникают прежде всего не как результат критического исследования и проверки выводов на практике, а в отрыве от практики не критическим путем без исследования. Когда представления о предметах создаются таким путем, они вообще перестают быть истинными и становятся в большей или меньшей степени иллюзорными. Они не являются правильным отражением действительности и не соответствуют ей, а наоборот дают неправильную, иллюзорную, фантастическую или искаженную картину действительности. Однако иллюзии всегда имеют своим источником действительную жизнь. Они не просто чистое порождение мозга, а возникают, как мы только что видели, в результате образования представлений из одного источника, а затем обобщения их и использования в качестве предвзятых мнений в самых различных контекстах вместо критического образования и проверки представлений посредством фактической практики и опыта. Всякая иллюзия имеет своим источником действительность. Она отражает определенные условия материальной жизни, возникает из определенных общественных отношений, опыта и деятельности. Вот почему многие иллюзии сохраняются так упорно. Это происходит не просто в результате внедрения в умы индивидуумов неких иллюзорных представлений. Суть в том, что существующие общественные отношения постоянно порождают определенные иллюзии, причем эти иллюзии служат определенным материальным интересом. Иллюзии принимают две главные формы. Во-первых, возникают иллюзии о действительных предметах. Неправильные понятия о действительных процессах и отношениях, знакомых нам по опыту и практике. Такова, например, иллюзия, заключающаяся в рассмотрении общественных отношений и учреждений как следствие человеческой натуры или как результата определения их законами разума. Во-вторых, иллюзии превращаются в чистый вымысел и фантазию придумывания воображаемых предметов. Так у людей не только создаются неправильные представления о природе и обществе, а природа и общество действительно существуют. У них возникают идеи о рае и аде, о духовном мире и о других несуществующих вещах. Люди начинают выдумывать всякие воображаемые существа. Богов, волшебниц, чертей. В этой связи мы должны отметить, что нельзя просто ставить знак равенства между иллюзией и ошибкой. Конечно, иллюзия тоже ошибка, но ошибка особого рода. Предположим, например, что кто-нибудь утверждает, что 13 в квадрате равно 166. Это простая ошибка. Ошибка в вычислении, ибо правильный ответ 169. С другой стороны, предположим, что этот человек утверждает, что 13 несчастливое число. Это уже не похоже на ошибку в вычислении, которая может быть допущена людьми, имеющими в общем и целом правильные представления о числах. Это иллюзия, и именно иллюзия, согласно которой числа бывают счастливые и несчастливые. Такое заблуждение не просто результат ошибки в действиях с числами, а результат приложения к числам предвзятого представления относительно счастья, которое, хотя оно определенно имеет своим источником опыт и практику, неверно и не критически прилагается к числам. Точно так же, если говорят, что английская конституция была введена Оливером Кромвелем, то это ошибочное заявление, являющееся результатом недостаточного изучения истории английской конституции. Но, предположим, кто-нибудь заявит, что английская конституция есть выражение неповторимого духа англо-саксонской расы или что она дарована английскому народу Богом. Подобные заявления, хотя они и ошибочны, не просто ошибка, вытекающая из незнания истории. Они возникают в результате приложения к социальным вопросам, предвзятых идей о расовом духе и о Боге. Таким образом, иллюзии есть ошибки особого рода, возникающие из вполне определенного неправильного понимания предметов в результате приложения к ним предвзятых представлений. Научная и иллюзорная идеология Фактически в формировании идеологии присутствуют оба процесса образования абстрактных идей. Процесс критического образования более или менее истинных идей посредством практического опыта и взаимодействия с предметами и процесс образования более или менее иллюзорных идей, предвзятых представлений, влияющих на образование взглядов. В то же время тот или иной из этих процессов может преобладать преобразование определенных идеологий, так что они становятся в одном случае по преимуществу научными, а в другом по преимуществу иллюзорными и антинаучными. В обществе, разделенном на классы, всякая идеология развивается интеллектуальными представителями определенных классов, соответствует фактическому положению определенных классов в классовой борьбе и удовлетворяет их потребности в связи с этой борьбой. В силу этого мы можем видеть, насколько неизбежно взаимодействие и переплетение двух процессов в ходе образования классовой идеологии. С одной стороны, поскольку интересы данного класса требуют правильной оценки действительности, основанной на каком-то критическом исследовании, его идеология содержит научный элемент. Например, классовый интерес капиталистического класса безусловно требует, чтобы была проделана значительная работа по открытию действительных законов, управляющих различными процессами природы. И такие открытия играют свою роль в буржуазной идеологии. Те же самые интересы также требуют проведения определенных исследований в социальной области. Из этого источника в буржуазную идеологию опять-таки проникает определенный научный элемент. С другой стороны, в той мере, в какой интересы данного класса и его место в общественном производстве порождают определенные предвзятые представления и иллюзии, служащие этому классу в его борьбе. Его идеология иллюзорна. Так, например, поскольку речь идет о буржуазной идеологии, в ней есть много элементов, которые просто-напросто воплощают иллюзию буржуазного класса и взгляды, свойственные только буржуазному обществу. Действительно, буржуазная идеология образуется в результате развития обоих процессов. Это порождает противоречия в ее развитии, поскольку результаты этих процессов постоянно приходят в противоречие друг с другом и разрешение таких противоречий приходится искать в развитии идеологии. То же самое верно для идеологии других классов, хотя в буржуазной идеологии научный элемент значительно сильнее, так что противоречия приобретают более острый характер. Так, например, в ходе развития буржуазной философии наблюдается постоянное стремление примирить научные открытия с предвзятыми буржуазными представлениями. Наиболее наглядное проявление этого противоречия в буржуазной философии есть противоречия между материалистической картиной мира, создаваемой в результате научных открытий, и религиозными взглядами, которые составляют существенную часть предвзятых идеологических представлений. Философы постоянно ищут способы и средства разрешения этого противоречия. Они то и дело разрешают его к своему удовольствию, но сколько бы они его не разрешали, оно возникает вновь и вновь. Далее в буржуазном обществе в науке открытия всегда истолковываются с помощью философов в соответствии с предвзятыми буржуазными представлениями. Сегодня можно это видеть, например, в развитии физики, где открытием квантовой физики дается следующее истолкование. Они, мол, означают, что события нельзя предсказать и что истинная их природа непознаваема. Это просто приложение к области физики предвзятых буржуазных идеологических представлений, порожденных общим кризисом капитализма. С другой стороны, от некоторых предвзятых представлений, по крайней мере, в их прежних формах, отказались и заменили их другими, ибо они вступали в противоречие с прогрессом в области познания природы. Так произошло, например, с религиозными учениями, которые весьма часто подвергались изменениям в ходе борьбы, имевшей целью примирить религию с наукой, как это было, например, когда богословы в качестве уступки эволюционному учению в конце концов отказались от Адама и Евы. Рассматривая подобные примеры, можно видеть, что противопоставление и взаимное проникновение научных и иллюзорных элементов в идеологии не следует понимать упрощенно и считать, что представления об одном предмете научны, а о каком-нибудь другом иллюзорны. На деле научные и иллюзорные элементы скорее противопоставляются друг к другу и взаимно проникают в идеях об одном и том же предмете. Так, например, буржуазная идеология представляет собой противоречивое сочетание некоторых истинных и иллюзорных элементов, причем последние всегда упорно продолжают существовать. Можно сказать, что в буржуазной идеологии научный элемент сильнее в представлениях о процессах природы, а иллюзорный элемент сильнее в представлениях о социальных процессах. Однако оба элемента проникают во все области буржуазной идеологии, причем иллюзорный элемент является самой характерной чертой этой идеологии. Особенностью буржуазной идеологии, свойственной только ей одной, является характер ее иллюзий. То же самое можно сказать и о других идеологиях прошлого. В то же время мы можем с полным основанием утверждать и утверждаем, что социалистическая или марксистская идеология есть прежде всего идеология научная, и в этом отношении отличается от всех других идеологий без исключения. Это объясняется тем, что борьба за уничтожение капитализма, а вместе с ним и всякой эксплуатации человека человеком, борьба, которой эта идеология служит, требует прежде всего правильной оценки действительности и выступает против всех иллюзий, питаемых обществами, основанными на эксплуатации. Глава 7. Идеологические иллюзии Источником идеологических иллюзий являются определенные производственные отношения общества. Они возникают из этого источника не путем сознательного процесса, а бессознательно или стихийно. Идеологи, не зная подлинного источника своих иллюзорных идей, воображают, будто они создали их в процессе чистого мышления. Таким образом, в идеологии происходит процесс инверсии, в результате которого действительные социальные отношения изображаются как притворение в жизнь абстрактных идей. Наконец, идеологические иллюзии составляют продиктованную классовыми интересами систему обмана людей. Идеологическое отражение производственных отношений В этой главе мы рассмотрим развитие предвзятых идеологических представлений или иллюзий, а в следующих двух главах перейдем к рассмотрению развития научных идей. Существует пять главных характерных черт развития идеологических иллюзий в классовом обществе, которые можно проследить в каждой идеологии, вплоть до буржуазной и включая ее. Первая черта идеологических иллюзий заключается в том, что они всегда возникают как отражение определенных исторически сложившихся производственных отношений. Их источник – производственные отношения общества. Создается впечатление, что в ходе развития идеологических иллюзий абстрактные идеи, теории общего порядка берутся из человеческой головы, развиваются и контролируются, по всей видимости, просто самим процессом мышления. Но как такие идеи приходят людям в голову? Каков их источник? Если не предполагать, что такие идеи возникают в уме человека стихийно, или что человек рождается с готовыми врожденными идеями, то следует предположить, что источником всех наших идей, в том числе самых абстрактных, иллюзорных, является объективная реальность, находящаяся за пределами ума. Из этого источника они возникают и отражением его являются. Сознание всегда лишь отражение материального существования. Материя, объективное бытие, первично, а сознание, отражение материи, вторично. У разума нет никаких собственных внутренних источников, откуда он мог бы черпать идеи. Всякая идея, всякий элемент идеологии возникают из некой объективной реальности, некоего реального аспекта материального мира, и отражают их. Источником иллюзий в идеологии всегда является реальная экономическая структура общества. Как люди живут, так они и думают. В соответствии с отношениями, в которые они вступают, производя средства существования, они создают социальные идеи и социальные теории. Так, например, в феодальных идеях земельной собственности и в феодальной идеологии вообще отражаются действительные отношения землевладельцев и крепостных, установившиеся при феодальном способе производства. Точно так же в капиталистической идеологии отражаются капиталистические отношения. В первобытной идеологии, первобытно-общинного строя, отражаются значительно более простые отношения между членами племени, солидарность индивидуума с племенем. Таким образом, по мере развития общества, идеи, которые отражают имущественные отношения общества, разрабатываются в форме систем и теорий о политике, общественных правах и обязанностях, законе и так далее. Всякая такая идеология имеет своим источником производственные отношения общества и в конечном итоге представляет собой ничто иное, как идеологическое отражение этих отношений. То же самое относится и к идеям о морали. Если у нас есть идеи об абсолютных критериях хорошего и плохого, верного и неверного, добродетеля и порока, то эти идеи – суть отражения не какого-либо объективно существующего свойства тех или иных лиц или действий, а социальных отношений, в которые люди вступили и в рамках которых протекает их личная деятельность. Неудивительно поэтому, что суждения о морали меняются по мере того, как происходят коренные сдвиги в социальных отношениях и что есть только один объективный критерий, позволяющий судить о том, что одна мораль выше другой, а именно когда она является отражением более высокой социальной системы и отвечает ее потребностям. То же самое верно и в отношении идеологии сверхъестественного, то есть религиозной идеологии. Мир сверхъестественного, который люди создают в своем представлении, в конечном счете, ничто иное, как отражение реально существующего общества и общественных отношений между людьми в их земной жизни. Мир сверхъестественного всегда стоит на страже устоев общества. Религия племен стоит на страже племени и охраняет сложившиеся в нем отношения, а идеи христианства в наше время получили такую форму, что создается впечатление, будто небеса стоят на страже буржуазного порядка в обществе. Мир сверхъестественного, охраняющий социальный порядок и оправдывающий его, создается по образу этого социального порядка. Таковы примеры, показывающие, как различные виды идеологических иллюзий развиваются в форме абстрактных идей, источником которых является развитие социальных отношений, точнее, производственных отношений. Объективная реальность, которая отражается в таких идеях, не что иное, как существующий комплекс социальных отношений, проистекающих из производства материальных средств жизни. Стихийный характер идеологических иллюзий Вторая характерная черта идеологических иллюзий заключается в том, что, хотя их источником является комплекс действительных социальных отношений, они не черпаются из этого источника сознательным путем и не выдвигаются в качестве анализа существующих общественных отношений. Идеи, которых придерживаются люди, могут отражать их социальные отношения, но идеологические иллюзии создаются не путем сознательного отражения ими их собственных социальных отношений и разработки научным способом для самих себя точного и систематического представления о структуре общества, в котором они живут. Например, идеи политической экономии в том виде, как они изложены в капитале Маркса, вырабатывались путем сознательного методического изучения фактически существующих производственных отношений. Именно поэтому они носят не иллюзорный, а научный характер. Идеологическая же иллюзия возникает именно как бессознательное, непреднамеренное отражение существующей общественной структуры, выраженное в общих идеях о мире. Она носит бессознательный, стихийный характер. Вот почему, если мы хотим раскрыть наиболее существенные черты той или иной ошибочной идеологии, мы должны искать их не в тех рациональных формах, в которые люди облекли свои идеи, а скорее в неподкрепленных доводами разума, предпосылках, предвзятых суждениях, которые люди принимают за нечто само собой разумеющееся и которые определяют ход их мысли. Например, по идеологии средневековой католической церкви весь мир, небо и земля рассматривались как иерархия, низшие члены которой непременно подчинены высшим. Создавая эту идеологию, люди не намеревались дать представление о феодальном порядке. Сознательное намерение заключалось в том, чтобы дать представление о необходимом порядке всего мира, и оно сознательно разрабатывалось в качестве логической системы. И все-таки идеология фактически была отражением существовавших в феодальном обществе отношений, которые таким образом воспроизводились в идеях людей путем стихийного, непреднамеренного, бессознательного процесса. Общие идеи представляли собой отражение фактических общественных отношений, но они не создавались сознательно в качестве такого отражения, а возникали бессознательно и стихийно в человеческой голове. Затем эти идеи фиксировались в качестве предвзятых суждений, которые применялись для истолкования и разработки теории, освещающей все то, чем люди интересовались, будь то природа, общество или воображаемое царство небесное. Стихийный, бессознательный характер идеологического отражения производственных отношений объясняется стихийным, бессознательным характером самих производственных отношений. Производственные отношения людей необходимы и не зависят от их воли. Это служит ключом к пониманию характера иллюзорного идеологического отражения этих отношений в абстрактных представлениях о мире и обществе. Данные производственные отношения не устанавливаются преднамеренно, но в то же время на данном этапе развития общества они неизбежны. Поскольку люди отнюдь не принимают решения установить их, но и не могут без них обойтись, они не осознают, что это приходящие общественные отношения, установившиеся на определенное время в определенных условиях и отвечающие лишь временным историческим потребностям общества. Они скорее кажутся им составной частью необходимого порядка вещей. Характерные черты социальных отношений людей и их отношений с природой, являющиеся на деле исторически сложившимся результатом определенного способа производства, отражаются в абстрактных идеях в форме предвзятых представлений и иллюзий о природе человека и общества, как идеи о божестве и божественном проведении, о праве и справедливости, о вечных и непременных характерных чертах всего сущего, о конечной природе действительности и так далее. Иллюзия относительно чистой мысли Третья черта идеологических иллюзий заключается в следующем. Именно потому, что их стихийный характер не дает людям возможности познать их подлинный источник, человеку кажется, что они явились результатом свободного мыслительного процесса, чистой и ничем не связанной деятельности разума. «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным», — писал Энгельс. «Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления, или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным. Без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением и не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника». Энгельс. Письмо Францу Мерингу. 14 июля 1893 года. Примечание. Маркс и Энгельс зачастую применяли термин «идеология» исключительно к процессу идеологической иллюзии, то есть употребляли его в ограниченном смысле. Когда этот термин применяется в таком ограниченном смысле, то тем самым научный образ мысли исключается из идеологического процесса и такое выражение, как научная идеология становится столь же противоречивым, как, скажем, квадратура круга. С другой стороны, Ленин зачастую применял термин «идеология» в более широком смысле. Он говорил, например, о научной социалистической идеологии и определял марксизм именно как такую идеологию. В данной работе я употреблял этот термин в широком смысле, так что слово «идеология» используется мною для обозначения типичной системы воззрений или теории, характерной для определенного периода или для определенного класса, в которой могут быть как иллюзорные, так и достоверные или научные элементы, и которые с развитием революционного рабочего движения и социализма становятся прежде всего научной и очищаются от иллюзорных способов мышления, характерных для предшествовавших идеологий. Конец примечания. Энгельс писал также, что идеология, разработка идеологических иллюзий, имеет дело с мыслями как с самостоятельными сущностями, которые обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам. Тот факт, что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается этот мыслительный процесс, в конечном счете определяют собой его ход, остается неизбежно у этих людей неосознанным, ибо иначе пришел бы конец всей идеологии. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Идеологическая инверсия. Четвертая черта идеологических иллюзий заключается в том, что в них имеет место процесс инверсии, в результате которого действительные социальные отношения изображаются как осуществление абстрактных идей. В процессе идеологической иллюзии порождения абстрактной мысли рассматриваются так, словно они независимы от материальных общественных отношений, отражением которых они в действительности являются. Поэтому получается, что в ходе такого процесса действительность ставится с ног на голову. За источник абстрактных идей принимается мозг, а нематериальная действительность общественных отношений. Таким образом, конечная причина существования этих отношений воспринимается как абстракция мозга. Согласно этим искаженным воззрениям, люди создают социальные отношения в зависимости от своих абстрактных идей, а не наоборот. Возьмем, например, абстрактные представления о праве и справедливости, составляющие важную часть всякой идеологии. Дело изображается так, словно абстрактное право и абстрактная справедливость независимо от фактически существующих социальных отношений, а сами эти отношения изображаются как отражение и осуществление, быть может, несовершенное, абстрактного права и абстрактной справедливости. Согласно такой точке зрения, которая ставит все с ног на голову, получается, что абстрактные идеи права и справедливости определяют действительные отношения людей, тогда как на самом деле действительные отношения определяют их идеи права и справедливости. Далее получается, что социальные системы оправданы постольку, поскольку они соответствуют абстрактным идеям права и справедливости, тогда как в действительности идеи права и справедливости оправданы постольку, поскольку они способствуют материальному прогрессу общества. «С экономическими, политическими и другими отражениями дело обстоит так же, как и с отражениями в человеческом глазу», писал Энгельс. «Они проходят через призму и поэтому представляются в перевернутом виде, вниз головой. Только отсутствует тот нервный аппарат, который для нашего представления поставил бы их снова на ноги. Это извращение создает то, что мы называем идеологическим воззрением». Энгельс. Письмо Конраду Шмидту. 27 октября 1890 год. Маркс и Энгельс писали. «Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке глаза проистекает из непосредственно физического процесса их жизни». Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. «В результате этой идеологической инверсии получается, что в каждую эпоху люди разделяют иллюзию, согласно которой их институты и общественная деятельность – суть выражения их абстрактных представлений, религий, философии, политических принципов и так далее. Так рабовладельцы Древнего Рима считали, что они руководствуются республиканскими принципами, а современные капиталисты считают, и все еще пытаются заставить других считать, что они руководствуются демократическими принципами. В средние века войны велись будто бы во имя религиозных принципов, а войны наших дней ведутся будто бы во имя национальных или политических принципов». Согласно такой точке зрения, писал Маркс, каждый принцип имел особый век для своего проявления. Так, например, принципу авторитета соответствовал XI век, принципу индивидуализма – XVIII век. Не принцип принадлежал веку, а век-принципу. Другими словами, не история создавала принцип, а принцип создавал историю. Маркс – нищета философии. Итак, каждая эпоха создает свои характерные иллюзии, которые отражаются в ее господствующей идеологии. Иллюзии относительно действительных причин и побудительных сил ее институтов в деятельности. Например, писали Маркс и Энгельс, какая-нибудь эпоха воображает, что она определяется чисто политическими или религиозными мотивами. Хотя религия и политика – суть только формы ее действительных мотивов. Именно это составляет иллюзии этой эпохи. В этих иллюзиях воображение, представление этих определенных людей о своей действительной практике превращается в единственно определяющую и активную силу, которая господствует над практикой этих людей и определяет ее. Маркс и Энгельс. Немецкая идеология. Глава Фейербах. В идеологической иллюзии порождения мозга изображаются как господствующая непреодолимая сила в людских делах. Получается так же, что эти порождения мозга, являющиеся всего-навсего искаженным фантастическим отражением действительных условий существования, представляются человеческому воображению самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью. Таким путем создаются, как указывал Маркс, туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Маркс. Капитал. Таким образом, люди начинают думать, будто идеология является основой и побудительной силой всей их общественной жизни и институтов. Она создает в их воображении фантастический мир сил, стоящих над человеком и природой, и независимых от них. Сил, по отношению к которым люди чувствуют себя подчиненными, от которых, как им кажется, зависит их судьба, и помощью которых они стремятся заручиться в своих начинаниях. Религиозный мир, как указывал Маркс, есть только рефлекс реального мира. Маркс. Капитал. На самых первобытных ступенях организации общества люди сравнительно беспомощны перед лицом сил природы. Они держатся сообща, чтобы добыть себе средства к существованию. И без этого элементарного общественного единения и сотрудничества они были бы обречены на гибель. Этот факт отражается в их уме в иллюзиях магии. Людям кажется, что они обладают особой силой и достоинством в качестве членов своего племени или клана, и в их воображении это достоинство принимает форму особой магической силы. Изобретаются всякого рода процедуры для ее применения, а позднее, с разделением труда, магию начинают рассматривать как достояние и дело лишь определенных индивидуумов, а не всех людей. В то же время предполагается, что объекты и силы природы одушевлены. Позднее они олицетворяются. Таким образом, дело изображается так, будто все общение между людьми и между человеком и природой зависит от действия невидимых, таинственных сил. Развитие и дифференциация религиозных идей шли параллельно с развитием общественной жизни людей и отражали его. Первоначальные религиозные представления по большей части общие каждой данной родственной группе народов. После разделения таких групп своеобразно развиваются у каждого отдельного народа, смотря по выпавшим на его долю жизненным условиям. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Так же, как и всякая идеология, религия не создается заново на каждой новой фазе развития общества. Напротив, всякая идеология в своем развитии использует традиционные материалы, которые она берет от предыдущей идеологии и включает в себя материалы, позаимствованные от других идеологий. Так же обстоит дело из религии. Например, мы до сих пор можем распознать даже в учениях и обрядах протестантизма наших дней те элементы, которые перешли из первобытной магии, хотя они, быть может, изменились под влиянием различных наслоений и приобрели новый смысл. «Раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой», писал Энгельс. «Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, то есть экономическими отношениями людей, делающих эти изменения». Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Это характерная особенность всякой идеологической иллюзии, а именно тот факт, что поскольку она имеет дело с мыслями, как независимыми сущностями, она постоянно развивает новые идеи на материале старых. «Успешно скрывает то обстоятельство, что всякая идеология и всякий элемент идеологии не что иное, как отражение материального существования общества и создает впечатление, будто она и в самом деле то, чем хочет казаться, то есть независимая область идей». Характер идеологий никогда нельзя определить с первого взгляда. Он выявляется лишь путем применения глубокого научного открытия Маркса, показавшего, что способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Маркс к критике политической экономии. «До тех пор, пока люди не являются хозяевами своей социальной организации, их действительные социальные отношения отражаются в идеологических инверсиях, которые, отнюдь не делая их действительных социальных отношений понятными, вводят людей в заблуждение и скрывают действительный характер этих отношений, а также действительный характер движущих сил и законов общественной деятельности людей под покровом иллюзий религии, политики, права, искусства и философии». Идеология и классовый интерес Пятая черта идеологических иллюзий заключается в том, что в обществе, разделенном на классы, они представляют собой продиктованную классовыми интересами систему обмана, способ маскировки действительных социальных отношений в интересах определенного класса. Иллюзия всегда отражает действительные социальные отношения таким образом, что они предстают в замаскированном виде. Например, религиозная идеология средних веков с ее концепцией небесной иерархии, отражавшей феодальный порядок, означала, что эксплуатация крепостного феодалам изображалась как подчинение крепостного господам, данным ему богом. Точно так же тот явный факт, что феодал присваивал себе продукцию труда крепостного, прикрывался абстрактными феодальными идеями владения, долга, прав и обязанностей. Далее, тот явный факт, что капиталист присваивает стоимости, создаваемые неоплаченным трудом рабочих, прикрывается абстрактными капиталистическими идеями владения, договора и равноправия. Эта маскировка довершается капиталистическими формами религии. Вот почему буржуазная идеология, хотя она часто принимает нерелигиозные и антирелигиозные формы, всегда оставляет лазейку для религии и постоянно возвращается к ней. А в периоды кризисов, когда система подвергается серьезной опасности, религиозная идеология снова выдвигается на первый план и переходит в наступление. «Для общества товаропроизводителей», — писал Маркс, «характерное общественно-производственное отношение которого состоит в том, что продукты труда являются здесь для них товарами, то есть стоимостями, и что отдельные частные работы относятся друг к другу в этой вечной форме как одинаковый человеческий труд, для такого общества наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и так далее». Маркс, «Капитал». «Вся буржуазная идеология от религии до политической экономии прикрывает факт капиталистической эксплуатации». «Маскировка и обман, присущие всякой идеологической иллюзии, всегда социально обусловлены». Другими словами, они служат определенным социальным целям, определенным социальным интересам. В первобытном обществе до появления классов они способствуют укреплению и упрощению солидарности между членами племени, от чего зависит их существование. В условиях, когда люди пребывают почти в полном неведении относительно окружающих их сил природы, идеи о магии дают им возможность чувствовать, что они, тем не менее, могут господствовать над этими силами. Таким образом, движущей силой первобытной идеологии является стремление всего племени к самосохранению, стремление всех людей сохранить свою социальную организацию, чувствовать себя уверенно и прочно в ее рамках. Когда общество раскалывается на антагонистические классы и когда история вследствие этого становится историей классовой борьбы, классовые интересы становятся главной движущей силой идеологии. Всякая идеология становится идеологией класса, выражая, пусть самым окольным путем, условия существования определенного класса и служа этому классу в его борьбе против других классов. Господствующей идеологией любого периода является идеология правящего класса. Когда эту идеологию начинают оспаривать, то это есть всего-навсего выражение того факта, что существующим классовым отношениям бросается вызов другим классам. Маскировку и обман классовой идеологии, побудительной силой которых являются классовые интересы, не следует, однако, истолковывать, как прежде всего преднамеренный сознательный обман. Предполагать, что представители данного класса умышленно изобретают идеи, вводящие в заблуждение с сознательной целью преподнести людям в искаженном виде то, что им известно как действительная сущность социальных отношений, значит представлять себе, будто эти мыслители на самом деле знают действительный характер общественных отношений. Однако самая суть идеологической иллюзии заключается в том, что она представляет собой неправильное понимание социальных отношений. Вместо правильной научной концепции перед нами вводящая в заблуждение идеологическая концепция этих отношений. Это неправильное понимание возникает, как мы видели, не путем преднамеренного процесса, а скорее путем стихийного, бессознательного процесса. Это не преднамеренное искажение, а иллюзия. Если это обман, то в то же время и самообман. Те, кто хотел бы истолковывать идеологические иллюзии просто как умышленный обман, тем самым неправильно поняли бы самый характер того, что Маркс и Энгельс называли ложным сознанием. Тем самым такие люди предположили бы, что класс, интересом которого служит данная идеология, действительно обладает верным сознанием относительно основы своего существования. А именно этого ни один эксплуатирующий класс не понимает и понять не может. Утверждение, что идеологии – суть результат хорошо продуманных планов, рассчитанных на то, чтобы обманывать людей в интересах определенного класса – нелепая вульгаризация марксизма. Идеологии возникают вовсе не так. Конечно, представители и идеологи правящих классов постоянно занимаются сознательным, умышленным обманом народа. Но за этой системой умышленного обмана всегда кроется и самообман. В качестве примера можно сослаться на Платона, являвшегося представителем крайней идеологической реакции в Древней Греции. Согласно его учению, правители для того, чтобы держать народ в подчинении, должны пропагандировать, как он выражался, благородную ложь. Прекрасно осознавая, что это неправда, они должны утверждать, что правители и подчиненные – люди двух различных категорий, что правители – люди из золота, а все остальные – из меди и железа. В то же время Платон утверждал, что правление аристократии – наилучшая общественная система и что всякий отход от такой системы означал бы анархию и вырождение. Однако он, несомненно, верил этому. Это была одна из иллюзий его класса, составлявшая самую основу его воззрений. С точки зрения идеологии, аристократов-рабовладельцев, которые Платон выражал и в значительной степени создал, было вполне естественным говорить людям ложь и считать такую ложь благородной. Так обстояло дело со всеми идеологиями правящих классов. Добросовестное ложное сознание переплетается с умышленным обманом так тесно, что по временам их даже невозможно отличить друг от друга. Особенно это имеет место в капиталистическом обществе, где все, в том числе и идеи, продается или покупается. Те, кто имеет идеи, которые можно продать, рассматривают их как товар, который можно обменивать на деньги, а не как истину, которой должно верить. То, что определенные идеологии, продиктованы классовыми интересами, признавалось давно. Когда новый класс борется за власть и вследствие этого выдвигает новую идеологию против идеологии старых правящих классов, он тем самым в общем и целом признает, что старая идеология выражает интересы его политических противников. Поэтому он критикует эту идеологию как нагромождение лжи, продиктованной классовыми интересами. Свою же идеологию он выдвигает как систему истин, отвечающих главнейшим нуждам всего общества. Всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него уже для достижения своей цели, вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества. То есть, выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые. Класс, совершающий революцию уже по одному тому, что он противостоит другому классу. С самого начала выступает не как класс, а как представитель всего общества. Маркс и Энгельс, немецкая идеология, глава Фирбах. Поэтому вновь сформированная идеология обычно поначалу обладает большим стимулом для своего развития, как всеобъемлющая система идей, открывающая новые горизонты, отвечающая остро ощущаемым нуждам общества, словно она основывается не на интересах определенного класса, о начаяниях всего народа. Однако с течением времени, по мере того, как новый правящий и эксплуатирующий класс запутывается в свойственных для него противоречиях, его идеология теряет свою революционную силу и становится консервативной. Начинается ее загнивание и распад. Наконец, ее в свою очередь разоблачают как систему продиктованного классовыми интересами обмана, а ее выразители вырождаются из оригинальных мыслителей в наемных пропагандистов правящего класса. Глава восьмая. Наука. В противовес идеологической иллюзии люди открывают истину в ходе своей практической деятельности. Первоначальным источником такого открытия является общественное производство. Из идей, почерпнутых в ходе производственного процесса, возникают естественные науки, которые принимают форму специфических исследований, отделенных от производства и проводимых определенными классами, которые вносят в науку элементы своей классовой идеологии. В то же время развиваются общественные науки, которые уходят своими корнями в опыт, приобретенный в ходе классовой борьбы, служат целем общего управления общественными делами и контроля над ними. Однако при господстве эксплуататорских классов общественные науки не занимают такого места, какое занимают науки естественные. Идеи о производственном процессе. Наряду с развитием иллюзорного, превратного отражения производственных отношений в сознании идет развитие правильных идей человека о материальных объектах, которые его окружают и с которыми он имеет дело в процессе производства, о самом процессе производства, его собственной деятельности и общественных отношениях. Дело в том, что развитие производства и социального общения, возникающего из производства, требует правильных идей и порождает эти идеи о предметах, их взаимных связях и движениях, о различных видах деятельности людей и отношений между ними. Если люди не составят себе таких верных идей, они не смогут успешно осуществлять производство или вершить свои социальные дела. Чем больше разнообразие и мощь их производительных сил, чем разнообразнее и сложнее их социальная деятельность, тем более необходимо им углублять свои знания о природе и о самих себе, чтобы добиться успешного выполнения своих разнообразных замыслов. Маркс и Энгельс указывали, что в ходе развития абстрактной идеологии сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики. Однако в то время, как сознание абстрагируется таким образом от существующей практики, сознание существующей практики, в свою очередь, развивается с развитием этой практики. Самое развитие производства, разделение труда и развитие производственных отношений, которое ведет к иллюзорным полетам превратной идеологии, приводит также к расширению верных представлений людей об их действительных жизненных условиях. Такие верные идеи возникают не сами по себе. Их приходится тщательно создавать, разрабатывать и проверять на практике. Каждая верная идея — это открытие, сделанное людьми в ходе их общественной практики. Первоначальным источником открытий человека является практика общественного производства. Как мы уже видели, характерная черта процесса общественного производства заключается в том, что у людей есть идея о том, что они хотят произвести. Без осознания того, что нужно произвести, нет и не может быть никакого производства в человеческом обществе, даже самых примитивных форм сбора пищи и охоты. Итак, в ходе производства люди также неизбежно создают себе идеи об объектах, с которыми они приходят в соприкосновение, о материалах, которые они используют, и технических приемах, которые они применяют. Они открывают свойства этих объектов и материалов и то, что с ними можно сделать. «Простые моменты процесса труда следующие. Целесообразная деятельность или самый труд, предмет труда и средства труда», — писал Маркс. «Капитал». Ни один из этих факторов не может быть приведен в действие без соответствующих идей и открытий. С развитием производства и разделением труда формы труда становятся более разнообразными, его предмет расширяется, а орудия совершенствуются. Это означает, что, соответственно, расширяются идеи людей и что они делают новые открытия. Например, у первобытных людей, которые выражали свои общественные отношения и отношения с природой в магической идеологии, уже были очень точные и четкие идеи о различных видах животных, на которых они охотились, об их разнообразных повадках и свойствах. Об этом свидетельствуют, помимо всего прочего, пещерные рисунки, в которых они запечатлели свое знание. С развитием сельского хозяйства и ремесел люди совершили новые открытия, и их идеи о предметах природы, их свойствах и законах, с которыми связаны различные производственные процессы, значительно расширились. И теперь в современном капиталистическом обществе те самые институты и университеты, которые фабрикуют всякого рода религиозные, политические и философские буржуазные иллюзии, являются хранителями колоссального и все растущего запаса точных и систематических знаний о природе и о законах, используя которые человек укрепляет свое господство над природой. Все это – плоды тысячелетних усилий людей и в особенности огромных успехов в области производства, достигнутых в капиталистическую эру. Таким образом, если основным источником иллюзий человека являются производственные отношения, то человек также постоянно совершает открытия, которые возникают в конечном итоге из самого производственного процесса. В ходе этих открытий происходит развитие абстрактных идей, которые отражают различные черты и свойства предметов и процессы производства без предвзятых идеологических представлений, инверсии или маскировки. Такие идеи о процессах природы и технологических процессах составляют, по сути дела, важную сторону самих производительных сил. Производительные силы включают людей с их производственным опытом и навыками. Производственный опыт и навыки людей закрепляются, обобщаются и систематизируются в их идеях. Имея эти идеи, они используют орудия производства, а также совершенствуют их. Далее, расширение знаний о процессе производства, о его предметах и орудиях, о принципах технологии и природы в целом есть не только важные условия для продолжения производства на данном уровне. При соответствующих условиях оно способствует дальнейшему прогрессу производства и таким образом может стать одним из факторов, делающих в конечном итоге необходимыми революционные изменения в производственных отношениях с целью приведения их в соответствие с новыми производительными силами. Появление естественных наук. Естественные науки имеют своим источником представления или знания, накопленные в процессе производства. С самого начала, писал Энгельс, возникновение и развитие наук обусловлено производством. Энгельс – диалектика природы. Он отмечает, что в древнем мире научное исследование в собственном смысле этого слова ограничивалось астрономией, математикой и механикой. Астрономия уже из-за времен года абсолютно необходима для пастушеских и земледельческих народов. Астрономия может развиться только при помощи математики. Следовательно, приходилось заниматься и последней. Далее, на известной ступени развития земледелия и в известных странах поднимание воды для орошения в Египте, а в особенности вместе с возникновением городов, крупных построек, и развитием ремесла развилась и механика. Вскоре она становится необходимой также для судоходства и военного дела. Она тоже нуждается в помощи математики и таким образом способствует ее развитию. Далее, с новым мощным развитием производительных сил, которое привело к установлению капиталистической системы и затем продолжалось в ее рамках, одна за другой возникают новые науки — физика, химия, биология, геология. Когда вдруг вновь возрождаются с неожиданной силой науки, начинающие развиваться с чудесной быстротой, то этим чудом мы опять-таки обязаны производству. Энгельс. Диалектика природы. Если развитие наук определяется производством, этим же объясняется и неравномерный ход этого развития, а также тот факт, что развитие это зачастую является односторонним. Это объясняется тем, что характер производства меняется, причем упор делается на различные производственные процессы. Так, например, химия не достигла особого развития до нового времени, а вот механика и некоторые отрасли биологии достигли весьма высокого уровня. Далее о развитии сельскохозяйственных наук сравнительно мало заботятся при современном монополистическом капитализме, а все науки, связанные с военным производством, усиленно поощряются. Наука как особая область, отличная от производства. Науки — весьма специализированная область со своими особыми методами и теориями. Возникновение наук происходит тогда, когда в результате разделения труда начинается специальное исследование свойств различных предметов и процессов природы, отличное от самого производства, и когда в соответствии с этим начинается также специальная разработка обобщения и систематизация идей, связанных с таким исследованием. Лишь при таких условиях можем мы говорить о науке. Так мы едва ли стали бы применять термин «наука» к знаниям первобытных племен, пусть даже обширным и точным, относительно различных видов животных и растений или о свойствах различных материалов, или о смене времен года. Такие знания достигают уровня науки лишь тогда, когда эти объекты становятся предметом специального исследования, отличного от фактического производства, прежде всего от охоты, создания орудий, огородничества и так далее. И когда затем все, что было открыто о них, обобщается и систематизируется в качестве особой области знания. Мы можем выделить три важнейшие особенности наук, которые все больше отделяют научную теорию от знания об объектах и процессах природы, неотъемлемо присущего процессу производства и составляющего осознание самими производителями их труда, его предметов и орудий. Первое. Для науки характерны систематические описания и классификация предметов и процессов природы. В качестве примера отметим составление карт небесных тел и их видимых движений, которые предприняли основатели астрономической науки, скажем, древние египтяне. Или сошлемся на естественные истории, составленные первыми исследователями живой природы, например, Аристотелем, в работах которого в области зоологии имеется систематическое описание и классификация большинства наиболее известных и некоторых выдуманных видов животных, а также предпринимаются попытки сформулировать законы, определяющие соотношение между различными свойствами различных животных. Второе. Базируясь на таком описании и классификации предметов природы и их движений, науки переходят через посредство абстракции к формулированию принципов и законов, выявляющихся в наблюдаемых свойствах и движениях предметов, природы и управляющих этими свойствами и движениями. Например, с помощью такой абстракции были созданы понятия о массе, моменте и другие понятия в механике или понятия о числе и геометрической форме в математике. Третье. Используя такие понятия, науки переходят к формулированию гипотез. Такие гипотезы представляют собой попытку разъяснить наблюдаемые свойства взаимной связи и движения исследуемых предметов и таким образом предсказать их прочие свойства, взаимной связи и движения. Они представляют собой попытку разработать систематическую теорию явлений, дать людям возможность понять эти явления и использовать их. Итак, хотя наука уходит корнями в производство и применяется в производстве, она в то же время развивается как специфическая деятельность, отличная от производства. Отсюда следует, что люди, развивающие науку, зачастую не сознают, что она связана с производством и могут даже отрицать это. Что касается осознания ими своей деятельности, то они могут вести свои исследования из любознательности, просто из стремления к знанию, из любви к человечеству, из желания просвещать людей или же потому, что им это нравится, потому что им за это платят, потому что они жаждут славы или хотят в пику своим противникам доказать их непроводу. Стимулами для научной работы могут быть самые различные субъективные мотивы, и они, конечно, могут влиять и влияют на характер работы и ее результат. Далее, коль скоро наука становится на путь определенных открытий, одни открытия зачастую ведут к другим, и процесс выведения заключений, обобщения и систематизации полученных идей протекает, повинуясь своей внутренней логике, независимо от частных практических проблем, связанных с производством. По этой причине важные научные проблемы зачастую исследуются раньше, чем это вызвано практическими потребностями, и даже задолго до того, как становится возможным какое-либо применение их на практике. Например, научные выводы о существовании электромагнитных волн были получены задолго до какого-либо их применения в радиотехнике. Расщепление атома было открыто за много лет до того, как были предприняты попытки найти в освобожденной атомной энергии какое-то практическое применение. Таким образом, научный прогресс имеет тенденцию приобретать собственную движущую силу, независимо от практического применения науки. Более того, даже когда это применение становится технически возможным, оно зачастую задерживается в силу политических и экономических обстоятельств. Таким образом, науки, как теория производства, с самого начала отличны от практики производства как в отношении их организации, так и в отношении личной деятельности и сознания тех людей, которые ими занимаются. В то же время характер наук и их уровень всегда зависят от характера и уровня производства. Их проблемы возникают в конечном итоге из производства, а их достижения, в свою очередь, внедряются в производство. Развитие наук всегда зависит от развития производства и, в свою очередь, поддерживает производство и толкает его вперед. Говоря об отличии науки от производства, надо подчеркнуть, что это не разобщение. Между ними существует очень тесная связь, и как только эта внутренняя связь обрывается, в науках всегда начинаются застой и загнивание. В общем и целом, наука получает новый стимул в те эпохи, когда развиваются новые методы производства. Люди, пролагающие новые пути в науке, всегда тесно связаны в своих практических интересах с новыми производственными процессами. Далее следует процесс научной разработки и развития новых идей и открытий. Но этот процесс не может долго продолжаться, если он не находит технического применения и если его ход не стимулируется проблемами, возникающими в результате этого применения. Наука и классы Все вышеуказанное свидетельствует о том, что появление наук есть результат разделения труда. Науки развиваются как продукт умственного труда в отличие от физического, как специальная область теоретической деятельности, отделенной от производительного труда. Из этого следует, что развитие наук тесно связано с развитием классов. В различные времена различные классы участвовали в развитии наук и в силу этого влияли на их развитие в духе приспособления их к своим классовым потребностям, а также навязывали наукам некоторые черты своей классовой идеологии. Из разделения труда возникли частная собственность и эксплуататорские классы, а с ними разделение между массой производителей, полностью занятых производительным трудом и привилегированным, обладающим досугом меньшинством, которое взяло в свои руки общее руководство обществом. Развитие наук как отрасли умственного труда зависело от наличия такого меньшинства, освобожденного от физического труда и имеющего возможность взяться за выполнение такого умственного труда. Таким образом, класс, который в тот или иной определенный период берет на себя общее управление обществом, а тем самым государством, религией и так далее, берет в свои руки также науки и оказывает определяющее влияние на их развитие. Науки развиваются в основном в качестве одного из средств, требующихся как для общего руководства и управления делами общества, так и для частных предприятий. Поэтому науки развиваются как средства или орудия в руках различных классов, служа их потребностям. А. В осуществлении и расширении производства. Б. В общем управлении общественными делами и контроле над ними. Эти классы поощряют развитие науки, поскольку их интересы требуют, чтобы они уяснили себе истинное положение вещей, вместо того, чтобы пребывать в неведении или придумывать ложные теории. Таким образом, развитие науки, а также его пределы регулируются теми интересами, которые возникают на основе условий существования определенных классов. Например, в рабовладельческом обществе и в феодальном обществе условия существования правящих классов, связанные со сравнительно низким уровнем развития сельского хозяйства и промышленности, таковы, что вызывают лишь самый ограниченный интерес к развитию науки. Однако с появлением буржуазии интересы последней стали требовать колоссального расширения научной работы, связанной в первую очередь с развитием мануфактур и промышленности, но также в силу условий ее революционной борьбы и с человеком, и с его общественными отношениями. Современная наука есть детище буржуазии, она является одним из самых типичных порождений буржуазного общества, средством для понимания процессов природы и общества и контролирования их, созданным в условиях развития капитализма. Классовая идеология в науке Тот факт, что определенный класс берет на себя ведущую роль в общем развитии науки, определяет также условия и пределы развития научных идей. На основе материальных условий существования определенного класса формируются предвзятые представления, которые определяют характер классовой идеологии. Эти предвзятые представления используются и применяются тем или иным путем интеллектуальными представителями класса во всех сферах их идеологической деятельности. Так они используются и применяются в научной работе, пропитывают теорию науки, опутывают ее и тем самым влияют на весь ход развития науки в каждый данный период, накладывая определенный отпечаток на это развитие. В рабовладельческом обществе была развита идея, которая получила дальнейшее развитие в феодальном обществе, что все существующее представляет иерархию, простирающуюся, начиная от Бога через разнообразные градации более низших духовных существ до ступеней на которых находятся люди, животные, растения и минералы. Каждая вещь существовала для цели, соответственно ее месту в этой системе и это определяло ее существенные свойства, а также ее движения и изменения. Такое понимание Вселенной господствовало в науках. Каждая теория относительно человека и природы должна была формулироваться на основе этого понимания и соответствовать ему. Например, считалось, что небеса за пределами орбиты Луны относятся к высшей природе, принадлежат к высшей ступени бытия по сравнению с Землей. Поэтому небесные движения, которые, как предполагалось, должны быть круговыми, потому что такие движения считались наиболее совершенными, рассматривались как движения, подчиняющиеся законам отличных от земных. Земные тела имели, естественно, тенденцию падать по направлению к центру, что объяснялось тяготением, наблюдавшимся на Земле, но это не распространялось на небеса. Такие идеи были выражены в концепции Птолемея, которая исходила из того, что центром Вселенной является Земля с Солнцем и звездами, вращающимися по кругу вне ее. Коперник, помещая Солнце в центр и делая Землю одной из планет, осуществил решающий разрыв с таким видом понимания и открыл путь для ньютоновской концепции всеобщего тяготения и законов движения, которая подвела движение всех тел во Вселенной под всеобщую схему механической причинности. Буржуазная идеология в целом и буржуазная наука в частности начали наступление на традиционные воззрения прошлого и, в конце концов, в основном избавились от них. Это наступление имело свои причины и развивалось на основе развития буржуазных общественных отношений. На смену старым представлениям пришли новые, типично буржуазные представления о качественной тождественности всех материальных существ и о механической причинности. В то же время буржуазы, за исключением самых радикальных своих представителей, отнюдь не отказались от представлений о Боге и о Духе, однако вместо единой иерархии всего сущего, начиная с самых низших видов материальных существ и кончая высшей духовной сущностью или Богом, было введено разделение Вселенной на две совершенно различные сферы. С одной стороны – сфера материального существования, подчиняющаяся установленным законам детерминизма, а с другой стороны – Бог и духовный мир. Тем или иным путем такие буржуазные представления пропитали всю теоретическую структуру современной науки, подобно тому, как представления, свойственные рабовладельческому и феодальному обществам, пропитали всю древнюю и средневековую науку. Но есть и важная разница. В то время как старые представления препятствовали изучению природы путем экспериментов, новые воззрения благоприятствовали такому изучению и вызывали необходимость в нем. Открытие и предвзятое представление В силу классового идеологического влияния на научную теорию в ходе развития науки все время возникает различие между открытиями науки и предвзятыми представлениями, которые она перенимает и использует. Открытия делаются тогда, когда в результате исследований выявляется нечто о видах существующих предметов, их свойствах, взаимных связях и законах. Однако открытия всегда должны быть выражены в положениях, сформулированных с помощью определенных понятий, и такие положения всегда делаются частью общей теории. Поэтому, изучая общую сумму всех идей и теорий науки любого периода, мы находим, что они, с одной стороны, состоят в формулировках фактических открытий, а, с другой стороны, в общих предвзятых представлениях, на языке которых открытия формулируются и связываются воедино в общую теорию. Это различие между открытием и предвзятым представлением, которое характерно для науки во все периоды, зачастую порождает противоречия между открытием и предвзятым представлением. Это противоречие неизменно действует на протяжении всего хода развития науки. По существу, речь идет о противоречии между содержанием и формой в науке, противоречии между фактическим содержанием научных открытий и теоретическими формами, в которых они выражены и обобщены. Это противоречие может оказывать либо положительное воздействие, либо отрицательное. Положительное его воздействие выражается в том, что новые открытия помогают разбивать старые предвзятые представления и ведут к новым путям понимания вещей. Отрицательное воздействие выражается в том, что сохранение старых предвзятых представлений препятствует новым открытиям. Например, на заре современного естествознания старые предвзятые представления препятствовали новым открытиям. Так, утверждение, что движение небесных тел совершенно отличается от движения тел на Земле, препятствовало развитию астрономии и механики. Новые открытия в астрономии и механике, когда они были осуществлены, помогли поколебать былые предвзятые представления и привели к появлению новых воззрений. В современном буржуазном естествознании возникло противоречие между открытиями науки и традиционным буржуазным механистически-метафизическим методом их истолкования. Так, Энгельс указывал, что суммарный результат открытий современного естествознания состоит в том, что он показывает, что в природе в конце концов все совершается диалектически, а не метафизически. Но так, как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании. Энгельс «Развитие социализма от утопии к науке». С одной стороны, это противоречие ведет к безграничной путанице в науке, которая задерживает прогресс науки. Например, биологии были навязаны окостеневшие механистические идеи о жизненных процессах, и когда это вызывало трудности, то стали прибегать к мистическим идеям о жизненных силах, что привело к бесплодному спору между механизмом и витализмом. Далее, когда современные открытия в физике подорвали традиционную схему механистической причинности, было заявлено, что вся идея причинности потерпела крушение и что нет никакой возможности дать представление об основных физических процессах. С другой стороны, накопление открытий вызвало появление новых способов мышления, привело к вытеснению буржуазной идеологии диалектическим материализмом. На основании изучения развития современной физики Ленин пришел к следующему выводу. Современная физика лежит в родах, она рожает диалектический материализм. Ленин — материализм и эмпериокритицизм. Общественная наука. До сих пор мы касались только естественных наук, но имеется еще и общественная наука. Развитие естественных наук, которые занимаются исследованием свойств и законов естественных явлений, в конечном счете определялось производством. С другой стороны, развитие общественной науки, которая занимается исследованием свойств и законов общественных явлений, определялось классовой борьбой. Корни общественной науки — в опыте различных классов, приобретенном ими в ходе классовой борьбы. Науки всегда возникают вследствие какой-то потребности. Естественные науки, в конечном счете, создаются в ответ на потребности производства, и их исследования проводятся в интересах любого класса, который руководит производством. В свою очередь, потребности общего руководства общественными делами и контроля над ними вызывают появление общественной науки. И ее исследования ведутся в интересах любого класса, который или действительно руководит общественными делами и контролирует их, или борется за то, чтобы обеспечить такое руководство и контроль. Исследование общественных явлений значительно развилось при рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществах. Было проведено самое тщательное исследование многих различных форм общества и управления, исследования социальных законов, с которыми должно считаться любое правительство, проводились и исследования историков, установивших последовательность общезначащих событий в истории различных обществ. Но вплоть до появления современного рабочего класса, эти исследования проводились представителями эксплуататорских классов. Таким образом, в общественную науку, прежде всего, включались уроки и выводы о человеке и обществе, к которым пришли эксплуатирующие классы. Это дало общественной науке характер, глубоко отличный от естествознания. Общественная наука, занимающаяся отношениями людей друг к другу и их взаимодействиями, разработанная представителями эксплуататорских классов, была совершенно отделена от естествознания, которое занимается внешней природой и воздействием человека на природу. И оказалось невозможным создать такой же фундамент достоверной науки об обществе, какой эти же классы оказались способными сделать в отношении внешней природы. Четыре основные черты общественной науки существенно отличали ее от естествознания. Первое. Классовые интересы абсолютно запрещают некоторые исследования и открытия в общественной науке, чего не бывает в естествознании. Тот факт, что общественная наука была создана эксплуататорскими классами в качестве подспорья в их классовой борьбе, ставит непроходимые границы возможностям открытия общественной наукой, пока она остается в руках этих классов. Правильно, конечно, что представители господствующих классов в течение некоторого времени сопротивлялись и различным открытиям относительно природы вследствие своих собственных идеологических причин. И в этом отношении путь естественных наук иногда был вовсе не гладок. Так обстояло дело, например, с Галилеем, или позже с Дарвином, или совсем недавно с Мичуриным. Но в конце концов неизменно сами факты заставляют их признать, а открытия усваиваются и используются, а идеологи приспособляются к этим новым открытиям. В области общественных наук, напротив, сопротивление новым фактам является абсолютным. Эксплуататорский класс не станет признавать фактов и законов, касающихся общества, если это признание наносит роковой ущерб его классовым интересам. Он не признает фактов, которые могли бы обнажить подлинную правду его системы эксплуатации, законы, которые ясно показали бы неизбежность краха этой системы. Второе. Эксплуататорские классы, развив естественные науки как орудия коллективного господства людей над природой, не развили в то же время, соответственно, общественную науку как орудия коллективного господства людей над их собственной общественной организацией. Эксплуататорские классы развивали общественные науки только как орудия, помогающие им обеспечить и сохранить их собственное классовое господство. Было предпринято много исследований об обществе, и из этих исследований были сделаны теоретические и практические выводы. Но в противоположность исследованиям и выводам естественных наук, эти исследования никогда не давали людям возможность обеспечить такой контроль над результатами их действий, чтобы они могли направлять и планировать их соединенные усилия для достижения определенных целей. Эксплуататорские классы были заинтересованы в развитии орудий производства, которые представляли собой средства установления и расширения их господства над природой. Таким образом, при поощрении этих классов, естественные науки стали все более и более помогать человеку достигать господства над природой. Но в то же время развитие частной собственности и эксплуатации подчинило людей воздействию их собственных общественных отношений, которые находятся за пределами их сознательного общественного контроля. И так должно быть, пока существует эксплуатация. Отсюда вытекает, что тот самый исторический процесс, который создает для эксплуататорских классов возможность развития естествознания, помогающего осуществить господство человека над природой, отнимает у них возможность развития общественной науки, помогающей осуществить господство человека над его собственной социальной организацией. Третье. Хотя эксплуататорские классы имели возможность все дальше и дальше развивать научное исследование, не останавливаясь только на поверхности явлений природы, но и исследуя глубокие причины и законы, управляющие этими явлениями, их общественная наука никогда не может проникнуть до коренных причин жизни и законов движения общества. Коренные причины и законы движения общества лежат в сфере производственных отношений, то есть в сфере собственности и классовых отношений. Но невозможно провести до конца научное исследование в этой области, не высказывая в конце концов истины об основе привилегированного положения эксплуататорских классов и о противоречивой и приходящей природе системы эксплуатации, скрыть и замаскировать которую эти классы жизненно заинтересованы. Поэтому даже когда во время прогрессивной фазы общественная наука эксплуататорского класса начинает проводить более глубокий анализ экономической основы общества, как это было с английской буржуазией на начальном этапе промышленного капитализма, этот класс вскоре отказывается от своих собственных достижений, и его общественные исследования возвращаются к уровню поверхностного описания, полного ошибочных идей. Социологи эксплуататорских классов в конечном счете никогда не могут правильно классифицировать, анализировать и объяснять исследуемые явления и постоянно вводят в свои сочинения об обществе иллюзорные мотивы и ложные объяснения. Четвертое. В руках эксплуататорских классов общественная наука осталась в гораздо большей степени под влиянием классовой идеологии, чем естественной науки. Предвзятые классовые идеологические представления были препятствием для развития естественных наук, но в конечном счете они не помешали ученым открыть ряд объективных законов и существенных взаимосвязей явлений, которые они исследовали. С другой стороны, в общественной науке общая теория общества определялась прежде всего предвзятыми классовыми идеологическими представлениями. Поскольку классовые интересы запрещают некоторые исследования и открытия, поскольку классы, занимающиеся общественной наукой, не могут развить ее как средство господства человека над его собственной общественной организацией и таким образом подвергнуть ее вывода испытанию общественной практики, поскольку общественная наука отказывается от исследования коренных причин и законов движения общества, общее представление общества в области общественной науки не вытекают из научного исследования, но имеют характер ложного сознания, классовой идеологической иллюзии. Вследствие этого исследования и выводы общественной науки в руках представителей эксплуататорских классов имели прежде всего тенденцию развиваться как просто разработка предвзятых классовых идеологических представлений, как классификация и толкование общественных фактов с тем, чтобы они укрепили иллюзии данного класса об обществе и дали аргументы в защиту его политической линии. Поэтому в силу всех этих причин общественная наука в руках представителей эксплуататорских классов не достигла и не могла достичь того же научного состояния, как естественная наука, и она проявляла постоянную тенденцию выродиться в чистую апологетику господствующего класса. Общественные функции науки Мы подведем итоги этой главы, сделав некоторые выводы о природе науки и о роли, которую она играет в общественной жизни, в экономическом и культурном развитии. В следующей главе мы рассмотрим некоторые общие черты исторического развития науки и роль, которую она должна играть в будущем, в построении социалистического общества. Различие научного и иллюзорного видов сознания зависит от различных методов образования идей о вещах. С одной стороны, идеи образуются на основе практического взаимодействия с вещами, развиваются путем постоянного наблюдения и постоянно испытываются на практике. С другой стороны, они происходят от предвзятых идеологических представлений. Эти два вида сознания не исключают друг друга. Они противоположны, но они взаимопроникающи. Это противоположные тенденции, постоянно действующие в ходе общего развития общественного сознания, находящиеся в состоянии взаимного проникновения на каждой стадии и определяющие вместе фактическое образование идей о природе и обществе и о конкретных сторонах природы и общества. А это, в свою очередь, ведет к постоянным противоречиям в таких идеях. Как мы видели, научный метод сознания постепенно получал господствующее влияние в формировании идей о природе, а иллюзорный метод сознания сохранил господствующее влияние в образовании идей об обществе. Научное исследование и открытие связаны с общественной практикой, практикой производства и практикой классовой борьбы. В конечном счете оно всегда возникает из требований практики и подчиняется им. А удовлетворяя требования практики, оно вносит в нее существенный вклад. Научное исследование и открытие играют необходимую роль в развитии производительных сил. Чем выше развитие производительных сил, тем более необходима роль науки в их развитии. Например, наука не играла никакой роли в развитии производительных сил в каменный век. Она начала играть определенную роль, когда стали развиваться земледелия, обработка металлов, общественные работы. Она играет важную роль в развитии современных производительных сил, поскольку современная технология была бы невозможна без науки. Более того, она играет ведущую роль, поскольку научное исследование прокладывает путь техническому развитию и непосредственно ведет к большим переворотам в технологии. Таким образом, способствуя развитию производительных сил, наука становится революционизирующей силой общества, ибо она является одним из основных факторов в том движении производительных сил вперед, которое приводит их к конфликту с существующими производственными отношениями и таким образом делает необходимым и неизбежным изменение всей экономической структуры общества. Это очевидно ныне, например, в развитии физики. Так, производство атомной энергии – один из факторов, делающих настоятельно необходимой замену капитализма социализмом, чтобы это производство могло плодотворно развиваться в интересах общества. В то же время наука играет определенную роль в классовой борьбе. Естественные науки играют такую роль косвенно, и это их вторичная функция. Общественные науки – непосредственно, и это их первичная функция. Первичная общественная функция естествознания – служить производству. Из этого вытекает его вторичная функция в классовой борьбе. Определенные движения вперед в науке и технике служат интересам определенных классов или в их борьбе за власть, или в укреплении их режима, когда они у власти. Так, например, первые успехи современной науки и техники служили поднимающейся буржуазии двумя способами. Во-первых, они позволили ей приумножить ее богатство и этим укрепить свое общественное положение. Во-вторых, идеологически они помогли ей в борьбе против феодальной идеологии. А когда буржуазия укрепилась у власти, наука и техника оказывали ей могучую поддержку в деле укрепления капиталистического режима. В настоящее время они все еще служат режиму монополистического капитализма. В то же время их также заставляют служить рабочему классу и делу социализма и развивают на этой службе в странах строящегося социализма как одну из важнейших движущих сил социалистического строительства, повсюду как часть основного оснащения социалистической идеологии. С другой стороны, различные виды общественного исследования обслуживают классовую борьбу непосредственно, и требования классовой борьбы составляют основную мотивировку подобных исследований. При наличии эксплуататорских классов это, как мы видели, объясняется тем фактом, что классовые идеологические иллюзии играют гораздо большую роль в общественной жизни, чем в естествознании. Сравнительное изучение различных форм общества и управления, описание и иллюстрация различных форм общественной деятельности, исследование лучших путей осуществления различных форм экономической деятельности. Вот каковы были основные занятия различных господствующих и эксплуататорских классов, помогавшие им направлять их деятельность как для завоевания и укрепления власти, так и для разработки своих классовых взглядов в идеологической борьбе с другими классами. В классовой борьбе рабочего класса, в борьбе за социализм, общественная наука впервые развивается как существенное средство, помогающее найти пути преобразования общества. В это время она начинает впервые приобретать научный статус, равноценный статусу естественных наук. Главную и наиболее существенную функцию науки таким образом надо искать в роли, которую она играет в развитии общественной практики. Проводя научные исследования для того, чтобы изучать окружающие предметы и получать общие выводы на основе обнаруженного, люди могут расширять и развивать свои производительные силы и налаживать свои общественные отношения, свою индивидуальную и общественную деятельность в соответствии с уровнем своих производительных сил и вытекающего из него характера производственных отношений. Таким образом, развитие науки есть существенное средство для усовершенствования человеческой жизни, служащее увеличению господства людей над природой, увеличению их общественного богатства, масштаба и могущества их деятельности, их способности вести свои дела и удовлетворять свои потребности. Это связано с вопросом, недавно поднятым марксистами. Развивается ли наука как часть идеологической надстройки над экономическим базисом общества? С одной стороны, поскольку предвзятые классовые идеологические представления составляют часть науки, ясно, что наука включает те взгляды, которые возникают и развиваются как надстройка над экономическим базисом. Такие предвзятые представления возникают именно как продукты данного базиса. Данных отношений собственности и классовых отношений обслуживают этот базис как средство его укрепления и развития и исчезают с исчезновением этого базиса. Мы не сможем понять историю науки или ее специфического характера и противоречий на той или иной конкретной стадии, если не примем во внимание тот факт, что она развивается определенными классами, чьи предвзятые классовые представления играют активную роль в ее развитии. С другой стороны, содержание открытий науки не определяется экономическим базисом. Они непосредственно связаны с потребностями производства и социального общения, вытекающими из производства, отражают объективные факты и законы, обслуживают общество вообще и сохраняют ценность для любого экономического базиса. Возьмем конкретный пример – квантовую физику и ее развитие в современном буржуазном обществе. Открытия, касающиеся законов движения материи на субатомном уровне, не являются идеологической надстройкой над буржуазным экономическим базисом. Но теория, согласно которой события происходят, не имея причин, построенная в связи с этими открытиями, является такой надстройкой. Следовательно, в своих существенных открытиях квантовая физика не развивалась в качестве надстройки над экономическим базисом, но определенные временные черты ее общей теории развивались именно так. Итак, развивается ли наука как надстройка? Нет, хотя предвзятые идеи, составляющие часть надстройки, входят в науку и влияют на ее развитие. Они влияют на ее развитие положительно или отрицательно, способствуя научным открытиям или препятствуя им, точно так же, как вообще экономическая основа собственности и классовые отношения могут благоприятствовать или неблагоприятствовать дальнейшему развитию науки. Более того, вполне ясно, что сама наука играет очень важную роль в идеологическом развитии общества. Научно сформировавшиеся понятия, научные открытия входят в идеологии, и наука оказывает сильное и растущее влияние на формирование идеологии, которые таким образом в отдельных своих чертах становятся скорее научными, чем иллюзорными. Чем выше развитие науки, тем большую роль она должна играть в общем идеологическом развитии. Например, понимание, что эволюция видов происходит путем естественного отбора, представление, что клетка является основной единицей, из которой развивается жизнь, представление об атоме, понимание, что Земля есть часть Солнечной системы внутри островной Вселенной Млечного Пути – все это научно обоснованные представления, ставшие частью признанного взгляда на природу в буржуазном обществе, и таким образом частью буржуазной идеологии. Вообще, не только буржуазная идеология проникает в науку путем навязывания ей своих предвзятых представлений, но и сама она испытывает проникновение науки, хотя в то же время она весьма часто пытается интерпретировать и по-своему объяснить научные открытия. Но прежде всего наука играет роль как оружие критики в развитии идеологии. Новые понятия и открытия науки вступают в конфликт с существующей идеологией и потрясают ее предвзятые представления и выводы, вытекающие из них. Так, когда новые классы поднимаются и бросают вызов господству старых правящих классов и новые идеи противостоят старым идеям, научное исследование и вытекающие из него выводы становятся революционным оружием критики. Следовательно, прежде всего наука играет прогрессивную и освободительную роль в общественном развитии. Ее открытия повышают коллективную способность людей удовлетворять их потребности и служат целям просвещения, рассеивая облака заблуждения и суеверия и обогащая людей знаниями о природе и о себе самих. Определенный класс и определенные нации, ведомые определенными классами, вносили свои вклады в развитие науки. Они временно накладывали на них печать своих собственных характерных черт и ограничений и часто, несколько продвинувшись в деле научного открытия, поворачивали вспять, внося путаницу в теорию науки, благодаря своим иллюзиям и извращая ее употребление. Но какими бы ни были ограничения и неудачи, то, что достигнуто одним классом или нацией, подхватывают и несут другие. Следовательно, история науки развивалась и развивается как система наследования человеческих знаний и могущества. Это общее наследие человечества, предназначенное для использования в деле освобождения всех людей. Глава девятая. Наука и социализм. Хотя буржуазная наука и добилась больших достижений, сами капиталистические отношения создали ограничения для развития науки. При социализме, когда наука развивается на службе народу, эти ограничения устраняются. В частности, лишь вместе с ростом борьбы рабочего класса за социализм создается наука об обществе. В социалистическом обществе старые идеологические иллюзии лишаются своей основы и зарождается всеобъемлющая научная идеология. Достижения буржуазной науки В эпоху, предшествовавшую современному капитализму, развитие наук происходило в основном, на самом элементарном уровне, ограничиваясь описаниями и классификацией фактов. Научные открытия, как бы значительны они ни были, в определенных областях носили отрывочный характер, касались главным образом свойств отдельных вещей, частных законов и взаимосвязей не затрагивали более общих и фундаментальных законов и не создавали сколько-нибудь прочной общей картины взаимосвязей в природе. Поскольку научная работа ограничивалась главным образом описанием и классификацией, абстрагирование и обобщение в области наук, представляющие собой два других важнейших аспекта научной работы, неизбежно носили в подавляющем большинстве характер умозрительных предположений и догадок. Общая теория о природе развивалась как часть философии и теологии и воплощала все философские и теологические иллюзии того времени. На этом этапе для науки были характерны крайне первобытные представления о природе. Алхимики, например, накопили довольно много знаний о химических веществах и их соединениях, но их химическая теория была крайне первобытной в том буквальном смысле слова, что она пользовалась идеями, перенятыми из первобытных времен. Такова, например, была их идея, что химические вещества представляют собой живые существа, состоящие из материи и духа, а также обладающие атрибутами пола. Астрономические наблюдения в рабовладельческом и феодальном обществах также достигли значительного развития, но космологические теории строения Вселенной оставались под влиянием первобытных воззрений. Энгельс в одном из своих писем указывал, что существовала предысторическая сумма представлений, которую мы теперь назвали бы бессмыслицей. Эта сумма представлений использовалась, кстати, иногда еще и теперь продолжает использоваться, для создания общих взглядов человека на природу. Эти различные ложные представления о природе, писал Энгельс, имеют по большей части лишь отрицательно экономическую основу. Низкое экономическое развитие предысторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все более становилась главной пружиной двигающегося вперед познания природы, все же было бы педанством искать для всех этих первобытных бессмыслиц экономических причин. История наук – это есть история постепенного устранения этой бессмыслицы или замены ее новой, но все же менее нелепой бессмыслицей. Энгельс, письмо Конраду Шмидту, 27 октября 1890 год. Поэтому положение было таково, что идеология правящих классов накладывала определенный философский и богословский отпечаток на общую теорию наук. В то же время сравнительно низкий уровень экономического развития приводил к тому, что в отдельных частных теориях укрепились различные примитивные и абсурдные представления. Эти факторы не могли не помешать развитию науки. Они действовали как мощные отрицательные факторы, которые должны были быть устранены, прежде чем стало возможно современное развитие науки и производства. Современное естествознание зародилось в период слома могущества феодальной аристократии и формирования современных европейских буржуазных наций. Исследование природы совершалось тогда в обстановке всеобщей революции, будучи само насквозь революционно, писал Энгельс, диалектика природы. Те же классовые силы, которые были носителями революции, были также и носителями научного прогресса. Наука выступала как величайшая сила просвещения, пробивающаяся через невежество и суеверие прошлого. Она бросила вызов старым авторитетам, выступив со знаниями, основанными на наблюдении и опыте. Люди, заложившие фундамент современного естествознания, резко отличались от клириков и церковных схоластов феодального общества. Они были в высшей степени заинтересованы в развитии промышленности и торговли, в новой технике, в путешествиях и открытиях. В их руках открытия науки стали орудиями улучшения условий жизни человека. Этот подъем научной мысли явился следствием развития и роста промышленности. Со времени крестовых походов промышленность колоссально развилась и вызвала к жизни массу новых механических, ткачества, часовое дело, мельницы, химических, красильное дело, металлургия, алкоголь и физических фактов, очки, которые доставили не только огромный материал для наблюдений, но также и совершенно иные, чем раньше, средства для экспериментирования и позволили сконструировать новые инструменты. Можно сказать, что, собственно, систематическая экспериментальная наука стала возможной лишь с этого времени. Энгельс — диалектика природы. В ходе развития естествознания в новое время, которое началось таким образом, абстракции и гипотезы, выдвигавшиеся науками, перестали носить умозрительный характер, быть просто догадками. Они начали утверждаться как проверенные научные истины. Научная теория начала заменять прежнюю мешанину первобытных сказок с философскими и теологическими домыслами. Люди, занимавшиеся теперь научной работой, получили эту возможность благодаря новым приборам для точных наблюдений и проверке опытов, которыми они располагали, а также благодаря тому, что научные теории подвергались проверке не только путем научных наблюдений и опытов, но и в ходе всей практики общественного производства. Новые достижения естествознания поэтому зависели от развития технологий общественного производства и использования обществом науки как производительной силы. Начав движение от этой точки, современное буржуазное естествознание добилось огромных успехов. Первое. Было достигнуто то, что Энгельс определил как последовательное развитие отдельных отраслей естествознания. Энгельс – диалектика природы. Развитие отдельных наук, выделявшихся из других, их дифференциация. В этом процессе успехи, достигнутые в одной области, создавали возможность научных исследований в новых областях. Весь процесс развертывался на основе развития производительных сил капиталистического общества, которое одновременно поставило новые задачи перед наукой и обеспечило ее техническими средствами для их решения. Второе. Во всех последовательно появлявшихся отраслях науки были сделаны значительные достижения в области анализа. Разложение явлений природы на части или элементы, выявление свойств, взаимосвязей и законов движения отдельных частей. И, таким образом, законов движения целого. Наряду с этим анализом природы проходил процесс обобщения, показывающего, что самые различные свойства и движения материи являются следствиями действия весьма общих, универсально применимых законов. Третье. Третьим важным достижением современного естествознания было открытие законов изменения и развития в природе. В начальный период современного естествознания преобладал взгляд, что, несмотря на непрекращающиеся изменения и взаимодействия, природа в своих общих чертах всегда остается неизменной. Планеты и спутники их, однажды приведенные в движение таинственным первым толчком, продолжали кружиться по предначертанным им эллипсам во веки веков. Звезды покоились навеки неподвижно на своих местах. Земля оставалась неизменно одинаковой. Теперешние пять частей света существовали всегда. Виды растений и животных были установлены раз навсегда при своем возникновении. В природе отрицали всякое изменение, всякое развитие. Энгельс — диалектика природы. Но следовавшие друг за другом открытия в различных областях науки, в астрономии и космогонии, в физике, химии, геологии и в биологических науках, поколебали все это представление о неизменности природы. Было доказано, что природа во всех ее частях изменяется и развивается. И этот вывод не был соображением общего порядка, какой, например, был сделан античной греческой философией, а результатом детальных исследований, анализа различных процессов природы и открытия их законов и взаимосвязей. Четвертое. Наконец, открытия естественных наук постепенно привели к познанию природы, одновременно к общему и детальному. Общему в том смысле, что оно охватывает основные процессы, происходящие в природе, и их взаимосвязи. Детальному в том смысле, что оно охватывает частные законы и взаимосвязи вещей. Это познание во все увеличивающейся степени давало наукам возможность создавать картину естественных процессов, целиком и полностью основанную на исследовании самих этих процессов и проверенную этими исследованиями. «Мы можем теперь обнаружить, — писал Энгельс, — не только ту связь, которая существует между процессами природы в отдельных ее областях, но также в общем и целом, и ту, которая объединяет эти отдельные области. Таким образом, с помощью данных, доставленных самим эмпирическим естествознанием, можно в довольно систематической форме дать общую картину природы как связанного целого». Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. В результате научное познание природы постепенно вытесняет философские измышления о ней. Изложение отдельных процессов и их общей взаимосвязи основано на детальных исследованиях и проверено ими, а не получено в результате философских дедукций или догадок воображения. Раньше, как замечал Энгельс, общую картину природы натурфилософия могла дать, только заменяя неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными фантастическими связями и замещая недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. Но как только научные исследования дали нам недостающие факты, такая процедура становится не только излишней, но шагом назад. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Разумеется, по-прежнему существует много пробелов, и хотя их постепенно заполняют, они останутся всегда. В самом деле, восполнение одного пробела часто открывает новые, до того неподозреваемые. Но даже в конце прошлого века наука сделала достаточно много открытий, чтобы дискредитировать прежний философско-теологический взгляд на природу. Стало ясно, что недостающие знания всегда должны быть восполнены при помощи дальнейших научных исследований, а не какими-либо иными средствами. Ограничения буржуазной науки Наука, содействуя развитию промышленности и торговли, была необходимым фактором, обусловившим возможность возникновения и развития капиталистического способа производства. Но раз возникнув капиталистический способ производства, поставил рамки дальнейшему развитию науки. Крупнейшим достижением капитализма является превращение мелкого индивидуального производства в крупное общественное производство, которое способно заставить служить человеку силы природы и использовать современные механические орудия производства. Рост общественного производства, в первую очередь в промышленности, поскольку сельское хозяйство оставалось сравнительно отсталым, привел к беспрецедентному развитию науки и, в свою очередь, опирался на это развитие науки. Открытия следовали одно за другим в разных областях, возникали и бурно развивались новые науки, природа раскрывала свои тайны человеку, были установлены принципы правильного понимания законов и взаимосвязи естественных процессов. Но общественное производство было направлено на служение определенным капиталистическим целям. Именно капитал выполнял контрольную и руководящую функцию в общественном производстве. Кооперация труда, являющаяся существеннейшей чертой общественного производства, была создана не самими рабочими, а капиталом, который нанимал и эксплуатировал их. Наемные рабочие могут кооперироваться лишь в том случае, если один и тот же капитал применяет их одновременно. «Движущим мотивом и определяющей целью капиталистического процесса производства является, возможно, большее производство прибавочной стоимости и, следовательно, возможно, большая эксплуатация рабочей силы капиталистам». Маркс. Капитал. Маркс рассматривал науку как особую, но необходимую составную часть процесса производства в современном обществе. «Общественный труд», — писал он, включает в себя труд двух родов. Прежде всего, существует научная сторона, включающая научное освоение материалов и процессов, приводящая к изобретениям и открытиям, которые улучшают существующие орудия производства и создают новые орудия производства. Это он назвал всеобщим трудом. И, во-вторых, существует сам кооперированный труд, кооперация рабочих в использовании орудий производства. Маркс. Капитал. В капиталистическом производстве эти два рода труда разделены и оба поставлены на службу капиталу. Кооперированный труд является источником прибавочной стоимости, а рабочий — просто рабочими руками, работающими под началом капиталиста или его управляющих ради прибыли капиталиста. Усовершенствование вводится в производственную технику не потому, что они облегчают труд или помогают удовлетворить человеческие потребности, а потому и поскольку они дают и увеличивают прибыль. И поэтому наука, теория производства развивается не как помощник и орудия общественного труда, а как помощник и орудия капитала, эксплуатирующего рабочую силу и направляющего производство в интересах получения капиталистической прибыли. «Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и порабощающая их сила», — писал Маркс. «Крупная промышленность отделяет науку как самостоятельную потенцию производства от труда и заставляет ее служить капиталу». Маркс — капитал. Вначале наука могла развиваться гигантскими шагами в пределах капиталистических отношений, ибо капиталу нужно было проникнуть в тайны естественных процессов, которые он использовал в своей погоне за прибылью. Капитал, сознавая жизненно важное значение науки, был готов стимулировать научные исследования даже в направлениях, которые не сулили непосредственного практического эффекта. Ученые чувствовали себя свободными и ничем не связанными, им казалось, что они занимаются своими исследованиями во имя человечества или ради науки как таковой, и что общество готово чтить и награждать их за совершенные ими открытия, и если позволяют обстоятельства, использовать эти открытия на практике. Тем не менее, подлинный смысл этой буржуазной свободы науки заключался в том, что наука всегда работала для капитала, который опирался на ее открытия, изобретения и теории, чтобы производить те улучшения в производстве, которые увеличили бы капиталистическую прибыль. Однако развитие капитализма в его современную монополистическую стадию постепенно приводило к прямому и открытому подчинению науке монополистическому капиталу. Этому содействовало само развитие науки, которое требовало все больших средств и таким образом ставило науку в почти полную зависимость от финансирования монополиями непосредственно или через государство. Не только исследования, изобретения и открытия ученых были поставлены на службу капиталу, но также и сами ученые. Они потеряли свое прежнее независимое положение и были превращены в служащих и агентов монополий или государства, которое само подчинено монополиям. Их работа, соответственно, регламентируется. Результатом этого явились дезорганизация научной работы, которая может теперь вестись только в том направлении, которое будет оплачиваться монополиями. Извращенное ее использование, все в большей степени ставящее ее на службу войны, что связано с таким злом, как секретность и безопасность, полицейское и военное наблюдение, проверка лояльности и проверка идеологической ортодоксии. И, наконец, превращение науки из источника силы и надежд человечества в угрозу ему. Подчинение науке капиталу, а впоследствии монополистическому капиталу, находится, соответственно, отражение и в теории науки. С точки зрения класса капиталистов, наука, как бы необходима, она не была, всегда таит в себе опасную идеологическую тенденцию. Это объясняется материалистической направленностью ее выводов, в соответствии с которыми все моменты человеческого опыта начинают объясняться только материальными причинами. Буржуазия рано стала понимать, что научный материализм может стать социальной разрушительной силой, если он начнет подвергать научной критике основы общества и привилегии правящего класса, если он начнет показывать, как народ, вооруженный наукой, может добиться своего освобождения. Вот почему науку в течение долгого времени опутывали философскими теориями, пытаясь опровергнуть ее радикальную материалистическую направленность и прежде всего ограничить возможность ее дальнейшего развития и использования. Так науке было предписано, что она может оперировать только с определенными аспектами сил природы, но не с так называемыми управляющими миром духовными силами, что она не способна проникнуть в работу действительных сил природы, а может лишь иметь дело с некоторыми их проявлениями, что она, наконец, может лишь регистрировать и устанавливать соотношения между нашими ощущениями, в то время как реальный, находящийся вне нас мир, остается непознаваемым и таинственным. Такие взгляды на науку и в науке, которые получили особенно широкое распространение в капиталистическом мире нашего времени, разрабатывались еще давным-давно, в XVII веке. Чем больше жизнь общества, включая науку, подчиняется господству современных монополий, тем сильнее душит науку мертвая рука реакционной теории. Видные ученые провозглашают, что наука совместима чуть ли не с любой верой, за исключением веры в человечество, что реальный мир непознаваем, что стремление добиться прогресса на основе научного познания иллюзорно. Антинаучные идеи привносятся в науку, где они становятся догмами. Такими идеями являются идеи о неподвижном двигателе, таинственном сотворении, событиях без причины. Однако поступательное движение научного открытия не может быть полностью остановлено, и сами ученые начинают сознавать ограничения, навязываемые им в практической области интересами монополий, а в теоретической – антинаучными идеями. Многие начинают искать выход и находят его, присоединяясь к борьбе рабочего класса за новый социальный строй, при котором наука может неограниченно развиваться, служа интересам всех членов общества. Наука для народа При капитализме управление общественным производством является функцией капитала, чья цель – извлечение максимальной капиталистической прибыли. При социализме управление общественным производством, напротив, становится функцией самого общественного труда, целью которого является максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей общества. Именно этой цели подчиняется развитие науки в социалистическом обществе. Задача развития теории производства всегда должна осуществляться теми, кто на деле руководит практикой производства. При капитализме наука отделена от труда и поставлена на службу капиталу, эксплуатирующему труд. При социализме же наука соединяется с трудом. Социалистическая наука является научной областью общественного труда, другими словами, областью, занимающейся исследованиями, изобретениями и теоретической работой, необходимыми для расширения и усовершенствования социалистического производства и для удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей социалистического общества. Свободная от контроля монополий и ставшая делом всего общества всестороннее развитие науки при социализме становится объектом планирования. Это, разумеется, не означает, что открытия, которые делаются в определенный период, должны заранее планироваться, ибо никто не может знать, какие предстоят открытия до тех пор, пока эти открытия не будут сделаны. Это означает просто, что планируется распределение ресурсов и направление исследований во всех областях. Такое планирование делается с расчетом ближайших, а также более далеких задач. В одно и то же время научная мысль сосредоточивается на разрешении неотложных практических проблем и занимается фундаментальными исследованиями, диктуемыми потребностями теоретического развития и ставящими цель, далеко выходящую за рамки практики текущего момента. Научные работники тесно сотрудничают с работниками производства. Возникает новый тип ученого, выходца из рядов трудящихся. Сама наука в конечном счете превращается из привилегий отдельной социальной группы, находящейся в союзе с эксплуататорами, в общее достояние, в предмет заботы всех. А это может привести только к одному – к высвобождению огромных новых сил для научной работы, и для использования ее результатов с целью бурного развития науки. В то же время ограничивающие догмы буржуазной теории выброшены за борт. Теоретическая мысль развивается в полном соответствии с научными открытиями на базе социалистической практики, как направляющая сила дальнейших открытий и их практического использования в условиях свободы дискуссий и критики. На ранней стадии, еще до развития отдельных областей науки, наука едва отделялась от философии. Важной вехой в истории философии и наук является выделение науки из философии. По мере того, как наука выделялась из философии, возникали общие идеи о природе на основе научного исследования природы. Но, как мы видели, философские идеи по-прежнему проникают в науку, оказывая особое влияние на ее более абстрактные разделы. Освобождение науки от предвзятых представлений философии завершается только с развитием науки при социализме, ибо тогда философия перестает существовать в своей старой форме, как универсальная теория, независимая от науки и навязывающая ей свои взгляды, и начинает развиваться как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, и, следовательно, как теоретическое орудие, направляющее научную работу. Энгельс, говоря о взаимоотношениях между наукой и философией, писал, «Естествоиспытатели воображают, что они освобождаются от философии, когда игнорируют или бронят ее. Но так как они без мышления не могут двинуться ни на шаг, для мышления же необходимы логические категории, а эти категории они не критически заимствуют из обыденного общего сознания так называемых образованных людей. То в итоге они все-таки оказываются в подчинении у философии. Но, к сожалению, по большей части самой скверной и те, кто больше всех ругают философию, являются рабами как раз наихудших, вульгаризированных остатков наихудших философских учений. Довольствуясь отбросами старой метафизики, естествоиспытатели все еще продолжают оставлять философии некоторую видимость жизни. Лишь когда естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб станет излишним, исчезнет в положительной науке. Энгельс, диалектика природы. Более того, только при социализме возможна подлинная объективность, жизненно необходимая для полнокровного развития науки. Процесс научного исследования требует, чтобы выводы делались только на основе исчерпывающего исследования, причем не должно приниматься во внимание, что может быть угодно или не угодно тем или иным заинтересованным кругам или что думает об этом та или иная школа. Этот процесс требует также, чтобы всякое заключение подвергалось критике на основе дальнейших исследований. Эта необходимая характерная черта научной работы неоднократно подчеркивалась Марксом. Так, например, сопоставляя научный подход Рикардо в политической экономии с подходом Мальтуса, Маркс писал о прямолинейности Рикардо, его научной добросовестности, о научной беспристрастности Рикардо, который столь же прямолинейно выступает против буржуазии, как в других случаях против пролетариата и аристократии. Маркс – теория прибавочной стоимости. С другой стороны, Мальтус совершает грех против науки, приспосабливая свои заключения к защите интересов правящего класса. Но Мальтус, этот жалкий человек, делает только такие выводы, которые приятны и полезны аристократии против буржуазии и им обеим против пролетариата. Он пытается приспособить науку к такой точке зрения, которая не подчеркнута из нее самой, а взята извне, из чуждых ей внешних интересов. Маркс – теория прибавочной стоимости. В обществе, основанном на эксплуатации, не могут не возникать препятствия для беспристрастного исследования. Исследования начинаются, но наступает момент, когда на многих ученых оказывается все более и более сильное социальное давление с тем, чтобы заставить их привести свои выводы в соответствии с различными идеологическими и политическими требованиями правящего класса или даже преждевременно прекратить исследование. Только когда устранена эксплуатация человека человеком, и научная работа сознательно подчиняется цели улучшения жизни всех членов общества, препятствия для беспристрастного исследования устраняются, ибо тогда заинтересованность, которая двигает вперед науку, то есть общая заинтересованность в приобретении надежных сведений как средства улучшения жизни, требует, чтобы никто не мешал ученым доводить исследования до конца. Разумеется, старая привычка требовать, чтобы исследования доказывали то, что выгодно определенной группе, и противодействовать высказыванию сомнений по отношению к определенным выводам преодолевается не без труда. Но развитие социализма, с другой стороны, требует, чтобы наука была действительно объективна и проводила свои исследования без учета того, во что привыкло верить то или иное лицо, или та или иная группа лиц, или во что они хотят верить. Общепризнанно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики, писал Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. В общем, социализм освобождает науку от всяких ограничений, которые прежде навязывались ей. Точно так же, как социалистическая собственность на средства производства устраняет ограничения, навязанные развитию производства частной собственностью и присвоением, и делает возможным неограниченное развитие производства в целях удовлетворения потребностей народа, точно так же она ликвидирует ограничения, навязанные развитию науки. Методы научного исследования при социализме ничем не отличаются от методов, применяемых при капитализме, ибо эти методы, постепенно совершенствовавшиеся на различных этапах экономического развития, не являются продуктом какой-то определенной системы. Суть дела в том, что экономические, политические и идеологические факторы, препятствовавшие их применению, устранены. Следовательно, методы науки стали еще более усовершенствованными и обогащенными, их размах и применение увеличились. «С наступлением социализма, — писал Энгельс, — начинает свое летосчисление новая историческая эпоха, в которой сами люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности и, в частности, естествознания, сделают такие успехи, что это совершенно затмит все сделанное до сих пор». Энгельс — диалектика природы. Общественная наука В ходе развития капитализма наука смогла проникнуть глубоко в законы естественных процессов, так как буржуазия нуждалась в подобных знаниях ради увеличения своих прибылей. Капиталистам, например, нужны не волшебные сказки об электричестве, а знания его действительных законов, хотя их идеология принуждает их верить немалому количеству сказок. Что же касается законов общественного развития, то капиталисты, хотя могут использовать массу внешних фактов об обществе, но они никогда не смогут открыть и признать законов общественного развития, ибо такое признание привело бы их непосредственно к выводу о неизбежности их собственного падения и падения всей их системы. Поэтому, в отличие от естественных наук, постановка общественной науки на прочную базу, выражающаяся в открытии основных законов развития общества, начинается только с того момента, когда начинается борьба за социализм и продолжается только в связи с этой борьбой, а впоследствии в связи с практическим построением социалистического общества. Общественная наука развивается как научная теория, руководящая борьбой рабочего класса за социализм. Она возникает и развивается как теоретическая основа общественных взглядов рабочего класса. Буржуазная общественная наука достигла своей вершины в трудах английских исследователей Адама Смита и Давида Рикардо, чьи исследования законов производства и распределения материальных благ в человеческом обществе заложили основы политической экономии, науки об экономическом базисе общества. Эти исследования были предприняты для удовлетворения нужд управления нарождающейся капиталистической экономикой. Но условия развития господства капитализма и капиталистической эксплуатации помешали всякому дальнейшему движению вперед буржуазных исследователей в области науки. Они не могли идти дальше, как это сделал Маркс, чтобы открытием прибавочной стоимости открыть тайну капиталистической эксплуатации. Последующее поколение буржуазных экономистов и вся буржуазная общественная наука в целом занялись накоплением большого количества фактических данных и сопоставлением этих данных. Они накопили также большой запас практических знаний того, как функционирует капиталистическая система. Однако они тщательно избегали исследования действительных производственных отношений, на которых эти данные основаны, и единственное исходя из которых они могут быть поняты, давая вместо этого поверхностные и ложные объяснения. То, что Маркс сказал о вульгарных буржуазных экономистах, может быть сказано о всей буржуазной общественной науке в целом. Она толчится лишь в области внешних кажущихся зависимостей, все снова и снова пережевывает материал давно уже разработанной научной политической экономией, с целью дать приемлемое для буржуазии толкование, так сказать, наиболее грубых явлений экономической жизни и приспособить их к домашнему обиходу буржуа. В остальном она ограничивается тем, что педантски систематизирует затасканные и самодовольные представления буржуазных деятелей производства о их собственном мире как лучшем из миров и объявляет эти представления вечными истинами. И в отношении такой науки дело шло уже не о том, что правильно или неправильно та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобно или неудобно, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой. Маркс-капитал. Таким образом, хотя буржуазные исследователи накапливают множество фактов и даже установили некоторые частные и поверхностные законы общественной науки, нет и не может быть буржуазной общественной науки, которая охватила бы основные законы. Существует лишь марксистская социалистическая общественная наука. Открытие Марксом основных законов развития общества было возможно только потому, что он встал на точку зрения, идущую вразрез с интересами капиталистического общества и признал революционную роль рабочего класса и необходимость замены капитализма социализмом. Тем самым он создал основу общественной науки, так же как Галилей и Ньютон создали основу физической науки, а Шван и Дарвин – биологической науки. Конец старой идеологии Так как социалистическое движение вырабатывает научные представления об обществе, общественных отношениях и законах общественного развития, то, естественно, что оно против идеологических иллюзий и начинает разрушать эти иллюзии. Социалистическое движение противопоставляет научные идеи идеологическим предвзятым представлениям эксплуатирующих классов. Другими словами, в борьбе за социализм вырабатываются научные идеи, уничтожающие старые заблуждения. Цель создания общества без эксплуатации, основным законом развития которого является максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей народа, включает в себя борьбу с идеологическими заблуждениями всякого рода, за замену их наукой, другими словами, борьбу за выработку всеобъемлющей научной идеологии. Борьба за социализм требует не развития ложного сознания, а представления вещей такими, каковы они в действительности и не в их фантастических связях. Вместо того, чтобы использовать иллюзорные идеи для маскировки подлинных общественных отношений и подлинных движущих сил общества, и таким образом служить делу эксплуатации одного класса другим, она требует правильных идей, чтобы служить делу уничтожения всякой эксплуатации и удовлетворения потребностей всего общества. В своей борьбе в условиях капитализма партия рабочего класса должна вести непрерывную борьбу за то, чтобы устранить влияние капиталистической идеологии в своих рядах и в рядах всех трудящихся, чтобы вся политика партии, массовая работа и пропаганда были основаны на научной теории марксизма-ленинизма, добиваться того, чтобы воспитать на этой теории все движение. В отличие от взглядов эксплуататорских классов, представления рабочего класса об обществе, который служит интересом борьбы рабочего класса, не возникают и не могут возникнуть стихийно, как классовая идеология, а возникают и развиваются, как наука. Когда же рабочий класс захватывает власть и руководит строительством социалистического общества, тогда возникает задача окончательного искоренения всех пережитков старой идеологии из всех областей общественной жизни. Общество в целом должно перейти от идеологических заблуждений к научному мировоззрению. Этот переход возможен и необходим, так как идеология старого общества, основанного на эксплуатации с ее ложным сознанием и мистификацией, лишается своей базы, когда нарождается социализм. При социализме собственность на средства производства является общественной или кооперативной собственностью, и производство сознательно регулируется и планируется. Для какого же рода идей создает базу социалистическая экономика? Именно для научных идей, развивающихся путем расширения научного кругозора людей и улучшения их условий жизни. Только такие идеи могут служить укреплению и развитию экономической базы социализма, ибо этой цели не могут служить идеи, мистифицирующие и вводящие в заблуждение людей. Для успеха социализма необходимы знания законов природы и общества и общественное сознание, вырабатываемое на основе этого знания. Поэтому, поскольку в социалистическом обществе продолжают существовать пережитки других видов сознания, они могут быть только пережитками старых условий, вредными для укрепления и развития социалистической системы. Поэтому против них необходимо вести активную борьбу, и в конечном итоге они должны уступить дорогу новому, научному социалистическому сознанию и исчезнуть. Наиболее живучими являются религиозные заблуждения. Они также и самые старые. До тех пор, пока многие люди остаются сравнительно бедными и невежественными, продолжает существовать некоторая база для религиозных иллюзий. Более того, даже социалистическим идеям может быть придана религиозная форма. В этом отношении религия при известных условиях играет даже подчиненную положительную роль в деле строительства социализма, что мы можем наблюдать на примере реформированных церквей в социалистических странах. «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, — писал Маркс, — когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою и с природой. Строй общественного жизненного процесса, то есть материального процесса производства жизни, сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем». Маркс Капитал. «Когда общественный жизненный процесс действительно осуществляется свободно, объединившимися людьми в соответствии с согласованным планом, и если, следовательно, взаимоотношения людей и отношения человека к природе носят понятный и разумный характер, то тогда, естественно, не остается места для каких бы то ни было заблуждений относительно условий человеческой жизни, для каких бы то ни было мистификаций, и человеческое сознание в конечном итоге исключает подобного рода мистификацию и заблуждение». Научные основы социалистического сознания. Новое социалистическое сознание, установившееся как всеобщий тип сознания в социалистическом обществе, является сознанием новых социалистических людей, трудящихся, никогда не знавших эксплуатации и являющихся хозяевами своей страны, которые живут в сотрудничестве и свободны от эгоистического индивидуализма владельца частной собственности. Сознательное существование таких людей не нуждается в идеологических заблуждениях. Напротив, оно нуждается в ясном, не затуманенном мировоззрении, постоянно обогащаемом и развивающемся как результат свободных исследований, дискуссий и критики. Это предполагает знание общества и его законов развития и того, как использовать эти законы в интересах общества, а также знание природы, знание того, как заставить ее служить человеку. Оба эти вида знаний являются частями единого целого и научного мировоззрения. В социалистическом обществе естественные и общественные науки больше не отделены друг от друга. Наука является действительной наукой лишь в том случае, если наука исходит из природы. Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Маркс и Энгельс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. В этой одной науке, писал Маркс, человек или общество становится объектом материального сознания. Это означает, что представления о человеке и обществе теряют свой прежний иллюзорный идеалистический характер и получают такое же научное обоснование, как и представление о природе. И аналогично высшие потребности человека, как человека, становятся подлинными потребностями. Это значит, что вместо идеалистических взглядов относительно высших потребностей человека, выражающих в действительности идеологию эксплуататорских классов, которые препятствуют удовлетворению действительных потребностей масс, представление о потребностях человека основывается на его действительных потребностях. Эти действительные потребности, которые развиваются на базе материальной жизни общества, представляют собой значительно больше, чем элементарные физические потребности, ибо на основе социалистической экономики возникают потребности культурного характера, потребности в знаниях и в товариществе. Важнейшим моментом идеи человека как человека, человека в отличие от животного, является создание и удовлетворение его собственных потребностей при помощи овладения силами природы. В обществе, основанном на эксплуатации, народные массы производят ценности на благо других, а не для самих себя. Удовлетворяются только их минимальные физические или животные потребности. Следовательно, они лишаются права на человеческое существование, и в виде компенсации их высшие потребности представляются в таком виде, будто они принадлежат к сфере какой-то духовной жизни, отличной от материальной жизни. В социалистическом обществе, где нет эксплуатации человека человеком, все человеческие потребности, и материальные, и духовные, следует понимать как возникающие на базе совместного господства над природой, и они удовлетворяются на базе непрерывного роста и усовершенствования общественного производства. Поэтому в результате развития социализма в конечном счете становится ясным, что наука играет решающую роль в формировании всего мировоззрения народа. Народ тогда освободит себя для познания и контролирования всех сторон своей жизни ради благосостояния и счастья, ради осуществления полноты жизни. Часть третья. Истина и свобода. Глава десятая. Истина. Истина – это соответствие идей объективной действительности. Такое соответствие обычно только частично и приблизительно. Истина, которую мы можем установить, всегда зависит от наших способов открытия и выражения истины. Но в то же время истинность идей, хотя она и относительно в этом смысле, зависит от объективных фактов, которым соответствуют идеи. Мы никогда не можем достигнуть совершенной, полной, абсолютной истины, но всегда приближаемся к ней. Абсолютная и частичная истина. Мы видели, что по мере развития наших идей возникают всякого рода заблуждения, но зарождается также и истина. Что же такое истина? Истина – это соответствие между идеями и объективной действительностью. Такое соответствие между нашими идеями и действительностью создается лишь постепенно, и это соответствие часто лишь частичное и неполное, ибо идея может не соответствовать отражаемому ей объекту во всех отношениях, она может соответствовать ему лишь частично. Кроме того, в объекте может быть многое, что вовсе не отражено в идее, так что идея и ее соответствие с объектом неполны. В таких случаях мы не должны говорить, что наша идея ложна, но вместе с тем она и не абсолютно, полностью и во всех отношениях правильно. Истина поэтому не является свойством, которым обладает или не обладает идея или предложение. Она может принадлежать идее до некоторой степени, в определенных границах, в определенных отношениях. Разумеется, не может быть сомнения в том, что некоторые положения абсолютно правильны. Они достаточно прочно установлены, чтобы мы могли доверять им. Это, например, распространяется на многие констатации отдельных фактов. Эти факты имели место и, следовательно, положения, которые констатируют их правильны, абсолютно правильны и всегда будут правильны, без всяких изменений. Вильгельм-завоеватель действительно вторгся в Англию в 1066 году. Поэтому положение, устанавливающее этот факт, является абсолютно истиной. Некоторые общие утверждения также абсолютно правильны. Ленин привел два примера этого. Человек не может питаться мыслями и рожать детей при одной только платонической любви. Ленин – материализм и эмпириокритицизм. Эти общие утверждения соответствуют фактам, и их соответствие абсолютное. Существует множество других общих утверждений, притязания которых на абсолютную истинность не могут быть подвержены сомнению. Но о большинстве утверждений, которые мы высказываем, нельзя сказать в этом смысле, что они абсолютно правильны. Ибо в наших утверждениях мы в основном не ограничиваемся трюизмами и простым установлением хорошо известных фактов. Большинство утверждений, которые мы высказываем, будь то констатации определенных фактов или общие выводы, могут быть достаточно верными, чтобы служить определенным целям, но в то же время они не являются абсолютными истинами в смысле абсолютного соответствия между утверждением и действительностью. Напротив, они нуждаются в коррективах, усовершенствованиях, изменениях в свете нового опыта и новых знаний. Но это не означает, что они неправильны. Они представляют собой частичные, относительные, приближенные истины. Это характерная черта истины, что она в большинстве случаев частично, а не абсолютно, приблизительно, а не точна, временно, а не окончательно. Очень хорошо известно в науке. Законы, устанавливаемые наукой, разумеется, отражают объективные процессы. Они соответствуют действительному движению и действительной взаимосвязи вещей в окружающем нас мире. Тем не менее, наука установила лишь немного законов, которые могут претендовать на значение абсолютных истин. Так, например, законы классической механики, которые формулируют принципы механического взаимодействия тел и постоянно и надежно служат во всякого рода технических конструкциях, как теперь стало известно, не соответствуют движению материи в субатомном масштабе. Другими словами, эти законы не абсолютные истины. Но это не может служить доказательством ложности классической механики. Квантовая механика дает более близкое приближение к истине, чем классическая механика, так как ее законы не только соответствуют движению материи в субатомном масштабе, но также включают законы классической механики как частные случаи. Но даже квантовую механику ни один ученый не назовет абсолютной истиной. В общем, наука не заинтересована в абсолютной истине. В самом деле, как только то или иное положение претендует на абсолютную истину, это кладет конец всяким дальнейшим исследованиям. Если абсолютная истина достигнута, то уже нет места для дальнейших исследований. Поэтому утверждать, что тот или иной научный вывод, абсолютная истина, фактически составляет антитезу науки. Ибо такое утверждение должно помешать дальнейшим исследованиям, дальнейшему прогрессу науки, переходу от менее приближенных к более приближенным истинам. Другими словами, развитию науки. В действительно научных трудах избегают обыкновенно таких догматически-моральных выражений, как заблуждение и истина, писал Энгельс. Напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях, где пустое разглагольствование о том и о сём хочет навязать себя в качестве сувереннейшего результата суверенного мышления. Энгельс антидюринг. Истина и заблуждение. Если мы признаем, что за исключением небольшого количества раз и навсегда установленных безусловных фактов истина всякого утверждения частично, приблизительно и только условно, то отсюда вытекает, что мы всегда должны быть готовы корректировать и изменять наши выводы в свете нового опыта. И даже более того, если новый опыт требует исправления и изменения определенных законов, то настаивание на том, чтобы они продолжали оставаться в своей старой, неизменной форме, означает, что в новых условиях эти выводы из истинных превращаются в свою противоположность. Так, например, законы классической механики продолжают оставаться правильными для большинства технических целей, и никто не предлагает отказаться от них и отклонить их как ложные. Тем не менее, поскольку опыт показал, что они не могут сохраниться без изменений, если мы хотим, чтобы они могли быть применимы ко всем известным видам движения материи, то отсюда вытекает, что отстаивать ньютоновские законы, как законы без ограничения, применяемые для всякой движущейся материи, значило бы отстаивать ошибочный взгляд. Поэтому приблизительная и частная истина, которая достаточно правильно в определенных пределах, может превратиться в заблуждение, если она применяется за этими пределами. Маркс и Энгельс говорили, что при социалистическом обществе государство должно постепенно отмереть. Это было правильно, и это правильно и сейчас, но не без ограничений. Маркс и Энгельс не могли указать на это ограничение, так как им недоставало необходимого опыта. Но опыт строительства социализма в одной стране, в Советском Союзе, показал, что до тех пор, пока продолжают сосуществовать социалистические и капиталистические страны, государство в социалистических странах должно быть сохранено. Только когда социализм утвердится в мировом масштабе, государство начнет отмирать. Отсюда следует, что утверждать, теперь без всяких ограничений, что при социализме государство должно отмереть, значит утверждать что-то ложное. На деле это означало бы не только утверждение чего-то ложного, но и определенно вредного для существующих социалистических стран, ибо оно привело бы к ослаблению внимания, к укреплению социалистического государства и, следовательно, к возможному ослаблению социалистического государства и к тому, что капиталисты могли бы воспользоваться этим ослаблением для интервенции и неспровержения социалистической системы. Это показывает, что, как писал Энгельс, «Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области. Как только мы станем применять противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность, то есть истина станет заблуждением, заблуждение истиной». Энгельс-Антидюринг Или, как писал Сталин, диалектика говорит, что в мире нет ничего вечного, в мире все приходящее и изменчиво. Изменяется природа, изменяется общество, меняются нравы и обычаи, меняются понятия о справедливости, меняется сама истина. Поэтому-то диалектика и смотрит на все критически, поэтому-то она и отрицает раз навсегда установленную истину. Сталин, анархизм и социализм. Точно так же, как истина в большинстве своем лишь приблизительно и заключает в себе возможность превращения в заблуждение, так и многие заблуждения не являются абсолютными заблуждениями, а содержат зерно истины. Чтобы люди не говорили, они говорят в пределах опыта и идей, которыми они располагают. Отсюда следует, что их утверждения могут быть совершенно ошибочными, и в то же время возможен случай, что эти утверждения отражают, хотя и искаженно, нечто, отвечающее действительности. Так, например, Пуритании во время английской революции говорили, что они избранники Бога, но даже это утверждение включало в себя зерно истины. А именно, что они действительно представляли собой поднимающуюся прогрессивную общественную силу, которая должна была свергнуть отживающие силы старого общества. Их идеи, что они избранники Бога, разумеется, были ошибочными. Но таким путем они выражали то, что, несомненно, было фактом. Точно так же многие ошибочные взгляды в науке и философии, которые нужно было не изменять, а отклонять как заблуждение, содержали определенную истину, получившую в них ошибочное, искаженное выражение. Вообще заблуждения, представляющие собой просто очевидные, явные заблуждения и ничего более, заблуждения, не содержащие элемента истины вообще, менее важны и более легко устранимы, чем заблуждения, которые имеют основу в действительности. Заблуждения первого рода могут быть устранены, если просто указать на факты, противоречащие им, или могут быть раскрыты, как простая бессмыслица. Заблуждения второго рода могут иметь более серьезные последствия и, следовательно, они гораздо опаснее. Чтобы обнаружить такие заблуждения, необходимо не просто отклонить их и отбросить в сторону, но нужно доказать искажения в них истины, изложить эту истину в форме, свободной от всяких искажений. Это иллюстрирует то, что имел в виду Ленин, когда он писал об идеалистической философии. Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное, развитие одной из черточек, сторон, грани познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленной. Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания человека. Она, поповщина, не беспочвена. Она есть пустоцвет. Бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, человеческого познания. Ленин. Философские тетради. Мы должны признать, что определенные ошибочные взгляды, включая идеалистические, могли в свое время представлять собой вклад в истину, поскольку они, вероятно, были единственной формой, в которой определенные истины первоначально могли быть выражены. Но это не означает, что нам следует хотя бы в малейшей степени использовать подобные ошибочные взгляды, раз их ошибочность может быть установлена. Идеалисты, например, сделали вклад в философию. Но это не значит, что мы должны сейчас хотя бы в малейшей степени пользоваться идеалистической философией. В наших условиях, когда истина, выраженная идеалистами, может быть значительно лучше выражена без помощи идеализма, и когда ложность и принципиальные искажения идеализма могут быть полностью раскрыты. Относительность и объективность. Мы видели, что большинство истин приблизительно, частично и неполно, и что заблуждение обнаруживается в истине и истинно в ошибке. Следовательно, в отношении всякого предмета мы, в общем, обладаем какой-то степенью истины, но не абсолютной истиной. Степень истины, которой мы обладаем в познании чего бы то ни было и которой мы можем достичь в определенную эпоху, как, в каких пределах и насколько полно мы ее выражаем, зависит от средств, которыми располагает эта эпоха для открытия и выражения истины. Истина всегда связана с теми средствами, которыми мы ее установили. Мы можем выразить истину о вещах лишь в пределах нашего опыта в отношении этих вещей и тех операций, при помощи которых мы приобрели знания об этих вещах. Вместе с тем, эта истина, безусловно, связана с объективным материальным миром и представляет собой все более полное отражение действительных свойств и законов движения объективных вещей и процессов. Поэтому, хотя форма выражения истины и пределы ее приближения к объективной реальности зависят от нас, ее содержание, то есть объективная реальность, которой она соответствует, не зависит от нас. В этом смысле элемент относительности, который принадлежит истине, не только не несовместим с объективностью истины. Но эти два элемента до некоторой степени неразрывно связаны друг с другом. Истина относительна, поскольку она выражена в форме, зависящей от конкретных условий, опыта и средств ее достижения, которыми располагают люди, формулирующие истину. Она объективна, поскольку то, что выражено или воспроизведено в данной форме, является объективной реальностью, существующей независимо от знаний человека о ней. Если подчеркивается только сторона относительности, то мы имеем субъективный идеализм и релятивизм, согласно которым истина распространяется исключительно на наши наблюдения и действия, но не на объективный мир, сущность которого, как утверждают сторонники этих учений, непознаваема и невыразима. Сэр Артур Эдингтон, например, отмечая, что наши сведения об атоме были получены главным образом в результате наблюдений показаний стрелки измерительных приборов и вспышек на экране, поскольку они были именно показаниями, даваемыми приборами, используемыми для изучения мира атома. Пришел к выводу, что на самом деле мы ничего не знаем об атомах, существующих в объективном мире, а знаем лишь о показаниях стрелки измерительных приборов и других подобных показаниях. Если с другой стороны подчеркивается только второй момент, абсолютность или объективность, тогда мы имеем догматизм. Прежние физики, например, уверенные, что их физические теории отражают объективную материальную действительность, утверждали, что мир состоит не из чего иного, как из твердых частиц, подобных микроскопическим бильярдным шарам, и что никакой другой материальной действительности не существует. Очевидно, необходимо принимать во внимание и то, что истина отражение объективной действительности и то, что в то же время это отражение обусловлено и ограничено особыми обстоятельствами, при которых оно происходит. Для диалектического материализма, писал Ленин, не существует непереходимой грани между относительной и абсолютной истиной. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса, безусловно, включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, то есть признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине. Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Задавая вопрос, существует ли объективная истина, Ленин указывал, что необходимо различать и не смешивать два вопроса. Первое. Существует ли объективная истина? То есть может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества? Второе. Если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно? Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Ответ на эти вопросы ясен. Первое. Человеческие идеи могут иметь и имеют содержание, которое не зависит ни от тех или иных людей, ни от человечества вообще, поскольку эти идеи воспроизводят объективную действительность, существующую независимо от идеи, какого бы то ни было субъекта о ней. Второе. Эти идеи не воспроизводят объективную действительность целиком и полностью, и с абсолютной достоверностью, но только приблизительно и относительно, в той мере, в какой люди могут обнаружить и выразить истину. Поскольку истина представляет собой соответствие идей объективной действительности, то совершенно очевидно, что нам всегда приходится иметь дело с обеими сторонами этого соотношения, с субъектом так же, как и с объектом. С одной стороны, существует объективная действительность, ни в какой мере не зависящая от идей, которые мы можем создать относительно нее. С другой стороны, идеи формируются в процессе деятельности человека и поэтому обусловлены характером этой деятельности, из которой они и возникают. Как и в какой форме, с какой степенью приближенности выражается действительность в наших идеях, зависит от нас и нашей деятельности, то есть от субъективных факторов. Но то, что выражено в наших идеях, их содержание, то, что они определяют, не зависит ни от каких субъективных факторов, а является объективной, независимо от человечества существующей, меркой или моделью, к которой приближается наше относительное познание. Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Относительная и объективная истина. Причинность, пространство и время. В качестве примера, как объективная истина выражается в относительной истине, мы можем рассмотреть представление о причинности, а также о пространстве и времени. Наши идеи о причинности в природе возникли в результате нашего опыта, имеющего дело с объектами природы. Из опыта мы знаем, что мы можем сами производить изменения в природе контролируемым путем, и на этой основе мы формулируем идеи причинных связей и причинной закономерности. Таким образом, путь, по которому мы приходим к признанию причинности и идеи причинной связи, которые мы время от времени формулируем, обусловлены субъективно. С развитием производства общественных отношений и общественной деятельности концепция причинности претерпевала изменения. Анимизм, конечные причины, механическое взаимодействие и диалектическое взаимодействие — вот этапы в развитии представлений о причинности. Но в то время как наши идеи причинности возникают из нашего опыта и зависят от характера этого опыта, наличие причинности в природе представляет собой объективный факт, совершенно независимый ни от нас, ни от нашего опыта. Мы впервые пришли к идее причинности именно потому, что мы, как субъекты, на опыте познаем нашу власть вызывать изменения в окружающей нас среде и аналогично этому испытываем непреодолимую власть этой среды на нас самих. И эта идея вырабатывается и развивается по мере развития общественной жизни. Но действительность, которая соответствует этой идее и которая отражается с большей или меньшей адекватностью в наших представлениях о причинных связях, является объективной действительностью, независимой от нас самих, независимой от каких бы то ни было отношений между субъектом и объектом. Идеализм подчеркивает только субъективную сторону идеи причинности. Философы-идеалисты утверждали, что причинность была изобретена просто для того, чтобы внести разумный порядок в наш опыт, и что впоследствии она ошибочно была приписана внешнему миру, независимому от опыта. Но в противоположность идеализму признание объективной закономерности природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человека есть материализм, Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Точно так же обстоит дело с нашими представлениями о пространстве и времени. Начиная с наших восприятий течения времени и пространственных характерных черт и взаимоотношений предметов, начиная с открытия методов выражения пространственных и временных свойств и отношений вещей при помощи измерений, постепенно развивались и разрабатывались наши общие представления о пространстве и времени. Представление о пространстве и времени всегда связано с человеческим опытом, но сами пространство и время не зависят от человеческого опыта. Напротив, основные формы всякого бытия — суть пространства и время. Энгельс-Антидюринг И человеческие представления о пространстве и времени всегда суть приблизительное отражение действительных пространственных и временных форм объективного мира. «Признавая существование объективной реальности, то есть движущейся материи, независимо от нашего сознания», – писал Владимир Ильич Ленин, – «материализм неизбежно должен признавать также объективную реальность времени и пространства». Изменчивость человеческих представлений о пространстве и времени также мало опровергает объективную реальность того и другого, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не опровергает объективной реальности внешнего мира. Одно дело вопрос о том, как именно при помощи различных органов чувств человек воспринимает пространство, и как путем долгого исторического развития вырабатываются из этих восприятий абстрактные понятия пространства. Совсем другое дело вопрос о том, соответствует ли этим восприятиям и этим понятиям человечества объективная реальность, независимая от человечества. Наш опыт и наше познание все более приспособляются к объективному пространству и времени, все правильнее и глубже их отражая. Ленин, материализм и эмпериокритицизм. Прогресс истины. В какой степени человеческое сознание способно к познанию и установлению истины? Совершенная, полная, абсолютная истина, вся истина и ничего, кроме истины, о чем бы то ни было, этого мы никогда не можем достичь, но мы к этому всегда приближаемся. Мы идем в направлении полной, всеобъемлющей истины, охватывающей не только отдельные факты, но и общие законы и взаимосвязи при помощи серии отдельных, временных и приближенных истин. Истина, которая может быть сформулирована отдельным человеком или человечеством в какую-либо отдельную взятую эпоху, всегда приблизительно, несовершенна и подлежит коррективам. Но люди учатся друг у друга как на достижениях других, так и на их ошибках. Это справедливо и в отношении следующих друг за другом поколений общества. Поэтому сумма неполных, отдельных, временных и приближенных истин все больше и больше приближается к полной, всеобъемлющей, окончательной и абсолютной истине, но никогда не достигает ее. Мир, который воспроизводят наши идеи и утверждения, действительно существует. Эти идеи и утверждения истины, поскольку они соответствуют внешнему миру и поскольку они его правильно воспроизводят. Мы проверяем эти истины на опыте, на практике. Соответствие никогда не бывает полным, точным, абсолютным. Оно постоянно приближается к своему абсолютному пределу, хотя всегда остается на бесконечном расстоянии от него, по мере того, как прогрессирует истинное знание, по мере того, как люди совершенствуют орудия производства и средства получения новых знаний. Энгельс пишет, «Осознание того, что вся совокупность явлений природы находится в систематической связи, побуждает науку доказывать эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом. Но совершенно соответствующее своему предмету, исчерпывающее научное изображение этой связи, построение точного мысленного отображения мировой системы, в которой мы живем, остается как для нашего времени, так и на все времена делом невозможным. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была построена подобная окончательная система всех мировых связей, как физических, так и духовных и исторических, то тем самым область человеческого познания была бы завершена. Таким образом, оказывается, что люди стоят перед противоречием. С одной стороны, перед ними задача познать исчерпывающим образом систему мира в ее всеобщей связи, а с другой стороны, их собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-либо полностью разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов мира и людей. Оно является также главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается каждодневно и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества. Фактически каждое мысленное отображение мировой системы остается ограниченным объективно-историческими условиями, субъективно-физической и духовной организацией его автора. Энгельс антидюринг. Тем не менее, в ходе бесконечной прогрессирующей эволюции такого ограниченного мысленного отображения объективного мира человечество непрерывно получает все более совершенную истину, более исчерпывающие знания. Суверенно ли человеческое мышление? спрашивает Энгельс. Подразумевая, можем ли мы достичь абсолютной истины обо всем, можем ли мы получить всеобъемлющие и полностью достоверные знания? Прежде чем ответить «да» или «нет», мы должны исследовать сначала, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление отдельного единичного человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно. Познание, имеющее безусловное право на истину, в ряде относительных релятивных заблуждений. Ни то, ни другое не может быть осуществлено полностью иначе, как при бесконечной продолжительности жизни человечества. Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше. Противоречие между характером человеческого мышления, представляющимися нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограничено. Это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении, в таком ряде последовательных человеческих поколений, который для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познавания столь же неограничена, как ограничена. Суверенно и неограничено по своей природе, призванию, возможности, исторической конечной цели. Несуверенно и ограничено по отдельному осуществлению, по данной в той или иное время действительности. Энгельс-Антидюринг. Марксистское учение об истине учит нас избегать догматизма, который устанавливает общие принципы, выдавая их за неизменные и окончательные истины, отказываясь проверить, на чем они основаны, отказываясь изменить и исправить их, или в случае необходимости, в свете нового опыта и новых обстоятельств, вообще отбросить их. В то же время марксизм учит нас избегать узкого эмпиризма, который ограничивается коллекционированием и упорядочением фактов, не интересуется открытием лежащих в основе этих фактов законов движения и взаимосвязей и скептически относится ко всякого рода смелым обобщениям и теориям. Подобно догматизму, эмпиризм не выходит за рамки ограниченного опыта настоящего момента. Догматизм и эмпиризм, довольно распространенные в философии и науках, мы встречаем и в рабочем движении. В рабочем движении догматизм выражается в заучивании определенных формулировок и в убеждении, что всякая новая проблема может быть разрешена простым повторением этих заученных формул. В результате этого люди не усваивают уроков опыта и оказываются неспособными в новых условиях смело выдвинуть новую политику. Эмпиризм же, с другой стороны, состоит в погружении в мелочные, повседневные практические вопросы, причем все прочие проблемы рассматриваются как маловажные, которыми должны заниматься интеллигенты, а не практические деятели. В результате этого люди также не усваивают уроков опыта и оказываются не в состоянии смело выдвигать новую политику. Таким образом и догматизм, и эмпиризм приводят к одним и тем же результатам и способны нанести большой вред рабочему движению, мешая ему в поисках правильного пути к достижению социализма. Марксизм одновременно критичен и революционен. Он критичен, так как выступает против догм, настаивает на непрерывной проверке и перепроверке всех идей и всякой политике в горниле революционной практики. Он признает, что истина меняется, что то, что достаточно истины сегодня, может стать ложным завтра, если это не уточняется и не развивается в новую истину. Но быть просто критичным недостаточно. Чисто критическое отношение отрицательно и может привести к парализации всякой деятельности. Марксизм также революционен. Он революционен потому, что он не только критикует, но движется вперед, чтобы заменить старое новым. Он твердо стоит на своей позиции, уверен в истине и справедливости своего дела, в правильности своих принципов, как основы будущего развития и проверяет свои революционные идеи в ходе революционной практики. Глава 11. Истоки знания. Знание представляет собой сумму представлений, взглядов и положений, установленных и проверенных как правильное отражение объективной действительности. Оно является по существу общественным продуктом, корни которого лежат в общественной практике. Оно проверяется и корректируется путем осуществления ожидаемого на практике. Начало всякого знания лежит в чувственных восприятиях, надежность которых проверяется в практической деятельности человека. Знание никогда не может быть полным или окончательным. Напротив, оно всегда нуждается в расширении и критике. Что такое знание? Достигая правильных идей о предметах, мы также получаем и пополняем наши знания о них. Что же такое знание? Если мы не приводим наши представления в соответствии с действительностью, мы, несомненно, не можем обладать знанием. Получить знание – это значит заменить невежество или неистинные идеи истинными. Отсюда рост знания следует искать в развитии правильных идей в общей сумме идей, из коих одни правильны, а другие нет. Однако просто приравнять знание к истине еще не значит определить, что такое знание, так как возникает вопрос, как мы можем узнать, что наши истинные идеи действительно истинны? Просто утверждать или верить в истинность чего-либо и знать, что это действительно так – вещи разные. Так, например, некоторые астрономы говорят, что на Марсе есть жизнь. Может быть, это так, и в этом случае то, что они говорят – истина. Но они еще не знают, есть ли на Марсе жизнь, так как не собрали еще необходимых доказательств. С другой стороны, когда астрономы говорят, что Марс – планета, они выражают знание этого предмета, ибо в этом случае их утверждение основано на надежных методах исследования. Далее древнегреческие философы говорили, что тела состоят из атомов. Сегодня мы знаем, что это истина, но они этого не знали. С их стороны это была просто удачная догадка. Откуда мы знаем, что тела состоят из атомов? Если древнегреческие философы строили лишь предположения и выдвигали удачные догадки о природе материи, то мы систематически исследовали ее, построили наши идеи на этих исследованиях и таким образом проверили и доказали истинность этих конкретных идей. С другой стороны, продолжает оставаться много вещей, о которых мы знаем не больше, чем древние греки. О таких вещах мы просто высказываем предположения точно так же, как делали они. И точно так же, как в их эпоху, теперь нужно выяснять, насколько наши предположения близки к истине. Значит, мы овладеваем знаниями только в той мере, в какой мы развиваем наши идеи, доказывая и проверяя их соответствие действительности. Только в этом случае мы можем предъявлять притязание на обладание знанием. Развитие знания поэтому представляет собой развитие особого качества в пределах общего развития наших идей, теорий и взглядов относительно вещей. Многие такие идеи, теории и взгляды разрабатывались часто самым систематическим и логическим путем, но они, тем не менее, носили характер предположений, пусть даже истинных, а по большей части оказывались весьма иллюзорными. Но в процессе развития идей происходит так же и развитие знания, представляющего собой развитие идей, которые не только соответствуют действительности, но соответствие которых проверено и доказано. Следовательно, наши знания являются суммой наших представлений, взглядов и положений, которые установлены и проверены, как правильно отражающие в той или иной степени объективную действительность. Общественный характер знания Знание по существу своему – общественный продукт. Оно возникло как продукт общественной деятельности людей. Некоторые философы доставляют себе и своим читателям множество неприятностей, пытаясь проследить за развитием знания в сознании изолированного человека и найти его источник в индивидуальном опыте. Пытаясь действовать таким образом, они поставили перед собой неразрешимую проблему, поскольку знание не возникает и не может возникать этим путем. Индивидум, действуя в одиночку, лишенный связи с другими людьми и полагающийся только на самого себя, едва ли мог бы получить какие-либо знания вообще, и если бы он даже и получил их, то это были бы лишь знания об отдельных фактах. Поэтому некоторые из этих философов сделали только логический вывод из своих же предпосылок, когда объявили, что человек не может знать ничего, кроме факта своего собственного существования в данный момент. И, разумеется, не может знать ничего о существовании материального мира и других людей. Однако они поступили весьма нелогично, опубликовав такие заключения, так как по их собственному свидетельству у них не было никаких оснований считать, что вообще существует кто-либо, способный прочесть написанное ими. Разумеется, знание вырабатывается индивидуумами точно так же, как все, что создано человеком, создано индивидуумами. Но оно создается индивидуумами, действующими сообща, зависящими друг от друга, обменивающимися опытом и идеями. Многие индивидуумы в обществе могут сделать то, что ни один из них не мог бы сделать в одиночку, в том числе они могут развивать человеческое знание. Каждый индивидуум приобретает значительную часть знания на основании собственного опыта, но он не сделал бы этого, будучи лишен связи с другими, если бы он не учился у других тому, чему те уже научились. Само средство формирования и выражения идей, а именно язык, без которого никакие идеи не были бы возможны, является общественным продуктом и существует лишь как общее достояние людей. Отдельные индивидуумы вносят особенно большой вклад в дело выработки новых знаний, в то время как многие не вносят в это дело ничего вообще. Однако первые не внесли бы своего вклада, если бы не были членами определенного общества, если бы не находились в связи со своими товарищами, если бы не научились тому, чему могло научить их общество, если бы не имели в своем распоряжении созданных обществом обширных материальных и интеллектуальных средств получения знания. Таким образом, только в обществе приобретается и создается знание и его истоки в общественной деятельности человека. Знание формируется в результате обмена опытом и идеями между членами общества в процессе различных форм их общественной деятельности, и оно отбирается и проверяется в ходе того же самого процесса. В результате сумма общественного знания, то есть знания, накопленного обществом и предоставляемого им в распоряжении своих членов, всегда больше знания, которым обладают индивидуумы. Многие люди и многие поколения создали значительно больше знаний, чем в состоянии приобрести любой отдельный человек. Эти знания накапливаются обществом, оседая, во-первых, в памяти многих людей и, во-вторых, постоянно записываются, так что в этом отношении книги и записи различного рода служат материальным складом знаний, накопленных обществом. Так, например, никто не знает все телефонные номера Лондона, но это познание общественно доступно и постоянно используется при помощи телефонной книги. Точно так же никто не знает всего, что открыто науками, но весь объем научных знаний общественно доступен и существует определенная организация, хотя она, безусловно, могла бы быть весьма усовершенствована, которая помогает использовать эти знания. Таким образом, в обществе существует запас общественного знания, в который отдельные индивидуумы вносят свой вклад и из которого они могут черпать свои знания. Общественная практика и общественное знание. Всякое человеческое объединение возникает и развивается на базе объединения людей в процессе производства. Поэтому развитие познания, являющегося продуктом человеческой ассоциации, в конечном итоге зависит от развития общественного производства. Люди начали формировать идеи в процессе производства. И развитие мышления и познания, начало которого заложено в производственной деятельности человека, не может быть отделено от нее ни при каких обстоятельствах. В истории человечества знание приобреталось и накапливалось постепенно. Поскольку люди стремились развивать свои производительные силы и перестраивать свои производственные отношения в соответствии с развитием своих производительных сил, они были вынуждены стремиться к новым знаниям и преодолевать невежество и ложные идеи, которые задерживали их материальный прогресс. Марксисты прежде всего считают, что производственная деятельность людей является самой основной их практической деятельностью, определяющей всякую другую деятельность, писал Мао Цзэдун в своем изложении марксистской теории познания. В своем познании люди зависят главным образом от материальной производственной деятельности, в процессе которой они постепенно постигают явления природы, свойства природы, закономерности природы и отношения человека к природе. Вместе с тем, через производственную деятельность они также постепенно в различной степени познают определенные отношения между людьми. Все эти знания не могут быть получены в отрыве от производственной деятельности. Следовательно, общая сумма знаний и их характер на любом этапе общественного развития всегда зависят от степени развития производства и связаны с ним, ибо все, что людям удалось узнать о природе и обществе, всегда зависят от их практической связи с природой и отношений друг с другом, от практических проблем, поставленных этой связью и проверяются в ходе практического разрешения этих проблем. На этой основе люди вырабатывают категории мышления, способы умозаключений и методы исследований, при помощи которых строится здание науки. Но хотя развитие знания зависит в конечном итоге от развития производства, оно не зависит от одного только производства. Развитие знания также связано с различными формами общественной деятельности и отношений, возникающих на базе производства. Общественная практика людей не ограничивается одной лишь производственной деятельностью, а имеет еще многие другие формы. Классовая борьба, политическая жизнь, деятельность в области науки и искусства. Словом, общественный человек принимает участие во всех областях практической жизни общества. Поэтому человек в своем познании постигает в разной степени различные отношения между людьми не только в процессе материальной жизни, но и в процессе политической и культурной жизни, тесно связанной с материальной жизнью. Особенно же глубокое влияние на развитие человеческого познания оказывают различные формы классовой борьбы. В классовом обществе каждый человек занимает определенное классовое положение и нет такой идеологии, на которой бы не лежала классовая печать. Следовательно, развитие познания зависит от материальной производственной деятельности, а в классовом обществе оно зависит и от классов и классовой борьбы. Задача сохранения и увеличения запасов знания в основном лежит на представителях определенных классов, и новые знания как о природе, так и об обществе приобретались в значительной степени как результат деятельности и борьбы в экономике, политике, науке и искусстве различных классов в различные периоды. Теория и практика в выработке знаний Вообще приобретение знания в обществе представляет собой нечто возникающее из общей суммы практической деятельности членов общества, их взаимодействия с окружающей природой и из их взаимодействия в обществе. В отрыве от практической деятельности и активных взаимоотношений людей мы не могли бы получить знаний ни о чем, ибо не оказалось бы базы, на основе которой происходило бы возникновение идей, соответствующих объективной действительности, и на которой это соответствие могло бы быть проверено. Ленин писал, «Точка зрения жизни, практики, должна быть первой и основной точкой зрения теории познания». Ленин. Материализм и эмпериокритицизм. Что же в точности мы подразумеваем под практикой или практической деятельностью? Первое. Прежде всего, практика состоит из действий людей, которые вызывают изменения в окружающем мире. Второе. Однако не просто всякое движение, всякий акт может считаться практикой или практической деятельностью. Так, например, мы не можем считать различные простые рефлексы и иные действия примерами практики. Мы также не можем называть практической деятельностью действия лунатика. Практическая деятельность — это, прежде всего, сознательная человеческая деятельность, то есть это деятельность, которая ведется преднамеренно. А. С представлением о конечном результате или цели, которая преследуется. И. Б. С каким-то сознанием условий, в которых проводится то или иное действие и свойств объекта действия, а также средств, при помощи которых цель может быть достигнута. Третье. Практика носит общественный характер. Разумеется, существует индивидуальная практика, то есть практическая деятельность, осуществляемая индивидуумом самостоятельно, наряду с общественной практикой, действиями, которые могут быть предприняты только рядом индивидуумов, действующих совместно. Но никакая сознательная практическая деятельность не может иметь место в отрыве от общественной жизни человека и от обусловленности индивидуумов обществом. В обществе люди создают разные средства и орудия для своей практической деятельности. Речь, с помощью которой мы общаемся между собой, является одним из этих орудий. Таким образом, большую и важную роль в нашей практической деятельности играет речь, ибо это, безусловно, важное средство в достижении тех или иных целей. Вышеперечисленные три пункта определяют то, что мы подразумеваем под практикой. Итак, познание возникает из практики, ибо оно возникает из развития идей, соответствующих различным условиям, предметам и средствам нашей практической деятельности. Практика требует таких идей, и они развиваются в соответствии с развитием практики. Знание приобретается в той степени, в какой практика требует формирования истинных идей о различных вещах и в какой она представляет средства и возможности для выработки и проверки этих идей. Во все времена именно общественная практика заставляла людей развивать и совершенствовать свое познание, именно потребности развития материальной производственной деятельности, а также потребности различных классов, которые испытывали необходимость приобретения все более глубокого знания различных сторон природы и общества с тем, чтобы добиться проведения в жизнь их собственных практических интересов. Таким образом, по мере того, как люди совершенствовали свои орудия производства, свою производственную технику, свою практическую способность подчинять себе природу, развивалось и их познание природы. Ибо изменения в производстве ставят перед наукой новые проблемы и в то же время создают средства для их разрешения. Таким образом, возникают новые области познания и делаются новые далеко идущие выводы. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему техническому прогрессу. Новые выводы проверяются и таким образом в ходе практического использования развиваются дальше. Класс капиталистов, взяв на себя развитие современной промышленности, дал сильный толчок углублению знаний о природе, особенно изучению физических и химических процессов. Рабочий класс, в свою очередь, беря на себя руководство строительством социализма, нуждается в условиях для развития значительно более обширных знаний о природе и создает условия для этого. Подобно тому, как люди стремились и стремятся повышать свое благосостояние и сумели создать новые, более совершенные общественные отношения вместо прежних устарелых, так и их знания самих себя и общества неуклонно развивались. Познание законов общественного изменения, воплотившееся в научном социализме, могло быть достигнуто только тогда, когда с развитием рабочего класса борьба за социализм приобрела практическое значение. В общем, в каждую историческую эпоху расширение знания общества и законов его развития всегда отвечало практическим общественным задачам этой эпохи. Так, капитализм, развитием мирового рынка и разделом мира между империалистическими державами стимулировал научные изыскания в области мировой истории и истории общества на различных этапах его развития. Эти изыскания привели к грандиозному расширению исследовательской работы в области общественных и исторических наук. Борьба за социализм далее заложила фундамент для подлинно научного познания общества, проникающего до коренных общественных отношений и законов общественного развития. С другой стороны, люди не получают и не могут получить знаний о предметах, относительно которых их практическая деятельность пока не потребовала и не предоставила возможности что-либо узнать. Так, например, пока люди жили небольшими отдельными общинами и пользовались весьма примитивными орудиями производства, они не имели и не могли иметь каких-либо знаний в географии или в математике, астрономии или механике. Они знали очень мало, хотя у них были всякого рода идеи относительно вещей, мало им известных. До возникновения капитализма и рабочего класса люди не приобретали и не могли приобрести значительные знания о законах развития общества и о неизбежности победы социализма. У них были всякого рода идеи о подобных вещах, в том числе идеи социализма, но у них было очень мало знаний. Познание, возникающее из практики, проверяется на практике, ибо соответствие наших идей об условиях, предметах и орудиях практической деятельности, объективной действительности, независимой от наших идей, проверяется, и в конечном итоге может проверяться только результатами деятельности, руководимой этими идеями. Совершение всякого действия сопряжено с определенными ожиданиями, основанными на идее, руководящей этим действием. Единственная окончательная проверка соответствия идей действительности заключается в подтверждении или неподтверждении ожиданий, основанных на этих идеях. Если, с другой стороны, мы имеем идеи, которые никоим образом не связаны с ожидаемыми результатами практики, и правильность которых, следовательно, не может быть проверена на основании подтверждения или неподтверждения ожиданий, то у нас нет возможности когда-либо решить вопрос о соответствии или несоответствии подобных идей действительности. Другими словами, такие идеи не могут составлять никакой части знаний и носят чисто иллюзорный спекулятивный характер. Так Маркс писал. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посю стороны своего мышления. Спор о действительности или недействительности, то есть соответствия или несоответствия действительности, Примечание Корнфорта. «Мышление, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос». Маркс. Тезисы о Фьербахе. «Следовательно, мы получаем знания, вырабатывая идеи, выдвигаемые проблемами практики, и мы шаг за шагом проверяем наше познание. Другими словами, мы устанавливаем, что то или иное может считаться или не считаться знанием в связи с подтверждением или неподтверждением на практике наших ожиданий». Таким образом, познание в своем развитии непрерывно проходит цикл, состоящий из трех фаз. Первое. Общественная практика, развитие производства и общественных отношений, выдвигающие проблемы для теоретического разрешения. Второе. Выработка возникающих из этих проблем теорий, основанных на имеющемся опыте и логическая разработка этих теорий. Третье. Применение этих теорий в общественной практике, испытание их, проверка и уточнение в процессе их использования. Это никогда не прекращающийся процесс, ибо, каковы бы ни были наши знания, новые требования практики приводят к новому расширению знаний. Более того, существующие знания должны всегда приводиться в соответствии с уроками и требованиями практики. Следовательно, как только приобретаются новые знания, старые теории формулируются по-новому, и существующие знания корректируются и углубляются. Подводя итог выводом диалектико-материалистической теории познания, Мао Цзэдун писал, «Марксисты считают, что только общественная практика людей может быть критерием истинности знаний человека о внешнем мире. Ибо фактически только достигая в процессе общественной практики, в процессе материального производства, классовой борьбы, научных экспериментов, ожидаемых ими результатов, люди получают подтверждение истинности своих знаний». Теория познания диалектического материализма ставит практику на первое место, считая, что человеческое познание не в малейшей степени не может отрываться от практики, отвергая все ошибочные теории, отрицающие важность практики и отрывающие познание от практики. Практика, познание, вновь практика и вновь познание. Эта форма в своем циклическом повторении бесконечна, причем содержание циклов практики и познания с каждым разом поднимается на более высокую ступень. Такова в целом теория познания диалектического материализма, таков взгляд диалектического материализма на единство знания и действия. Чувственное восприятие. Начало всякого познания. На что мы должны опираться в ходе процесса приобретения и развития знаний, при получении сведений о вещах и подтверждений или неподтверждений наших расчетов? Мы должны полагаться на наши чувства. Отделяя познание от практики, многие философы утверждают также, что познание строится в процессе чистого мышления. Чувства, говорят они, ненадежны и не могут быть источником познания. Чтобы добиться познания, мы должны игнорировать показания чувств и полагаться только на разум. Правда, человеческое познание, способное бесконечно расширяться, всегда является плодом человеческого мозга. Мозг — это орган, фиксирующий самые сложные отношения человека с внешним миром. И, разрабатывая эти отношения, мы зависим в первую очередь от сигналов, полученных посредством органов чувств, как результата нашей взаимосвязи с вещами вне нас. Начало всего нашего познания, следовательно, не может быть ничем иным, как чувственными восприятиями, получаемыми нами в процессе жизненной деятельности. Познание не может быть создано на иной основе, чем на основе сведений, полученных при посредстве наших органов чувств, при посредстве чувственных восприятий, источник которых находится в объективном материальном мире. Если человек закрыл глаза, заткнул уши и совершенно отгородился от объективно существующего внешнего мира, то для него не может быть и речи о познании. Познание начинается с опыта, это и есть материализм теории познания. Эта материалистическая точка зрения на теорию познания содержится в хорошо известном ленинском определении материи, как объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. Этим подчеркивается, что материальный мир — это мир, доступный чувствам. То, что мы знаем о материальном мире, мы узнали с помощью наших органов чувств. Всякие предполагаемые знания, которые выходят за пределы этого, не знания, а фантазия, и всякая предполагаемая объективная реальность, недоступная нашим чувствам, нереально, а воображаемо. Можно возразить, что это догматические утверждения, но здесь нет никакой догмы. Напротив, как только мы отступим от этой основной материалистической позиции, мы уходим от всякого знания, поддающегося проверке, и уходим в сферу чисто умозрительных построений. Как только мы позволили себе начать изобретать реальности, которые не могут быть обнаружены с помощью органов чувств, мы уходим в облака. Мы сталкиваемся с вопросами, подобными тем, какие задавали поздние схоласты. Сколько ангелов может уместиться на острие иглы? Нет никаких способов обнаружить существование ангелов, и, следовательно, невозможно найти ответ на этот вопрос. Вот почему мы можем быть уверены, что подобные вопросы и подобные умозрения не имеют ничего общего с познанием и представляют собой ничто иное, как средство одурачивания людей. В самом деле, в утверждении, что мы получаем знания только с помощью органов чувств, в процессе практической деятельности, не больше догмы, чем в утверждении, что мы не можем жить без пищи. Обещать людям сверхчувственное или трансцендентное познание все равно, что обещать им средство достичь бессмертия, предлагая ничего не есть. Подобные обещания часто делаются теми же учеными и набожными людьми. Материалистическая теория познания является защитой и оружием против подобного обмана. Следовательно, мы должны решительно отвергать всякие принципы и догмы, которые претендуют на то, что они познаны независимо от опыта, независимо от органов чувств, путем то ли какого-то внутреннего прозрения, то ли авторитетом какой-то высшей власти. Мы не должны доверять тем, кто пытается навязывать свои взгляды на том основании, что они будто бы обладают каким-то особым интеллектуальным даром, посвящены в какую-то мистическую тайну или обличены какой-то особой властью. Нам следует в таких случаях проявлять скептицизм и не верить ничему, что не может быть объяснено и подтверждено практикой, нашими чувствами и опытом, кто бы это не высказал. Ибо мы не можем ничего знать о существовании или свойствах, чего бы то ни было, чье существование и свойства не могут быть обнаружены тем или иным путем, прямо или косвенно, нашими чувствами. Надежность чувств. Но можем ли мы доверять нашим чувствам? Как можем мы определить, что наши чувства не обманывают нас всегда, как это бывает иногда при галлюцинациях или в сновидениях? И более общее, как можем мы знать, что вообще существует что-либо, соответствующее нашим восприятиям? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны помнить, что мы приобретаем и строим наше восприятие предметов только в процессе практической деятельности. Сведения, которые мы получаем с помощью органов чувств, не просто приходят к нам. Мы получаем их в практической жизни путем сознательного, практического взаимодействия с предметами вне нас. Новорожденный ребенок, например, начинает жизнь, имея множество неопределенных впечатлений о самом себе и о внешнем мире. Он начинает применять свои органы чувств и получать сведения о предметах, окружающих его, когда он начинает касаться этих предметов, выяснять, что он может сделать с ними, исследовать их, экспериментировать с ними и проверять их всевозможными способами. Точно так же и каждый представитель человечества первоначально получает сведения о внешнем мире этим путем. Так что это путь приобретения и накопления всех знаний о мире. Наши первые неправильные впечатления о незнакомых нам вещах безусловно ненадежны и дают мало сведений, если вообще дают какие-либо сведения о них. Мы используем наши органы чувств, чтобы получить сведения об этих вещах путем исследования их, и мы непрерывно проверяем надежность наших восприятий в процессе нашего практического взаимодействия с этими предметами. Помимо практического взаимодействия с предметами вне нас, у нас нет никаких способов установить согласованность наших восприятий с объектами, установить, соответствует ли вообще какой-либо предмет этим восприятием. Но когда мы действуем на основании наших восприятий и когда мы начинаем использовать предметы для наших нужд в соответствии с качествами, которые мы восприняли в них, тогда мы проверяем действительно ли и в какой степени наше восприятие соответствует реальному миру вне нас самих. Философ, сидящий один в своем кабинете и пытающийся извлечь знания из внутренних источников своего ума, может оказаться в очень затруднительном положении. Он задается вопросом, действительно ли существует его кабинет, его книги, кресло, в котором он сидит и его собственное тело, покоящееся в этом кресле, или же все это своего рода сон или иллюзия его ума. Но вне кабинета, вне академических дискуссий философов никаких затруднений не возникает. И человеческая деятельность разрешила это затруднение задолго до того, как человеческое мудрствование выдумало его, писал Энгельс. Проверка пудинга состоит в том, когда сообразно воспринимаемым нами свойством какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, мы в этот самый момент подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет ложно, и всякая попытка такого использования неизбежно приведет к неудаче. Но если мы достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что в этих границах наше восприятие о вещи и ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью. До тех же пор, пока мы как следует развиваем наши чувства и пользуемся ими, пока мы держим свою деятельность в границах, поставленных правильно полученными и использованными восприятиями, до тех пор мы всегда будем находить, что успех наших действий дает доказательство соответствия наших восприятий с предметной природой воспринимаемых вещей. Энгельс введение к английскому изданию развития социализма от утопии к науке. Материальный мир существует и мы представляем собой часть его. Мы узнаем о телах вне нас и о состоянии нашего собственного тела с помощью наших чувств. Таким образом, у нас нет иного пути получения сведений о мире, то есть получения знаний, кроме как через использование наших органов чувств. Наши органы чувств не могут быть устроены так, чтобы всегда или даже большей частью обманывать нас. Если бы это было так, мы не могли бы жить вообще. Продукты человеческого мозга, писал Энгельс, являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей. Энгельс антидюринг. Наши чувства неизбежно устроены так, чтобы давать нам восприятие, которые отвечают действительности, существующей вне нас самих. Эти восприятия, являющиеся началом всех наших знаний, получаются в процессе практической деятельности, и их соответствие действительности достигается и проверяется в практической деятельности. Следовательно, все наше знание, то есть сумма наших представлений, которые установлены и проверены как правильное отражение, насколько это возможно, объективной действительности, стоит на базе восприятий, которые мы получаем в нашей практической деятельности и проверяем в процессе той же самой деятельности. Расширение, неполнота и критика познания. Некоторые философы полагают, что цель познания заключается в том, чтобы получить полную, завершенную систему, включающую в себя знание обо всем, что существует, чтобы быть познанным. А некоторые поверили, что они сами уже достигли этой цели, как говорили о покойном магистре колледжа Балиоль профессоре Джоуэте. «Я здесь стою, мое имя Джоуэт, нет знаний, которых я не знал бы, я магистр этого колледжа, и то, чего я не знаю, это не есть знание». Но ни в целом, ни в какой-либо из различных областей человеческое познание не может быть законченным, исчерпанным и завершенным. Познание всегда растет и развивается. Это становится очевидным, если мы учтем, что все наши знания возникают и проверяются в ходе практики, что приобретаем мы их с помощью чувственных восприятий, полученных в нашей практической деятельности. «Мы никогда не сделаем все, не исследуем во всех аспектах все существовавшее, существующее и то, что будет существовать. Всегда останется, что делать, что открывать при этом, а, следовательно, и что познавать». Таким образом, знание всегда расширяется или, по меньшей мере, способно к расширению и поэтому всегда неполно. Существуют две стороны этого расширения и этой неполноты познания. Первая сторона — количественное. Новое познание всегда добавляется к старому, так что в итоге мы узнаем все больше и больше. И это расширение знаний протекает в двух измерениях, так сказать, вширь и вглубь. Мы узнаем о новых вещах, которых мы не знали раньше, и мы узнаем больше о вещах, о которых мы уже кое-что знали. Таким образом, мы можем узнавать все больше и больше, но никогда не можем познать все. Так, например, из современной физики мы узнали об элементарных частицах, существование которых раньше не было известно. Узнав о них, мы одновременно расширили и углубили наши знания об атомах и их структуре, о которой кое-что нам уже было известно. Но хотя мы этим путем увеличили вширь и вглубь наши познания в области физики мы не можем заключить, что мы завершили наши познания в этой области. Напротив, единственный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что хотя мы обладаем большими знаниями в области физики, чем наши предшественники, наши преемники, которые начнут с того, чем мы закончили, будут обладать еще большими знаниями. Вторая сторона качественная. Когда мы узнаем больше, то прибавление этого нового к тому, что мы уже знаем, не может не повлиять на это прежнее наше знание. Напротив, познание новых вещей и увеличение познания старых вещей проливают, так сказать, новый свет на то, что мы уже знали. В результате мы можем найти новое содержание и новое значение в том, что было уже нами установлено. В то же время мы обнаруживаем, что в свете нового познания некоторые выводы, сделанные на основании прошлого познания, были неправильны и должны быть пересмотрены и сформулированы иначе. Например, новые открытия физики, которые были подытожены в квантовой механике, проливают новый свет на прежние открытия в области физики, которые были подытожены классической механикой. В результате старые познания нужно было подвергнуть пересмотру, дать различные новые формулировки. Стало ясно, что некоторые выводы, сделанные на основании этих старых познаний, были неправильны. Опять-таки, когда в практике строительства социализма в одной стране, в Советском Союзе, были получены новые знания о характере и функциях социалистического государства, появилась необходимость пересмотреть и сформулировать по-новому некоторые положения о социалистическом государстве, выдвинутые ранее марксизмом. При этом выяснилось, что некоторые выводы, сделанные из этих положений, нуждаются в уточнении. Все это вовсе не означает, что старое познание неизбежно оказывается ложным, и что, следовательно, подлинного познания как такового вообще не было. Все это говорит лишь о том, что несовершенство старого познания приводит к необходимости критического его пересмотра в свете нового познания. То же самое, разумеется, распространяется и на само новое познание, когда оно, в свою очередь, устареет. История человеческого познания показывает, писал Мао Цзэдун, что истинность многих теорий была недостаточно полной, но в результате проверки на практике их неполнота была устранена. Вообще говоря, как в практике изменения природы, так и в практике изменения общества редко бывает, чтобы первоначально выработанные людьми идеи, теории, планы и проекты притворялись в жизнь без малейших изменений. Познание растет и развивается не только в ходе добавления новых познаний к старым, но также путем совершенствования и исправления уже существующего запаса познаний. Ни в одной области познания не может быть совершенным, окончательным и полным. Следовательно, любое установленное знание должно рассматриваться только как исходная точка для дальнейшего прогресса знания. Так же, как все, что достигнуто в практической деятельности, не должно рассматриваться как окончательное достижение, а лишь как исходная точка для новых достижений. Это означает, что мы должны быть готовы к признанию того, что познание всегда ограничено, несовершенно, чревато ошибками и, следовательно, нуждается не только в добавлениях, но также в критике с тем, чтобы двинуть его вперед к новым завоеваниям. Глава 12. Развитие познания. Познание приобретается и расширяется в процессе нашего активного отношения к вещам, в котором мы переходим от восприятий к суждениям. Развитие познания происходит путем перехода от чувственного познания к рациональному познанию, от чисто поверхностных суждений о видимости предметов к разумным выводам об их существенных свойствах, взаимосвязях и законах. Этим путем мы приходим ко все более глубокому познанию объективного мира. На каждом этапе наше познание ограничено, но оно развивается, преодолевая эти ограничения. От незнания к познанию. Приобретение и накапливание знаний по самой своей природе всегда носят характер процесса перехода от невежества к познанию, от незнания вещей к познанию их. Будь то наше знание вообще или знание о некоторых частных вещах всегда дело обстоит так, что сначала мы ничего не знаем, а потом постепенно приходим к знанию. Исходя из этого, Ленин писал, что теория познания должна изучать переход от незнания к познанию. Следует не предполагать готовым и неизменным наше познание, писал он, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным. Ленин, материализм и эмпириокритицизм. В противоположность этому многие философы считали несомненным, что знание может быть получено только на основе прежних знаний. Поэтому они предположили, что должны быть какие-то основные, несомненные положения, из которых проистекает все познание. Это положение привело их к двум противоположным, но в равной степени вводящим в заблуждение выводам. С одной стороны, они изобретают различные принципы, которые они называют непреложными, и затем говорят, что знают и доказали все положения, сделанные на основании этих принципов. С другой стороны, они отрицают значительную часть наших реальных знаний, ибо они не могут быть выведены на основании изобретенных ими принципов. Так, например, на основании первоначальных принципов философы вывели разного рода заключения о Боге и о последней природе действительности, и они отклонили все наши знания о материальном мире на том основании, что они не подтверждаются ни одним из тех положений, которые они готовы рассматривать, как абсолютно непреложные и само собой разумеющиеся. Однако подлинной исходной точкой познания является не само знание, а незнание, не определенность, а неопределенность. Мы всегда строим знания, начиная с какого-то предыдущего этапа недостаточных знаний. Следовательно, пытаться строить системы знания на фундаменте самоочевидных предпосылок значит неправильно понимать всю проблему построения знания. Такая попытка неизбежно обречена на неудачу. Каким же образом познание строится на фундаменте незнания? Это делается и может делаться только с помощью нашего чувственного взаимодействия с вещами. Это делается человеческим мозгом, который, как мы неоднократно говорили, является органом, фиксирующим самые сложные отношения между человеком и внешним миром. На основании чувственного познания предметов, которое проистекает из разнообразных активных связей с ними, мы начинаем познавать их в том отношении, в котором раньше их не знали и чем разнообразнее связи с предметами, в которые мы вступаем, тем больше мы, следовательно, начинаем узнавать о предметах. Таким образом, познание это продукт нашего сознательного, активного отношения к предметам. Переход от отсутствия знания к познанию осуществляется в процессе человеческой деятельности, переходящей от отсутствия связи с предметами, к связи с ними. Так, например, мы не знали истоков Нила, мы узнали о них, когда добрались до них, мы не знали строение атомов, мы узнали его, производя опыты, мы не знали расстояний между землей и звездами, мы узнали их, открыв методы измерения этих расстояний, мы не знали законов развития человеческого общества, мы узнали их, сознательно стремясь использовать их для того, чтобы достичь новой ступени общественного развития. Восприятие и суждение Первым условием возникновения познаний является получение восприятий, то есть осуществление наблюдений на основании различного рода отношений с предметами. Сначала мы не располагаем наблюдениями, имеющими отношение к определенному предмету или процессу, затем мы осуществляем такие наблюдения, таков первый шаг. До него может быть только полное незнание или, как это часто случается, замаскированное иллюзорными или умозрительными теориями невежества. Во-вторых, вступив в отношения с предметами и сделав некоторые наблюдения, мы должны перейти к формулировке суждений или предложений о них и их свойствах и отношениях. Мы должны пользоваться законами мышления, то есть логическими законами отражения объективной действительности с помощью идей, с тем, чтобы выразить в идеях, суждениях или предложениях результаты наблюдений. Процесс познания всегда включает в себя переход от восприятия к мыслям. Все высшие животные обладают восприятием и в этом восприятии определенными конкретными сведениями о предметах, которые они учатся делать более надежными и используют в своей жизненной деятельности. Но только у человека эти сведения, доставленные чувствами, превращаются в познание, то есть выражаются в идеях и предложениях. Здесь мы понимаем термин познания в определенном смысле человеческого познания. Так, например, ощущение, на основании которого собака знает дорогу домой, отличается от ощущения, на основании которого знает эту дорогу человек, ибо в последнем случае оно выразимо в идеях и предложениях, которыми он может делиться с другими людьми. Идеи и предложения сообщаются, разделяются и обсуждаются людьми в их общественной жизни, и именно это выражение сведений в идеях и предложениях создает важнейшую черту человеческого познания. Люди приобретают познания и обладают им именно постольку, поскольку они переходят от восприятий, которые индивидуальны у каждого человека и которыми они обладают вместе со всеми животными, к идеям, суждениям, предложениям, посредством которых происходит связь в обществе и которые свойственны только человеку. Другими словами, от использования конкретных сигналов первой сигнальной системы, которой человек располагает наряду с животными, ко второй сигнальной системе, которая свойственна только человеку. Следовательно, восприятие само по себе только условие для познания, но еще не его осуществления. Познание вещей, обретенное человеком, достигается путем перехода от восприятия их к суждениям, основанным на восприятиях. Таким образом, в цикле, который мы отметили в предыдущей главе, практика, познание, вновь практика и вновь познание, познание всегда строится на основе непрерывного цикла качественно различных действий, которые вместе составляют весь процесс познания, вступление в активные отношения с вещами, получение в результате этих отношений восприятий и наблюдений, формулировка суждений на основании наблюдений, использование этих суждений для дальнейших активных отношений с вещами, которые приводят к дальнейшим наблюдениям, дальнейшим суждениям и так далее до бесконечности. Чувственное восприятие воспроизводит предметы в таком виде, в каком они непосредственно действуют на наши органы чувств. Чувства дают лишь отдельные моменты сведений об отдельных вещах, обусловленные конкретными обстоятельствами, при которых мы обретаем их. Выражая сведения, полученные на основании восприятий, в предложениях, люди приходят к суждениям, выражающим выводы на основании сравнения и сопоставления многих отдельных данных восприятий. Первым шагом процесса познания, писал Мао Цзэдун, является первое соприкосновение с явлениями внешнего мира, ступень ощущений. Вторым шагом является обобщение данных, полученных из ощущений, упорядочение их и переработка, ступень понятий, суждений и умозаключений. Так, например, на основании многих восприятий многих членов общества мы приходим к таким выводам, которые все представляют элементарные предметы общественного познания. Как собаки лают, коровы дают молоко, вода в холодную погоду превращается в лед и так далее. Такие выводы, как выразился Мао Цзэдун, представляют собой синтез данных восприятия. Делать такие суждения о предметах можно не на основе одного наблюдения одного человека, а на основе нескольких или многих наблюдений нескольких или многих людей. Чем разнообразнее наблюдения, чем разнообразнее обстоятельства, в которых они производятся, и способы подхода к этим наблюдениям, чем разнообразнее изменения и отношения объекта, которого они касаются, тем шире и надежнее суждение может отражать объективные свойства, отношения и форму движения этого объекта. Наблюдение само по себе – действие, поскольку мы должны сознательно вступить в отношения с чем-то, если мы хотим наблюдать его, и должны вступить с ним в более разнообразные отношения, отмечая различные аспекты предмета, его разнообразные изменения и так далее, если мы хотим наблюдать его более полно. Но само наблюдение переходит от того, что может быть названо пассивным наблюдением, к активному наблюдению, и именно последнее имеет первостепенное значение для получения более полного познания вещей. Наблюдение само по себе не изменяет того, что подвергается наблюдению. В этом смысле оно пассивно. Человек, наблюдающий птиц, например, получает познание о птицах, но он никак не вмешивается в их жизнь, производя свои наблюдения. Более того, в данном случае он должен особенно тщательно следить за тем, чтобы их не тревожить. Активное наблюдение начинается тогда, когда мы сами своей деятельностью принимаем участие в том, чтобы поставить предметы, которые мы наблюдаем, в новые отношения или производим в них различные изменения и наблюдаем результаты отношений или изменений, которые мы сами вызвали под нашим собственным контролем. Одним из наиболее важных методов активного наблюдения предметов является, например, измерение их. Процесс измерения, независимо от того, что мы измеряем, связан с установлением определенных отношений одного предмета с другим и фиксированием результатов. Другие методы активного наблюдения заключаются, например, в том, чтобы сломать предмет, разделить его на части или элементы, а затем собрать его или же внести изменения в его свойства при помощи других предметов. В общем, вырабатывая методы активного наблюдения, применимые к различным вещам, о которых мы хотим получить сведения, и зависящие от того, что мы хотим узнать о них, мы получаем многие ценные результаты наблюдения, которые позволяют нам делать выводы о свойствах предметов, отношениях между ними, их движении и законах движения, причинах и следствиях, составе и так далее. Получив с помощью как пассивного, так и активного наблюдений и преобразования их в суждения, определенное знание, выраженное в суждениях, мы сможем затем использовать это знание для того, чтобы получить новое знание. Ибо это первое знание откроет новые области исследования и потребует новых методов установления новых отношений с предметами. Уже полученное знание используется для направления дальнейшей деятельности и получения в результате ее новых сведений. Таким путем уже полученное знание подвергается дальнейшей проверке и исправлению, и весь процесс накапливания знания продолжается. Процесс перехода от наблюдения к суждению и затем от более активного и широкого наблюдения к более широкому суждению, в первую очередь, приводит к внесению поправок в непосредственные выводы, основанные на недостаточном наблюдении. Обычный опыт уже учит нас, что имеется разница между первой видимостью вещей в чувственном восприятии и их действительностью. Ибо часто случается, что вещи оказываются отличными от того, чем они казались на первый взгляд. Это подтверждается практикой, когда расчеты, основанные на первой видимости, не оправдываются. В процессе накапливания мы всегда переходим от выводов, выражающих лишь видимые свойства, отношения и движения предметов, к выводам, более полно приближающимся к действительным вещам. Так, например, когда мы наблюдаем солнце, оно кажется сравнительно небольшим телом. И в течение продолжительного времени люди считали, что оно действительно очень невелико. Но мы узнали, что на самом деле солнце чрезвычайно велико. Далее создаются впечатления, будто солнце вращается вокруг Земли. И в течение длительного периода люди считали, что оно действительно вращается вокруг Земли. Но мы узнали, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Далее, в процессе формирования более широких выводов о вещах, мы переходим от отрывочного познания частных вещей к более цельному познанию законов их существования, изменения и взаимосвязей. Первое познание, которое основано на первых наблюдениях вещей, это знание ряда фактов об этих вещах, но не законов их существования и взаимосвязей между ними, которые проявляются в этих фактах и определяют их. Поэтому, исправляя выводы, основанные на первой видимости предметов и формулируя суждения об их действительных свойствах, отношениях и движениях, которые определяют их видимость, мы также формулируем суждения об общих законах и взаимосвязях, которые проявляются в отдельных свойствах, движениях и отношениях вещей, первоначально очевидных для наблюдения. Так, например, установив основные данные о Солнечной системе, а именно, что планеты, к которым относится также Земля, вращаются вокруг Солнца, мы также устанавливаем законы, которые проявляются в этой системе и на основании действия которых она существовала и продолжает существовать. Далее, зная на основе повседневного опыта, что вода замерзает, когда становится достаточно холодно, мы в дальнейшем в результате синтеза целого ряда специальных наблюдений и умозаключений, выведенных из них, устанавливаем причины этого явления, а именно, что оно объясняется перегруппировкой молекул, вызванной изменением их движения, когда температура падает. Таким образом, в процессе перехода от наблюдений к суждениям, нам одновременно удается перейти от поверхностных к более основательным суждениям, от суждений, просто устанавливающих то, что мы наблюдали, к суждениям, идущим дальше. Мы делаем выводы о составе и внутренней организации вещей, об их причинах и следствиях, взаимодействии, взаимосвязях и движении и о законах взаимосвязи и движения. Это качественное изменение в содержании суждений, переход от суждений поверхностного содержания к суждениям более глубокого содержания, от суждений, выраженных на основе элементарных идей, которым соответствуют вещи, непосредственно воспринимаемые нашими ощущениями, к суждениям, выраженным в абстрактных идеях, которые устанавливают причины, основания объяснения, следствия, законы вещей, которые мы наблюдаем. Это переход, который Гегель первым подверг научному анализу в своей известной книге «Наука логики», и который он назвал переходом от категории бытия к категориям сущности. От чувственного познания к рациональному познанию. Мы можем сделать вывод, что познание в целом осуществляется только путем перехода от ощущения к суждению, и что в таком случае процесс развития, расширения и углубления познания, выраженного в суждениях, проходит через две качественно различные ступени. Во-первых, поверхностное и отрывочное познание вещей, непосредственно полученное в результате ощущений, и, во-вторых, познание их существенных свойств, взаимосвязи и законов. На первой ступени наши суждения выражают лишь отдельные стороны вещей, явлений, внешнюю связь между отдельными явлениями. На второй ступени возникают суждения, которые уже представляют не внешние стороны вещей, явлений, не отдельные их стороны, не их внешнюю связь, но улавливают сущность явления, явления в целом, внутреннюю связь явлений. Переход от первой ступени ко второй, во-первых, требует активных наблюдений. Без активных наблюдений данные, на основе которых можно сделать более глубокие и широкие выводы, будут недостаточными, и всякие суждения, которые могут быть сделаны, неизбежно будут умозрительными или иллюзорными. Во-вторых, однако необходим процесс мышления, вытекающий из наблюдений, процесс просеивания и сравнения наблюдений, обобщения и формулировки абстрактных идей, процесс рассуждения и извлечения выводов из такого обобщения и абстракции. После того, как выводы сделаны, они снова должны быть подвергнуты проверке путем активного наблюдения, чтобы гарантировать, что они соответствуют ему, и что абстрактные обобщения, достигнутые в процессе мышления, выражают конкретные факты, данные в ощущении. Следовательно, переход от первой стадии ко второй есть переход от суждений, непосредственно отражающих данные, полученные в восприятии, к суждениям, выведенным из данных восприятия посредством процесса абстракции и обобщения. Переход от вывода, что Солнце горячо, к выводу, что температура на его поверхности составляет около 6000 градусов по Цельсию, это как раз такой переход познания от первой ко второй стадии. Вывод, что Солнце горячо, непосредственно выражает один из путей, которыми Солнце воздействует на наши чувства. Но чтобы сделать вывод о его температуре, необходимо прежде всего, чтобы мы сформулировали абстрактную идею о температуре и, во-вторых, чтобы с помощью этой идеи мы сделали вывод о температуре Солнца посредством тщательного активного наблюдения и рассуждения на основе этого наблюдения. В результате мы переходим от вывода, который просто отражает определенные наблюдения над Солнцем, к выводу, выражающему его внутреннее состояние. Предположим, опять-таки, что мы рассматриваем государственное устройство определенной страны, скажем, Великобритании. Впервые наблюдения, которые могут быть сделаны, касаются частных фактов, например, что Лондон – столица, что законы издаются людьми, сидящими в двух палатах парламента, что эти законы подписываются королевой и осуществляются при помощи полиции и так далее. Многие исследования характера английской парламентской демократии не идут дальше формулировки выводов, подытоживающих эти наблюдения. Это значит остановиться на первой ступени познания. Если, однако, исследование проводится дальше, если государство рассматривается в своем историческом развитии на основе всего развития экономической структуры общества, и если на основании этого анализа делаются аргументированные выводы, то мы приходим к суждению, что английское парламентское государство – это орган господства английского класса капиталистов. Это значит перейти в познании государства ко второй ступени познания, охватывающей не просто ряд наблюденных фактов, а существенную природу явлений. В своем труде по теории познания Мао Цзэдун назвал первую ступень познания чувственным познанием, ибо оно ограничивается суммированием наблюдений, а второй ступень – рациональным познанием или логическим познанием, ибо оно достигается в процессе абстракции и рассуждения с использованием законов логики. Логическое познание отличается от чувственного познания тем, писал он, что чувственное познание охватывает отдельные стороны вещей, явлений, внешние их стороны, внешнюю связь явлений, а логическое познание делает огромный шаг вперед, охватывая явление в целом, его сущность и внутреннюю связь явлений, поднимаются до раскрытия внутренних противоречий окружающего мира, и тем самым может постигнуть развитие окружающего мира во всей его целостности с его всеобщими внутренними связями. Многие философы, те, что принадлежат к школам так называемых эмперистов и позитивистов, отрицают, что познание проходит через две ступени. С их точки зрения мы сначала получаем различные чувственные данные, а затем сравниваем и сопоставляем эти данные с тем, чтобы сформулировать суждения или предложения, подытоживающие эти наблюдения. Для них весь процесс познания заключается только в этом. Следовательно, для них познание ограничивается исключительно отдельными сторонами вещей, явлений, внешними связями явлений. И будет иллюзией предполагать, что возможно более глубокое познание предметов, их сущности в отличие от их видимости для нас, их существенных свойств взаимосвязей и законов. В отличие от этого эмпирического или позитивистского вида философии, марксизм прослеживает развитие познания от низшей к высшей ступени. Прежде всего, получая сведения с помощью органов чувств, мы переходим от ощущений к восприятиям, то есть от отдельных сигналов различных органов чувств к координации сигналов в восприятиях. Затем, по мере развития нашего познания, выраженного в идеях и суждениях, мы переходим от чувственного познания видимости и внешних отношений предметов к рациональному познанию их основных качеств и внутренних отношений. Явление и сущность Переходя от элементарных к абстрактным идеям, от поверхностных суждений к более глубоким, от чувственного познания к рациональному познанию, мы переходим от видимости предметов к их сущности. Изучая познание, всегда следует проводить различия между явлением и сущностью, между отдельными явлениями, непосредственно очевидными для наблюдения, и существенными чертами, взаимосвязями и законами, проявляющимися в этих видимостях и лежащими в основе наблюдаемых фактов. При познании вещей всегда нужно переходить от явления к сущности с тем, чтобы схватить их внутреннюю природу, обнаруживающуюся в их конкретном существовании и способе проявления, схватить их существенные взаимосвязи и законы. Так Маркс подчеркнул, что задачи науки всегда заключаются в том, чтобы перейти от непосредственного познания явлений к познанию сущности, существенных связей и законов, лежащих в основе явлений, и таким образом прийти к всестороннему пониманию явлений. «Исследование, — писал Маркс, — должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того, как эта работа закончена, может быть надлежащим образом изображено действительное движение. Раз это удалось, жизнь материала получила свое идеальное отражение. Маркс — капитал». Таким образом, Маркс подчеркнул, что познание сущности и законов любого предмета всегда должно исходить из детального анализа всех относящихся к данному событию фактов и, в свою очередь, должно служить объяснению их, показать их внутренние связи и фактическое движение. Исследования Маркса в области общественных наук сами по себе служат примером этого положения. Так, например, в «Капитале» Маркс указывает, что в то время как вульгарные экономисты занимались только поверхностными явлениями капиталистической экономики, научная политическая экономия стремится вскрыть действительные производственные отношения, лежащие в основе видимости, и этим путем объяснить видимость. Если бы лежащие в основе видимости существенные связи были очевидны для поверхностного наблюдения, не было бы необходимости для дальнейшего глубокого исследования. Но сущность предметов никогда не лежит на поверхности. Она может быть обнаружена только путем тщательного научного анализа. «Характер представлений мещанина и вульгарного экономиста», писал Маркс, «основан именно на том, что в их мозгу всегда отражается лишь непосредственная форма проявления отношений, а не их внутренняя связь. Если бы, впрочем, последнее имело место, то зачем вообще нужна была бы тогда наука?» И, объясняя свой собственный метод научного анализа капиталистической экономики, он указывал, «Наконец, мы приходим к формам проявления, которые для вульгаризатора служат исходным пунктом, к земельной ренте, источником которой является земля, к прибыли, проценту, возникающей из капитала, заработной плате, возникающей из труда». С нашей же точки зрения дело представляется теперь иначе. Кажущийся процесс находит свое объяснение. Маркс, письмо Энгельсу, 27 июня 1867 года. Из этого становится ясно, между прочим, что позитивистская философия, ограничивающая познание только внешней видимостью, была совершенно согласна с процедурой вульгарных экономистов, которых критиковал Маркс, а их процедура полностью соответствовала этой позитивистской философии. В самом деле, эта философия представляет собой самую удобную философию для апологетов капитализма, все мировоззрение которых основано на том, что они никогда не заглядывают вглубь общественной жизни. В качестве наглядного примера, подтверждающего значение изучения вещей не на основании поверхностной видимости, а с точки зрения их внутренних отношений и связей, мы можем взять вопрос о заработной плате. Если мы будем судить только о внешней видимости, то заработная плата представляет собой просто плату за труд. Человек работает столько-то часов и получает столько-то за час. В этом случае мы не могли бы обнаружить разницу между заработной платой, скажем, в капиталистическом обществе и социалистическом обществе. Работает ли человек на капиталистическом предприятии или на социалистическом, он работает столько-то часов и получает столько-то. В чем же различие? Различие заключается в том, что внешняя форма заработной платы выражает различные общественные отношения. В капиталистическом обществе заработная плата – это цена рабочей силы рабочего, которую он продал капиталисту. В социалистическом обществе заработная плата уже не цена рабочей силы, поскольку заводы принадлежат трудящимся, которые не продают свою рабочую силу самим себе. Заработная плата здесь выражает предоставление рабочему определенной доли ценностей, которые он произвел, в соответствии с трудом, который он вложил. Поэтому в то время как в капиталистическом обществе рабочие могут сохранить или повысить свою заработную плату только с помощью борьбы против класса капиталистов и угроз забастовки, в социалистическом обществе они непрерывно повышают свой жизненный уровень, увеличивая производство. Другими словами, законы, определяющие заработную плату в социалистическом обществе, в корне отличаются от законов, устанавливающих заработную плату в капиталистическом обществе. Но причина, почему они различны, может стать понятной только если мы пойдем дальше видимости вещей и попытаемся вскрыть внутренние отношения и связи, определяющие видимости. Революционная теория и революционная практика Переход от поверхностных суждений к глубоким суждениям о вещах и от их явления к их сущности представляет собой, как мы уже говорили, переход от одной ступени познания к другой. Такое качественное изменение в познании является, как правило, революционным изменением. Оно революционно, ибо оно приводит к революционному изменению в том, что мы можем делать. Когда практика определяется только тем, что мы узнали относительно внешней видимости вещей, она не обладает возможностью сознательно вносить глубокие изменения в эти вещи или широко использовать их для далеко идущих целей. Когда мы знаем предметы только по их видимости, мы в нашей практике, как правило, вынуждены ждать, что произойдет, чтобы приспособиться к вещам, вместо того, чтобы овладеть ими и приспособить их к нашим целям. При этом мы часто приспосабливаемся плохо и испытываем неожиданности, неудачи и злоключения. Но когда мы начинаем охватывать сущность вещи, мы можем действовать в отношении ее более эффективно, производить в ней глубокие изменения и использовать ее для наших целей. Так, например, до нового времени люди имели лишь весьма поверхностные знания о химических процессах. И поэтому они едва ли могли эффективно планировать использование этих процессов в производстве. Но современная химия позволяет нам разлагать вещества и снова синтезировать их из их составных элементов, благодаря чему многие материалы могут изготовляться синтетическим способом и можно придавать им качества, удовлетворяющие нашим требованиям. Мы можем расщеплять атомы, разлагать один элемент на несколько других и использовать энергию, высвобождающуюся в этом процессе, и даже создавать новые искусственные элементы, как, например, плутоний. Далее утопические социалисты и прежнее рабочее движение не могли эффективно изменить общественный строй. Однако марксистская теория, которая проникает в сущность общественных процессов, дала возможность рабочему движению в некоторых странах до основания преобразовать общество и приступить к построению социализма. Рассматриваем ли мы познание природы или общества всюду, где познание поднялось до познания сущности предмета, это было результатом революционного процесса, революции в том, что могут делать люди. Такие глубокие успехи в познании, связывали ли их сознательно с практикой или нет, те, кто играл ведущую роль в их достижении, всегда в конечном итоге представляют собой продукт революционных стремлений в общественной практике. Именно тогда, когда люди стремятся сделать что-либо новое, чтобы увеличить свои силы и улучшить условия своего существования, они испытывают необходимость развития своего познания до познания сущности какого-либо предмета. Не может быть революционной практики без познания, ибо без познания она лишена направления и не может достичь цели. Скачок вперед в познании представляет собой условия для осуществления революции в практике. В области познания вещей нельзя подняться до его рациональной ступени, независимо от соответствующей практики или до того, как эта практика будет осуществлена, точно так же, как практика будет нащупывать свой путь в потемках без необходимых знаний. Без соответствующей практики основательные знания невозможны, возможно лишь гадания и расчеты. Все глубокие знания вытекают из практики и, в свою очередь, проверяются практикой, что отнюдь не означает, что теоретические выводы из открытия не могут пойти дальше применения всех его потенциальных практических последствий. Нет иного пути для обнаружения существенных взаимосвязей и законов действительного мира, как вступление в практические отношения с действительными предметами и процессами, стремление овладеть ими и изменить их, создание представлений на базе полученного опыта и затем новая проверка теоретических выводов на основе развивающейся практики. Поэтому, подобно всему познанию, познание сущности предметов также проверяется только практикой. Революционная теория проверяется революционной практикой, самим успехом, с которым революционная практика применяет открытия, сделанные в области познания. И само познание укрепляется, развивается дальше, критикуется и исправляется в этом процессе. Познание начинается с практики. Обретя через практику теоретические знания, нужно вновь вернуться к практике. Активная роль познания выражается не только в активном скачке от чувственного познания к рациональному познанию, но, что еще важнее, в скачке от рационального познания к революционной практике. Познание, овладевшее закономерностями мира, должно быть вновь направлено на практику преобразования мира, применено в практике производства, в практике революционной классовой борьбы и национально-освободительной борьбы, а также в практике научных экспериментов. Таков процесс проверки теории и развития теории, продолжение единого процесса познания. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Следовательно, задача развития знаний до уровня познания сущностей вещей сводится к тому, чтобы вызвать революцию в человеческой практике, в способности человека подчинять себе природу, изменять ее, управлять своей собственной жизнью и изменять ее. Задача познания — от чувственного познания активно переходить к рациональному познанию и далее от рационального познания к активному руководству революционной практикой, к преобразованию субъективного и объективного мира. Вещи в себе. Из анализа развития познания вытекает, что на всех его стадиях оно представляет собой развитие достоверного отражения в человеческом сознании реального объективного мира. Многие философы утверждали, что наше познание ограничивается фиксированием внешней видимости вещей в нашем сознании и что вещи в себе, вещи, какими они являются в действительности, независимо от того, какими они представляются нам, то есть сущности вещей, должны быть непознаваемы. С точки зрения таких философов, между данными чувств, зафиксированными нашим сознанием, с одной стороны, и вещами, существующими независимо от нашего сознания, вещами в себе, с другой стороны, существует непроходимая пропасть. Многие не только отрицают, что мы можем познать вещи в себе, но даже, что такие вещи вообще существуют. И тем не менее, в суждениях, непосредственно основанных на восприятии, мы приобретаем познание вещей в себе. Не с самого начала полное или глубокое познание, но, по крайней мере, познание различных отдельных аспектов и внешних отношений вещей. Мы приобретаем это познание именно при помощи данных чувственного восприятия. И когда при дальнейшем исследовании и рассуждении мы приходим к выводам о существенных свойствах и отношениях и законах движения вещей, мы приобретаем более глубокое познание тех же самых вещей в себе, которые до этого мы знали только поверхностно. Следовательно, нет никакой пропасти между вещами в себе и их видимостью или явлениями. Мы знаем вещи в себе именно на основании того, как они являются нам. И сущность вещей познается постольку, поскольку познается их явление. В равной степени нет пропасти между явлением вещей и их сущностью, ибо явления представляют собой выражение сущности, и мы не познаем сущность отдельно от явления, а только через него. «Если вы знаете все свойства вещи, то вы знаете и самую вещь», писал Энгельс в введении к английскому изданию «Развитие социализма от утопии к науке». Мы познаем вещи в себе на основании практики и изучения. Обнаруживая, что мы можем делать с вещами, изучая различные явления их различных аспектов, при многообразных условиях, мы приобретаем все большее и большее познание самих вещей. Следовательно, все наше познание – это познание вещей в себе, которые, безусловно, существуют и безусловно познаваемы. Материалист утверждает существование и познаваемость вещей в себе. Ленин – материализм и эмпириокритицизм. «Сначала мы познаем вещи в себе поверхностно с помощью восприятия, а затем более глубоко и всеобъемлюще с помощью мышления, оперирующего на основании данных восприятия. Нет и не может быть разницы между вещами, познанными нами, и вещами в себе. Единственная разница может существовать между тем, что познано и тем, что еще не познано, и между тем, что познано только поверхностно в определенных аспектах и тем, что познано более основательно». Познание одновременно и ограничено, и беспредельно. Существуют ли какие-либо пределы для человеческого познания или же пределов нет? На каждом данном этапе развития человечества познание наталкивается на пределы, обусловленные неизбежно ограниченным характером имеющегося опыта и существующими средствами приобретения познания. Однако человечество прогрессирует, именно преодолевая эти пределы. Новый опыт устраняет пределы старого опыта. Новая техника, новые способы получения знаний ломают пределы старой техники и старых средств получения знаний. Тогда, однако, появляются новые пределы, но у нас не больше оснований полагать, что эти новые пределы более абсолютны и окончательны, чем у нас были основания считать абсолютными и окончательными старые пределы. На каждом этапе имеются люди, полагающие, что предел достигнут, и не заглядывающие дальше. Но всегда, рано или поздно, находятся другие люди, ломающие эти пределы и смело идущие вперед к новым пределам. Следовательно, познание всегда ограничено и в то же время беспредельно. Другими словами, познанное всегда ограничивается непознанным, но не непознаваемым. Так, например, в феодальном обществе люди не могли ничего знать о социалистическом обществе и о его законах, не могли формулировать истину о социализме и о переходе от социализма к коммунизму. Это стало возможно только с развитием капиталистического общества. Только тогда появились средства для составления научной концепции социализма. Точно так же для нас сегодня невозможно узнать, как полное коммунистическое общество после того, как оно осуществится, будет развиваться дальше. Но в свое время люди смогут обнаружить истину об этом дальнейшем развитии и его законы. Далее, до изобретения современной электронной техники невозможно было получить сведения об атоме и его структуре. Сегодня при помощи этой техники мы уже миновали то, что когда-то казалось пределом всех мыслимых физических знаний. Сама по себе эта техника, однако, ставит свои собственные пределы физической науки так, что теперь некоторые физики говорят о невозможности узнать когда-нибудь, скажем, структуру электрона. Но было бы догматично и близоруко утверждать, что эти пределы в большей степени абсолютны, чем прежние, казалось, непреодолимые рамки другой техники в прошлом. «Если вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня дальше электрона и эфира», писал Ленин, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы, прогрессирующей наукой человека. Электрон также неисчерпаем, как и атом. «Природа бесконечна». Ленин, материализм и эмпириокритицизм. На каждом этапе и при всех условиях познания несовершенно и временно. Обусловлено и ограничено историческими условиями, при которых оно было приобретено, включая средства и методы, которые применялись для его приобретения, и исторически обусловленные положения и категории, использовавшиеся для формулировки теорий и выводов. Но развитие познания, каждый этап которого обладает таким обусловленным характером, представляет собой развитие познания реального, материального мира, открытие взаимосвязей и законов движения реальных, материальных процессов, включая человеческое общество и человеческое сознание. Это прогрессивное развитие, в котором познание этап за этапом расширяется, в котором согласование идей и теорий с объективной действительностью этап за этапом углубляется, и в котором этап за этапом все временное и гипотетическое уступает место достоверному и проверенному. Прогресс познания всегда наталкивается на барьеры, возникающие из-за ограничений существующих знаний и существующей практики. Однако непреодолимых барьеров нет. Хотя прогресс познания всегда наталкивается на барьеры при своем дальнейшем развитии, познание прогрессирует, как раз находя способы преодоления этих барьеров. Для познания нет пределов, нет непознаваемых вещей, нет тайн Вселенной, нет ничего, что в принципе не может быть познано и объяснено.